Поражение цели В фазе открытых боевых операций, особенно оказавшись обороняющейся или контратакующей стороной, необходимо действовать с упреждением событий. Определите, какие ресурсы вам понадобятся, чтобы добиться преимущества и вынудить противника защищаться. Установите, чем из этих ресурсов обладает ваш оппонент. Заберите их у него, не гонитесь за славой, не ввязывайтесь в безнадежные противостояния, не пытайтесь мериться с ним силой, если знаете, что он сильнее вас. Не тратьте времени зря, решите, что сделает вас достаточно сильным, а затем получите это. Наиболее желанным благом всегда является способность вести войну. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 14.2.11 1. Отметка. 4.12.45 Святая Трана. Еще один прекрасный день в устье реки. Свет – это очень хорошо. Ол прикидывает, что у них может выйти лишний час или около того для работы. Час – это еще две порции темнотравия. День тяжкого труда ради хорошей выручки. Руки болят от жатвы, но он хорошо выспался и пребывает в отличном настроении. Яркий солнечный свет всегда воодушевляет его. Он встает и возносит молитву. В беленом сарайчике позади дома находится гравитационный душ. Он дергает за шнур и встает под струю. Он моется и слышит, как она поет в кухне. Когда он вытирается, одевается и заходит в кухню, ее там нет. Он чувствует запах теплого хлеба. Дверь кухни открыта, и на плиты пола льется солнечный свет. Наверное, она вышла на секунду. Вышла за яйцами. В теплом воздухе пахнет сеном темнотравия. Он присаживается за потертый кухонный стол. «Пора браться за дело, Ол!» Он поднимает глаза. В дверном проеме стоит человек. Солнце светит на него сзади, и Ол не видит его лица. Но Ол Персон знает его. Он прикасается рукой к висящему на шее маленькому знаку, инстинктивным охранительным жестом. «Я сказал!» «Я тебя слышал!» «Я займусь этим, когда буду готов!» «Моя жена готовит завтрак!» «Упустишь свет, Ол!» «Моя жена готовит завтрак!» «Это не так, Ол!» Человек входит в кухню. Он не изменился. «Да и не мог, так ведь?» «Он никогда не меняется!» «Это уверенность!» «Это обаяние!» «Не припомню, чтобы приглашал тебя!» Произносит Ол. «Меня никто никогда не приглашает!» Отзывается человек. Он наливает себе в кружку молока. «Меня это не интересует!» Твердо говорит Ол. «Зачем бы ты не пришел, меня это не интересует!» «Ты зря потратил время на путешествие!» «Теперь это моя жизнь!» «Человек садится напротив него!» «Это не так, Ол!» Ол вздыхает. «Замечательно снова тебя видеть, Джон!» «А теперь проваливай из моего дома!» «Не веди себя так, Ол!» «Как дела?» «Все такой же богобоязненный и преданный!» «Теперь это моя жизнь, Джон!» «Нет!» Произносит человек. «Убирайся! Мне ни до чего нет дела!» «Боюсь, у тебя нет выбора!» «Прости!» «Положение дел немного изменилось!» Джон, предупреждающий, почти рычит Ол. «Я серьезно!» «Нас немного, Ол, ты это знаешь!» «Мы с тобой можем положить руки на стол, пересчитать всех, и еще останутся свободные пальцы!» «Нас никогда не было много, а теперь осталось еще меньше!» Ол встает. «Джон, послушай!» «Позволь, я буду выражаться предельно прямо!» «У меня на это никогда не было времени!» «Я никогда не желал ни в чем участвовать!» «Я не хочу знать, с какими проблемами ты явился к моей двери!» «Ты мне нравишься, Джон, честно!» «Но я надеялся, что больше никогда тебя не увижу!» «Я просто хочу жить собственной жизнью!» «Не жадничай!» «Ты прожил несколько!» «Джон!» «Перестань, Ол!» «Ты и я!» «Улей Антоль!» «Ну же!» «Пан Пацифик!» «Скажи мне, что это не считается!» «С тех пор прошла целая жизнь!» «Несколько!» «Несколько жизней!» «Теперь это моя жизнь!» «Нет!» «Ол яростно глядит на него!» «Мне бы хотелось, чтобы ты ушел, Джон!» «Уходи!» «Сейчас же!» «Пока моя жена не вернулась из курятника!» «Она не вернется из курятника, Ол!» «Она не уходила в курятник!» «Убирайся, Джон!» «Это твоя жизнь, да?» «Это?» «Бывший солдат, который стал фермером!» «Вышел в отставку и зажил в пасторальной гармонии!» «Добрый и честный труд за простую пищу и хороший отдых ночью!» «Окол!» «Это твоя жизнь!» «Теперь да!» «Человек качает головой!» «А что ты будешь делать, когда тебе это надоест?» «Бросишь и займешься чем-то другим?» «Когда устанешь быть фермером, что тогда?» «Преподавание?» «Изготовление пуговиц?» «Запишешься во флот?» «Ты можешь, ведь ты уже был в армии!» «Что будешь делать?» «Бывший солдат, фермер, вдовец!» «Вдовец!» Рявкает Ол, вздрагивая от этого слова, как будто оно жужжит у него перед лицом, намереваясь ужалить. «О каком вдовце ты говоришь?» «Да брось, Ол!» «Не вынуждай меня делать всю тяжелую работу!» «Ты же знаешь, она не в курятнике!» «Она не готовит завтрак!» «Она не пела тут только что!» «Она никогда не селилась на калки!» «Она умерла!» «Несчастная любовь!» «Еще до того, как ты вообще вступил в армию!» «Последний раз вступил в армию!» «Ну же, Ол! У тебя в голове небольшая путаница! Это шок!» «Оставь меня одного, Джон!» «Тебе известно, что я прав!» «Известно! Я это вижу по твоему лицу!» «Оставь меня в покое!» «Давай, подумай!» Ол глядит на него. «Ты у меня в голове, Джон Грамматикус?» «В моей чертовой голове?» «Клянусь, что нет, Ол! Я бы не сделал этого без приглашения!» «Дело в тебе! Травма! Это пройдет!» Ол снова садится. «Что происходит?» — шепчет он. «У меня мало времени. Я тут ненадолго. Простой разговор с тобой требует огромных усилий. Ты нам нужен, Ол!» «Это они тебя послали!» «Бьюся в заклад, что да!» «Да, они! Они!» «Но я имел в виду не их. Я говорил о людях. В тебе нуждается человеческая раса, Ол!» «Все скатилось в дерьмо. Очень, очень плохо!» «Ты не поверишь! Он проигрывает!» «А если проиграет он, то проиграем и все мы!» «Кто проигрывает?» — спрашивает Ол. «А как ты думаешь? В чем он проигрывает?» «В войне», — произносит Джон. «Это она, Ол. Большая, о которой мы всегда говорили, которую всегда предвидели. Она уже идет. Чертовы примархи убивают друг друга. И последний цикл опустошения творится здесь, сегодня, прямо на Калке. Я не желаю в этом участвовать. Никогда не желал. Такова жизнь, Ол. Хочешь ты этого или нет, но ты один из вечных. Я не такой, как ты, Джон». Джон Грамматикус откидывается назад и улыбается, настаив на Олла палец. «Нет, черт побери. Я теперь, только я нынешний, благодаря вмешательству ксеносов. Но ты, ты все еще настоящий вечный. Все еще такой, как они. Нет, у меня нет того, что есть у тебя. Талантов, псайкерства. Это не имеет значения. Быть может, потому-то ты так и важен. Быть может. Ты важен лишь потому, что находишься здесь. Во всех пятистах мирах сейчас лишь трое подобных нам. И только ты на Калке. Эпицентр. Это ты. Ответственность лежит на тебе. У тебя нет выбора. На тебе лежит ответственность. «Найди кого-нибудь другого, Джон. Объясни это кому-то еще. Ты же знаешь, что не выйдет. Нет никого, кто был бы достаточно стар. Никто не понимает столь многого. Больше ни у кого нет кругозора. Я расскажу об этом кому-то, а они отмахнутся от меня, как от безумца. У меня нет времени проводить 18 лет в сумасшедшем доме, как в прошлый раз. Этим придется заняться тебе. Чем заняться? Убраться отсюда. Они собираются сдвинуть этот мир. Внутренний вихрь. Ступенька старого имматериума. Ты должен быть готов пройти через дверь, когда она откроется. И куда мне идти? Снаружи стемнело. Солнце скрылось. Грамматикус поднимает глаза и вздрагивает. Ты должен кое-что заполучить и принести это мне. Пройти через дверь, когда она откроется, и принести это мне. Я буду тебя ждать. Он запинается. Во всяком случае, я чертовски постараюсь тебя заждаться. Куда я направлюсь, Джон? Темнеет так быстро. Грамматикус пожимает плечами. У нас кончается время, Ол. С твоего позволения я тебе покажу. Черт, даже не... Отметка не установлена. Где-то. Здесь пахнет варпом, пылающими пустотными щитами. Стены из полированного черного дерева и гравированного керамита, отделанного хрусталем, слоновой костью и рубинами. Края люков обрамлены сусальным золотом. Это место так велико, так огромно. Склепы и залы мрачны и монументальны, словно нефы соборов. Гробницы. Катакомбы некрополя. Пол сделан из черного мрамора. Это не пол, это палуба. Он чувствует, как по ней передается пульсация двигателей, тяговых двигателей. Воздух сухой, искусственно сохраненный. Он чувствует запах дыма. «Почему пахнет дымом, Джон?» спрашивает Ол. Он не может прочесть, что выгравировано на полированных стенах и понимает, что рад этому. «Джон, куда ты делся?» За окнами россыпи звезд. На полу кровь. Кровавые следы на мраморе. Кровавые отпечатки ладоней на стенах. Гобеляны сорваны. В переборках пробоины. Вырванные за рядами болтеров воронки. Прорезанные лазерами и когтями борозды. На полу тела. Это не пол, это палуба. Он слышит звуки боя. Огромного сражения. Миллионы кричащих и визжащих голосов. Ляска оружия. Выстрелы. Грохот доносится из-под палубы. Он приглашенно раздается из далеких арок и на половину видимых люков. Как будто прямо за углом творится монументальная, катастрофическая история. Джон. Никаких признаков Джона. Но он ощущает на загривке покалывание иных разумов. Разумов, которые столь же ярки, как звезды главной последовательности. Джон, я не хочу здесь находиться. Совсем не хочу. Он идет вперед, проходя через арку. Раз в двадцать выше его. В зал, который выше в пятьдесят раз. Стены и колонны громадны. Воздух заполнен дымом и угасающими неясными отголосками. На полу лежит мертвый ангел. На полу? На палубе. Ангел – гигант. Он был прекрасен. Его меч сломан. Золотая броня треснула. Крылья раздавлены. Кровь струится под оспеху и пропитывает накидку из шкуры Карнадона. Волосы такие же золотые, как и броня. На щеке капли слез. Его убийца ждет неподалеку. Черный будто ночь. Созданный из ярости и скрытой тенью. Края его боевого облачения отделаны золотом. Это придает его мраку царственные очертания и формы. Золото окружает глаза на груди и поясе. Злобные, красные, пристально глядящие глаза. Он дымится от мощи. От него исходят уколы жара, словно утечка смертоносного излучения. Он оскверняет галактику, просто находясь в ней. Раздается потрескивание. Легкое шипение. Злоба настолько ужасна, что ее улавливает счетчик радиации. Убийца огромен. С его наплечников свисает плащ из мехов и человеческой кожи. Голову окружает шипастая оправа, психическая клетка, бронированная коробка. Внутри нее мерцает свет, красноватое свечение. Голова убийцы выбрита. Он смотрит вниз, лицо в тени. Он глядит на ангела, которого только что убил. Кортикальные разъемы и каналы биоподачи пронизывают его скальп, словно косички. Он чудовище, сотворенное из плоти и окованное железом. Он создан из чистой ненависти. Олд Персон понимает, что не должен находиться здесь. Где угодно, в любом месте космоса, но не здесь. Он начинает пятиться. Убийца слышит, как он двигается, или чувствует его. Убийца медленно поднимает массивную голову. Из ворота льется сияние, подсвечивающее лицо. Высокомерное, гордое, злое. Он открывает глаза. Он смотрит на Олла. «Я?» «Я отрекаюсь от тебя, лукавый», – запинаясь, произносит Олл. Он инстинктивным охранительным жестом прикасается к висящему на шее маленькому знаку. «Ты что?» «Я отвергаю твое зло». «Зла не существует», – говорит убийца. Его голос – грохот обвала рушащихся скал. Есть лишь безразличие. Убийца делает шаг по направлению к Олу. Пол, палуба содрогается под его весом. Он замирает, глядя на что-то. Он глядит на что-то в руке у Олла. Олл в замешательстве бросает взгляд вниз. Он осознает, что все это время держал что-то в руке. Теперь он видит, что это. Убийца издает звук. Вздох. Его губы раздвигаются, между ними тонкие нити слюны. Он смотрит Олу прямо в лицо, прямо в душу. Олл отворачивается. Он больше не в силах смотреть в эти глаза. Он поворачивается, чтобы убежать, и видит позади себя свет. Он был настолько зачарован убийцей, покалывающей, обвивающей тьмой, что практически не заметил, как появился свет. Теперь он видит. Это не обычный свет. Непривычный ему свет. Свет угасает. Это было прекраснейшее сияние. Однако оно тает, идет на убыль и тускнеет. Золотое и сломанное, как ангел. И так же, как ангел, поврежденное, созданным из мрака убийцей. По ту сторону сияние широкое окно. Через него Олл видит, окутанное дымом великолепие Терры. Родина человечества горит. Я увидел достаточно, произносит Олл Персон. Отметка 4, 12, 45. Это шок. Просто шок. Тебя ранили, и я много тебе показал. Много. Мне жаль, правда жаль. Этого никто не должен был видеть. Никто не должен был иметь дело со всем этим за один заход. Но времени действительно слишком мало, чтобы проявлять мягкость. Ты увидел то, что должен был увидеть. Я показал тебе, куда придется идти. Теперь это будет причинять боль. Будет тяжело. Ты сможешь. Тебе приходилось и тяжелее. Давай, Олл. Давай же, мой старый, дорогой друг Алании. Пора просыпаться. Пора, про. Олл просыпается. Никакого солнца. Никакой кровати. Никакого пения на кухне. Серый свет. Туман. Холод. Боль. Он упал на спину, изгибаясь. Руки изранены, как и спина, как и одно бедро. Ощущение такое, словно в голову вкрутили железные шурупы. Он садится. Боль усиливается. Олл осознает, что наихудшую муку причиняет не физическая боль, не растяжение и не синяки. Это отголосок. Отголосок видения. Он перекатывается на четвереньки. Его рвет желчью, словно он пытается извергнуть наружу воспоминания и избавиться от них. Велик соблазн подумать, что это был просто кошмар. Соблазнительно и легко. Просто дурной сон, который приснился из-за удара головой. Но Олл знает, что человеческий разум не может воображать подобные вещи. Только не такие. Грамматикус был здесь. Ублюдок был здесь. Не воплоти, но все же был. Он был здесь, и он показал это. Тот факт, что Джон предпринял сверхчеловеческое усилие и появился, пошел на такой риск, говорит о многом. О многом. И это многое не нравится Олу Персону. Он неуверенно поднимается на ноги. Он избит и потрепан. Одежда покрыта коркой грязи, которая только начинает подсыхать и твердеть. Он пытается сориентироваться. Видно немногое. Весь мир затянут густой серой мглой. Раздаются грохочущие звуки. И по ту сторону облаков что-то тускло вспыхивает. Где-то вдали. Олу кажется, что это север. Угадывается сияние. Словно за туманом горит что-то большое. Большое, как город. Он оглядывается. Земля покрыта вонючей черной грязью и слизью. Искореженной сельскохозяйственной техникой и сломанными столбами ограды. Это то, что осталось за прошедшей приливной волной. То, что осталось от его земли и полей. Он бредет, пошатываясь и хлюпая ботинками пожиже. Плотный туман частично состоит из дыма. А частично из болотных испарений. От почвы несет глиной и донным илом. Все посадки исчезли. Он видит ряд столбов ограждения, которые еще стоят. Судя по тому, насколько они торчат над жижей, волна-паводка оставила за собой примерно метр илой грязи. Все похоронено. Хуже, чем проклятый кранесинский хребет. Он видит руку. Бледную и сморщенную мужскую руку. Которая высовывается из черной слизи. Похоже, что человек тянулся, судорожно хватая воздух. С этим ничего нельзя сделать. Ол добирается до столбов и приваливается к одному из них. Он понимает, что это ворота на краю западного полевого уровня. Он совсем не там, где думал. Он почти на полкилометра западнее. Должно быть, мощь наводнения унесла его, словно мусор. Чертовски удивительно, что он не переломал себе конечности и что ему не вышибло мозги о торчащий столб. Чудо, что он не утонул. Сориентировавшись, он поворачивается и движется обратно. Теперь он пришел в себя и понял, где находится жилой модуль фермы. Он проходит мимо опрокинутого и наполовину утонувшего в черной грязи культиватора. Затем находит дорогу, ну или то, что раньше было дорогой. Это борозда слизи, грязевая канава, по всей длине залитая лиловой водой глубиной по колено. Он шлепает по ней. Господин Персон! Он останавливается, ошеломленный звуком голоса. На краю дороги сидит человек, прислонившийся спиной к остаткам забора. Он облеплен грязью. «Кто это?» – спрашивает Ол. «Это я, Зибис». Гебет Зибис. Один из работников. Один из паденщиков. «Вставай!» – говорит Ол. «Не могу!» – отвечает Зибис. Он сидит у ограды в странной позе. Ол понимает, что левая рука и плечо человека примотаны к столбу колючей проволокой. Их сплело воедино нахлынувшим потоком. «Держись!» – произносит Ол. Он тянется к поясу, но рабочие инструменты давно пропали. Он идет назад к перевернутому культиватору и роется в густой грязи вокруг него, пока не находит в кабине ящик с инструментами. Затем он возвращается с кусачками и освобождает Зибиса. Плоть человека изрядно изодрана проволокой. «Пошли!» – говорит Ол. «Куда?» «Есть места!» – отвечает Ол. У них уходит 20 минут, чтобы в тумане дойти через трясину до жилого модуля фермы. К тому, что от него осталось. По дороге Зибис не перестает задавать вопросы наподобие «Что случилось?» и «Почему это произошло с нами?» Олу нечего ответить. Впрочем, у него нет ни времени, ни желания. В пяти минутах от дома они сталкиваются с Кэт. Это сокращение от Катерины. Екатерины – что-то в этом роде. Ол вечно забывает. Как и Зибис, она из паденщиков. Трудится в сушильном амбаре, просушивает снопы. Ей около семнадцати. Она – соседская дочка. Перемазанная грязью, она просто стоит в тумане с отсутствующим видом и глядит на что-то, чего нельзя увидеть, поскольку из-за тумана вообще ничего не видно. Возможно, она смотрит на что-то успокаивающее. Например, на вчерашний день или на свой пятый день рождения. «Девочка, ты в порядке?» – спрашивает Ол. Она не отвечает. «Шок!» «Это просто шок!» «Ты в порядке, Кэт?» «Пойдем с нами!» Она не смотрит в глаза. Джек не кивает. Но когда они снова начинают двигаться, она следует за ними в отдалении. В доме разгром. Поток прошел прямо насквозь, унеся двери, окна и большую часть мебели, и оставив взамен полуметровый покров илой обломков. Ол раздумывает, не поискать ли пикт его жены, который обычно стоял на шкафу в кухне. Однако шкафа больше нет, так что у него мало надежды найти изображение. Он велит Зибису и Кэт подождать и заходит внутрь. Его комната наверху, под крышей, так что она лучше перенесла удар. Он находит старую служебную сумку из выцветшего, зеленого брезента и кладет в нее немного полезной всячины. Затем снимает все, вплоть до рабочих ботинок, и надевает сухую одежду. Лучшим, что ему удается найти, оказываются старые армейские штаны и куртка, тоже зеленые и выцветшие. Он перебирает последние остатки, выбирая, что взять, а что оставить. Запасная куртка для Зибиса, аптечка и одеяло с кровати, чтобы согреть Кэт. Он спускается по лестнице, чтобы отыскать их. Над камином все еще висит старая лазерная винтовка. Он снимает ее. Из ниши в дымоходе он извлекает маленький деревянный ящичек. Три полностью заряженных магазина. Он кладет два в карман, третьим готовится зарядить оружие. Он слышит крик Зибиса и выскакивает на грязный двор, скользя и оступаясь. Чертов магазин не вставляется. Он долго не практиковался с винтовкой и подрастерял сноровку. Он тоже напуган. Напуган сильнее, чем когда-либо в жизни. А это кое-что дозначит, учитывая, что в его жизни был Каранесинский хребет. «Что происходит?» – спрашивает он, добравшись до Зибиса, который присел за опрокинутым штабелем ящиков с травой. «Там что-то есть», – отвечает тот, указывая на боковой сарай. «Что-то большое. Движется с места на место». Ол ничего не видит. Он озирается в поисках Кэт. Та стоит у двери кухни, снова глядя в прошлое и не замечая паники Зибиса. «Оставайся тут», – велит Ол раненому. Он поднимается и движется к сараю, держа винтовку на готове. Он слышит, как что-то движется. Зибис не врал. Что бы это ни было, оно большое. Ол знает, что должен стрелять точно, стрелять на поражение. Если оно большое, нужно остановить это быстро. Он рывком открывает дверь сарая и видит графта. Крупный погрузочный сервитор кружит по сараю, врезаясь в предметы. Его сенсоры и системы обзора полностью сбиты с толка грязью и водорослями. «Графт?» «Рядовой персон», – отзывается сервитор, узнав голос. «Стой неподвижно. Просто стой неподвижно. Большой киберорганизм замирает. Ол протягивает руку и стягивает жгуты водорослей. Он берет тряпку, протирает оптику и вычищает грязь из мелкой решетки сенсора. «Рядовой персон», – произносит граф. «Благодарю за помощь, рядовой персон». «Следуй за мной», – говорит Ол. «Куда следовать, рядовой персон?» «У нас есть работа», – произносит Ол. «Два. Отметка. Четыре. Четырнадцать. Одиннадцать. Объяснись», – произносит несущее слово. «Его зовут Улмар Нул». «Была засада», – говорит Вилл Тет. «Двое ультрамаринов». Нул смотрит на труп катафрактии. «Это сделали они?» «Они», – соглашается Тет. «Убили моего наблюдателя. Убили членов моего отряда. А затем захватили спидер. Один из них был капитаном». «Почему ты их не остановил?» – спрашивает Нул. «Их не смог остановить катафрактией», – изумленно произносит Тет. «С чего вы взяли, что я бы смог?» «Он обрывает себя. Прошу прощения, Маджир. Это были легионеры. У нас не было средств». «Ты оставался на позиции с момента нападения, ожидая подкрепления?» «Да, Маджир». Улмар Нул поднимает варп склянку. Он говорит в нее, предупреждая офицеров подразделений, что в этой части космопорта на свободе как минимум еще две единицы элиты противника. «Возможно, у них есть транспорт», – добавляет он. Нул смотрит на членов своего отделения. «Их нужно выследить», – просто говорит он. Келтор, один из его людей, кивает и вызывает ищейку. Ему приходится воспользоваться электрическим стрекалом. Ищейка злится и не подчиняется. Она размером примерно со взрослого мастиха, но более грузная и не принадлежит к собачьим. Она рычит и сыпит, капая слизью из раздувающихся черных ноздрей. «Нам нужно что-то, чего они касались», – произносит Нул. «Капитан прикасался ко мне», – отвечает Кет. «Он сбил меня с ног». «Он все еще говорит, когда до него доходит, что он идиот». Нул глядит на него и кивает. «Маджир, нет», – начинает Кет. Ищейка бросается вперед. Она оказывается возле него. Кет вопит, когда она начинает пожирать его заживо. «Проба взята», – говорит Келтор. Он стаскивает ищейку с воина Каул Мандори. Кет не мертв. Он должен быть мертв, обязан. Из него выгрызено слишком много, чтобы он смог вернуться к жизни. Он не в силах говорить, не в силах даже как-то иначе выразить захлестывающую его муку. Он лишь дергает лишенными пальцев руками и трясет тем, что осталось от его челюсти. Ищейка приходит в движение, ведомое психоощущением, которое она поглотила. Несущие слова идут следом. «А он», – спрашивает один из них, – у Улмара Нула, указывая на подергивающиеся останки. «Ты мог бы положить конец его страданиям?» «Мы извлекаем из боли уроки», – отвечает Нул. «О милосердии – пустая трата боеприпасов». Отметка 4, 26, 11. Капитан Ультрамарина достойно бьется. Оказавшись в углу и находясь в меньшинстве, он старается нанести как можно больше ущерба, прежде чем наступит неизбежное. Его убивает Сорат Чур. Он всаживает два масс-реактивных заряда в переборку позади ультрадесантника. И сила взрыва в замкнутом пространстве вышибает кобальтово-синюю фигуру из-за укрытия. Тот пытается подняться, но уже слишком поздно. Третий выстрел сносит ему голову. Чур идет обратно, в главный пункт управления станцией. Он отправляет в свои отделения собирать пленников людей или вытаскивать тела мертвых врагов. В воздухе висит поблескивающий синий дым. Станция Зецун верит, захвачена. Потребовалось больше времени, чем ожидалось. Это раздражает Чура. Он надеялся, что полная внезапность лишит тринадцатой воли к сражению. Однако те держались. Единственным утешением является то, что теневые магасы также вышли за рамки собственных прогнозов. Они все еще трудятся, перекалибровывая основные системы станции. Им достанется большая часть неудовольствия Корпоэрона. В главном пункте управления некоторые магасы орудуют электроинструментами, снимая платы, поло и стенные панели, чтобы добраться до пучков кабелей. Другие осуществляют более тонкую работу, прощупывая запутанные схемы при помощи высокоточных инструментов, многие из которых сращены с их пальцами. Несколько адептов подключились напрямую через разъемы ММУ к импровизированной ноосферной среде, в которой они смогут восстановить разрушенную сеть манифольда станций. Они купаются в теплой сущности кода Актета, свободно гуляющего по системам. Магистр Веры Корпоэрон не гневается. Чур обнаруживает его в диспетчерском пункте над основным залом, застекленной латунной коробкой, похожей на церковную исповедальню. Он читает грубо переплетенную книгу. Книгу Ларгара. Разумеется, это не вся книга, а лишь один ее том. Книга Ларгара занимает целый стек данных, а от руки переписана в 9752 тома. Их число постоянно возрастает. Корпоэрон лично собрал 10-тысячный штат рубрикаторов и песцов для копирования книги и увеличения числа копий. Предполагается, что каждый из старших офицеров 17-го, назначенных несущими словом «Повелители планет», обладает таким набором и изучает его. Чур понимает, что также готовятся комплекты для каждого из примархов, поклявшихся в верности Хорусу. Копии, копии, копии. Экземпляр Пертураба будет оправлен в гравированную сталь. Фулгрима — в живую плоть. Альфарию преподнесут две редакции, слегка отличающиеся друг от друга. Комплект Хоруса будет переплетен в содранную кожу жертв предательства легионеров. Копии, копии, копии. Ларгар постоянно проверяет каждую версию. Ошибки в написании караются смертью, а то и хуже. Всего за день до того, как они перенеслись в веридийскую систему, один из рубрикаторов был выпотрошен за пропущенную точку. Чур входит в диспетчерскую. Подойдя ближе, он видит, что книга, которую читает Корфа Ирон, контрольный экземпляр, одно из начальных писаний. Написано собственной рукой примарха, прямо по мере сочинения. Это новейший том, готовый к распространению. Корфа Ирон всегда лично и тщательно изучает свежие выпуски, прежде чем передать их своему персоналу для копирования, архивирования и публикации. Корфа Ирон читает секреты, которых никто еще не видел. «Прошу извинить за задержку», — произносит Чур. Корфа Ирон качает головой, поднимая руку с когтями и продолжая читать. «Магасы дали объяснение», — говорит он. «Устроенное нами опустошение ноосферы Калта оказалось более основательным, чем мы рассчитывали. Нужно многое восстановить. Как я понимаю, еще десять минут. Я буду счастлив, когда вы благополучно вернетесь на борт вашего корабля», — произносит Чур. На этот раз Корфа Ирон поднимает глаза. Он улыбается. «Твоя забота отмечена. Однако здесь я в безопасности, Сорот». Он выглядит еще более болезненным, чем обычно. Вокруг него мерцает ореол грязного света Эмпири. Чур видит, как сквозь кожу вспышками проступают кости, словно от прерывистых рентгеновских лучей. Корфа Ирон поддерживает обширное варп-колдовство. «Подойди, Сорот», — произносит он. «Почитай вместе со мной». Сорот Чур делает шаг к пульту и заглядывает в раскрытую книгу. Он отмечает изощренную красоту почерка. На страницах почти нет чистого места. «Он пользуется стилусом и чернилами», — говорит Корфа Ирон, словно поражаясь этому. «В наши дни, в наше время. Стилус. Разумеется, я заставляю рубрикаторов поступать так же». «Я слышал, что...» Корфа Ирон смотрит на него. «Что, Сорот?» «Я собирался сказать, повелитель, что слышал, будто Желеман тоже пользуется стилусом». «Именно так. Кто тебе об этом сказал?» «Люциэль». «Тот, которого ты убил?» «Да, первая жертва». «Он был твоим другом». «Именно в этом ценность его смерти», — произносит Чур. «Да, думаю, что раба у Джелеман пользуется стилусом», — говорит Корфа Ирон. «Он пишет». «Он пишет». «Много пишет, как мне говорили. И никакого интереса к метафизическим вопросам, которые занимают более достойные умы». «Наш возлюбленный примарх уже знает об убийстве все, что только возможно. У него нет необходимости записывать это. Принципы просты. Именно потому он способен выйти за рамки глубокого практицизма и тратить свои время и энергию на обдумывание великих тайн. «Функционирование этой и прочих вселенных, природы существования». Корфа Ирон смотрит на него. «Тебе известно, что Ларгар просто записывает то, что ему диктуют. То, что нашептывают ему и только ему». «Боги?» — спрашивает Чур. «Силы восьмерки», — отвечает Корфа Ирон. «Глашатая пустоты и голоса бездны. Изначальный уничтожитель из самой глотки варпа». Снаружи зовут. Магасы завершили работу. Корфа Ирон закрывает книгу и поднимается на ноги. «Воспользуемся их славным трудом, а?» — спрашивает он. Отметка 4, 55, 34. Перезапущенные темными механикум системы станции Z-Sunvered включаются. Информационная машина возобновляет работу. Зафиксировав, что планетарная оружейная сеть неактивна, а неактивность вызвана необъяснимой потерей центра информационных машин, размещенного на борту Калтского Веридийского опорного пункта, машина автоматически выполняет протокол и берет на себя управление, подбирая брошенные бразды управления сетевой системой. На Z-Sunvered находится один из усовершенствованных машинных центров, способный в аварийной ситуации заменить основной орбитальный центр. Оружейная сеть Калта снова включается. Ее манифольд перезапускается. Корпоэрон обозревает работу. Наблюдаем, насколько крепко встроен в архитектуру ноосферы мусорный код Актета. Он определяет цель, и магасы поспешно задают и фиксируют координаты. Все боевые орбитальные платформы, а также несколько станций наземного базирования, включая полярные установки, активируются и начинают наведение, пока их источники энергии набирают мощность. Проходит примерно 10 минут, пока по всей длине главного пульта центрального управления не начинают мерцать зеленым сигналы подтверждения полномочий. «Разрешение на цель получено», — докладывает старший магас. На фоне его плотского голоса пощелкивает двоичный мусорный код. «Можете стрелять, когда будете готовы», — произносит Корпоэрон. Мерцание, вспышка. С Калта и его орбитальных станций срываются лучи когерентной энергии, лучи неравномерной мощности. Калт обладает оружейной сетью, которая способна сдержать целый экспедиционный флот или основную боевую группировку. Лишь сегодня ее удалось обойти при помощи коварнейшего и искуснейшего предательства. Оружейная сеть дает залпы. Калт начинает уничтожать соседние планеты Веридийской системы. Он начинает с массивного астероидного мира, который обращается вокруг системы по ту сторону лун Калта. Астероид Аламаста — остаток планеты, которая когда-то занимала это место на орбите. Теперь эта скала размером с крупный спутник. Ее больше не называют Аламастой. Она известна как Кузница Веридия. Это основная станция механикум в системе и самый значимый промышленный пункт в шести системах. Кузница Веридия беззащитна. Ее системы разрушены тем же мусорным кодом, что вывел из строя сеть Калта. У нее нет ни щитов, ни оружия быстрого реагирования и нет возможностей для маневра. Оружейной сети требуется четыре продолжительных удара. Первые два выжигают скалистую поверхность и уничтожают ракритовые укрепления с адамантиевыми бастионами. Третий вскрывает главную фабрикаторию и воспламеняет системы питания реактора Миры Кузницы. От четвертого Кузница Веридия взрывается, словно новорожденная звезда. Следующие 18 минут у Калта нет ночной стороны. 3. Отметка 5.46.19 Вентан рывком бросает спидер назад. Ауспик сломан и бесполезен. Он увидел орудийный транспортер, только свернув за угол. Спидер разворачивается на эллинге с такой силой, что Вентан и Селатон накрениваются вперед в своих креслах. Их уже нагоняют выстрелы. Беглый огонь транспортера с гравитационной компенсацией четырехпушечного чудовища рвет в клочья сараи и складские блоки вокруг. Грузовые сооружения и пакгаузы с боеприпасами взрываются и разлетаются на части. Ракритовые стены содрогаются. С них сыплется пыль от стремительно пробивающих их выстрелов. Окна рассыпаются. И не сюда, произносит Вентан. Согласен, отзывается Селатон. У него на коленях лежит автопушка. И он проверяет подачу зарядов. В магазине их осталось немного. Вентан сворачивает влево, и они мчатся вниз по сырому ракритовому туннелю. Проскальзывают между двух огромных аэрокосмических заводов и огибают по периметру горящую налоговую станцию. Повсюду лежат вела. И гражданские, и армии, и слишком много ультрамаринов, чтобы у Вентана сохранился хотя бы слабый оптимизм. Люди мертвы, а их оружие все еще в ножнах или в кобурах. Убиты, не успев посмотреть смерти в лицо. Дороги и магистрали окаймляют груды кобальтово-синих доспехов. Безвольные трупы в истертой броне. Некоторые, как дрова, сложены у заборов и стен. Некоторые вскрыты и опустошены. Нескольких распяли на столбах или металлических стенах зданий. Кажется, будто некоторых разделывали или даже поедали. Вентан не понимает этого. Он предполагает, что они стали жертвой какого-то разрывного оружия, недавно появившегося в арсенале 17-го. Теоретически. Это лучшая из теоретических возможностей. Вентан надеется, что так окажется и на практике. Прочие теоретические альтернативы слишком неблаговидны, чтобы их рассматривать. Несущие слова состоят в союзе с какой-то расой флатоядных ксеносов. Несущие слова предаются ритуальному каннибализму. Вентану не требуется дополнительных причин, чтобы насмерть биться с несущими словами. Нанесенный калту и 13-му ущерб – достаточное основание. Предательство – достаточное основание. Безостановочная и беспощадная атака с нарушением всех правил этого довольна. Однако после такого осквернения данный казус Белли выходит на совершенно новый уровень. Это уже не война, это военное преступление. Оно попирает и позорит законы и заповеди Легиона Састартес. Законы и заповеди, которые установил прародитель император. Несущие слова извратили облик истинного и законного пути империума и нравственные нормы человечества. Тут и там Вентан замечает символы, намалеванные на стенах, предположительно кровью. Восьмиконечные звезды и иные эмблемы, с которыми он не знаком и от вида которых ему делается неуютно. Поверх пыхтения двигателя спидера, пыхтения к которому примешивается тревожный лязгающий звук, Вентан слышит грохот других орудийных транспортеров, движущихся по окрестным улицам. Они находятся в промышленном поселке между космопортом и городом. Вентан отчаянно пытается найти дорогу, по которой они смогут прорваться и двинуться на северо-запад, в Эрут. Его основная забота – восстановить контакт со своей ротой и другими подразделениями на сборах в Эруде. Если они перенесли это и остались целыми или относительно целыми, он намеревается сделать их орудием контратаки. Над всем городом и портом колышется мгла. Это огромное количество дыма, смешанного с туманом, и пар. Марева затягивает горизонт, закрывая бассейн реки и превращая миллионы отдельных огней в неяркие оранжевые кляксы. Вентану доводилось видеть подобный феномен раньше, когда крупные объемы воды моментально испарялись мощным энергетическим разрядом. На городской низине конденсируется Мертвый океан. Они огибают очередной угол и видят, что по грузовому проезду впереди движутся шестеро несущих слов. Те окликивают их, а затем открывают огонь. Спидер трясется от попаданий. Они дают задний ход. Броня довольно прочная, но Вентан знает, что ей изрядно досталось. Он скользит назад, надеясь развернуться на плотном грунте перед заводским складом и найти другой путь. По ним начинают стрелять новые несущие слова, ведущие огонь с надземного перехода и балачного моста между двумя фабриками. Масс-реактивный заряд разрывается о борт кабины там, где крыша уже разорвана и отогнута назад. От сотрясения селотон сильно наклоняется. Еще немного, и они не смогут развернуться. Вентан сделает назад быстрее. Он сбивает двух несущих слова, возникших позади. Фигуры в алых доспехах отлетают от репульсоров на бронированной корме Спидера и падают, слязгом подпрыгивая на ракрике. Но он не может просто переехать орудийный транспортер, который выкатывается перед их кормой. Тот вдвое больше по размерам, вдвое тяжелее и начинает поворачивать квадригу пушек, целясь вниз. «Давай!» — кричит селотон. «Давай!» — через них! Вентан снова бросает Спидер вперед, запуская тягу. Он сшибает одного из несущих слова, которых они уже один раз отшвырнули с дороги. Дикарь пробовал восстановить равновесие. Переднее правое крыло сильно бьет его усиленной предохранительной решеткой, заставляя согнуться пополам и отбрасывает в бок. Он вертится и приземляется так, что видно, как рвется спинной мост. Селотон приподнимается на сидении, пристраивая автопушку на раму стекла. Они направляются прямо на отделение несущих слова, которое отрезало их от грузового проезда. Они несутся сквозь град огня, хлещущий с балочного моста и надземного перехода. Заряды врезаются в земли вокруг них, выбивая фонтанчики огня и гальки. Другие бьют по кузову, будто сваебойный копер. Селотон начинает стрелять из пушки. Если учесть неподготовленность, он выбирает хороший угол и строчит по балочному мосту, разрывая перекладенный перил и разнося на куски металлическую балюстраду. Он сшибает двух вражеских стрелков с ног, а затем попадает по третьему. Вентан видит, как шлем взрывается, словно красная сигнальная ракета. Убитый падает с моста и врезается в землю через секунду после того, как они проезжают внизу. Селотон опускает прицел и срезает одного из солдат на земле. Роторная пушка изжевывает фигуру, кромсая ее, будто мешок с мясом и металлической соломой. Прочие остаются на месте, поля по ним. Вентан, не дернувшись, замечает, как массореактивный заряд пролетает через кабину между их головами и выходит через заднюю амбразуру. Он сбивает одного из несущих слов, перебрасывая его назад через мчащийся спидер. Затем налетает на еще одного, принимая его на бронированную защитную решетку. Верхняя часть тела распластывается по носу, ноги оказываются под машиной. Спидер выбрасывает из-под днища огромный снопыска, продолжая убийство и стирая пятки с лодыжками тяжелой боевой брони Maximus 3, расплющенного несущего слова. Раздается ужасающий скрип и визг. Вентан не в состоянии сбросить человека. Впереди на грузовой проезд рушится стена, и в поролом с грохотом выезжает алый рендрейдер, корпус которого покачивается на щебне, оставшемся от разрушенного здания. Машина разворачивается, наводя орудийные установки. Вентан уходит влево, других вариантов нет. Он таранит сделанную из металлических листов стену склада и прорывается прямо сквозь него, чтобы избежать шквального огня лендрейдера. Сила удара приходится на прижатого к носу несущего слова. Если он еще и не был мертв, то теперь уж точно. Но и Спидер тоже. Столкновение добило тяговый реактор. Он начинает кашлять и скрежетать, испуская дым из вентиляционных отверстий. Спидер движется по инерции и замирает во мраке склада. Вентан и Силатон выскакивают. У Силатона автопушка и последний оставшийся магазин боеприпасов. Вентан берет штандарт, затем останавливается и возвращается, чтобы забрать болтер из мертвой хватки несущего слова, который теперь едва ли не вплавлен в искореженный нос. Ниже пояса от него мало что осталось. Чувствуется запах перегретого металла и прожаренного костного мозга. Первые несущие слова пробуют прорваться внутрь через пробитую Спидером дыру. Силатон обстреливает их, срезая двоих и проделывая в стене еще больше отверстий, через которые льется свет. Магазин израсходован. Он бросает пушку и извлекает болтер. Они начинают отступать по захламленному пространству склада, обмениваясь выстрелами с несущими слова, которые прорываются через проход. Болтерные заряды с шипением летят в разные стороны. Винтан попадает, но не уверен, убил ли, наверняка. У противника абсолютный численный перевес. Он ждет, что стена рухнет внутрь, и склад будет атакован лендрейдером, который охотится за ними. Он слышит, как тот движется снаружи, с грохотом набирая скорость. Внезапно там происходит ошеломляющий взрыв. На секунду на склад врывается яркая вспышка. Через каждую щель, пулевые отверстия и окна. Здание сотрясается, и стену пробивают жуткие куски раскаленных деталей машины и обломков брони. Винтан и силотон поднимаются. Вломившиеся в проем следом за ними несущие слова тоже встают на ноги. Они пытаются снова зафиксировать целеуказатели на бегущих ультрамаринах. Однако они сбиты с толку. Что это был за взрыв? Что только что прикончило лендрейдер? Пока они разворачиваются, жгучие пучки плазмы рассекают мрак и режут их на куски. Сверкающие зеленые лучи снова и снова проплавляют отверстия в доспехах и заставляют шлемы лопаться, как воздушные шарики. Винтаны силотон пятятся в укрытие, держа оружие на готове. Волоча мощные плазменные бластеры ближнего боя, здание заполняют скитари и механикум. Не пытаясь играть в милосердие, они добивают всех несущих слова, кто не был убит сразу. Грозных бойцов механикум несколько десятков. Воины тринадцатого, передает один из них в режиме громкого оповещения. Назовитесь, поторопитесь, время против нас. Винтан встает, поднимая потрепанный штандарт. Рэм Винтан, четвертая рота, объявляет он. Командующий скитариями выходит навстречу. Это уродливый, покрытый шрамами могучий ветеран, в отпугивающей яркой боевой экипировке. Одна из красных глазных прорезей на медном лицевом щитке мерцает. Арук-сиротит. Калкасская когорта скитариев, откликается он. Голос слегка запинается, словно он не привык разговаривать. Мы поняли по активности несущих слова, что неподалеку должны быть силы тринадцатого. Вас всего двое? Да, благодарим за вмешательство. Оно ничего не будет значить, если мы тут задержимся, капитан, отвечает Арук. У нас достаточно огневой мощи для нападения на небольшое отделение, одну-две машины. Но резервы энергии ограничены, и мы не можем справиться с большими силами противника. Вы можете вывезти нас отсюда? Спрашивает Винтан. Мы можем отвезти вас к нашему старшему Магосу, говорит Арук. Мы надеялись, что сможем начать координировать сопротивление. Винтан кивает. Скитарии направляются к ближайшему выходу. Арук замечает штандарт, который несет Винтан. Лишний груз, произносит он. Нет необходимости его брать. Еще как есть, отвечает Селатон. Отметка 6, 12, 33. Она пользуется плоским голосом. Я Мейр Эдв Таурин, произносит она. Я занимаю пост Магоста. Я действующий сервер управления Калтанумина. Похоже, тут уже особенно нечем управлять, замечает Винтан. Верно, отвечает Таурин. Ужасный день. Обе наши организации ужасно пострадали. Весь Империум ужасно пострадал, говорит Винтан. Более того, произошло нечто гораздо более страшное. По причинам, которые мне неизвестны, несущие слова восстали против нас. Они развязали открытую войну против Калта, против Тринадцатого. Пятисот миров Ультрамара и Империума Человечества. Мага скивает. Она высокая и мрачная. Церемониальное должностное облачение изорвано, покрыто грязью и задубело от кровавых пятен. Совсем недавно кто-то умер, пока она баюкала его на руках. Они стоят в подземной цистерне в нескольких сотнях метров от основной магистрали Нумина. Это влажная пещера, сток для речных вод на случай наводнения. Аруб предположил, что плотность тракрита у них над головой сможет помешать системам обнаружения, которыми пользуются несущие слова. «Мой непосредственный начальник мертв», – произносит Таурин. «Мы вынесли его из сторожевой башни в момент падения корабля, но для него было уже слишком поздно. Ответственность за командование и координацию ложится на меня». «Какими ресурсами мы располагаем?» – спрашивает Винтан. «У меня примерно 300 скитариев с переносным оружием и некоторым количеством легкой поддержки», – отвечает она. «И это число возрастает по мере того, как мы выходим на связь с прочими группами выживших. У нас нет сети Манифольда, нет ноосферы и абсолютно никакого контроля за работой информационных машин оружейной сети Веридийской системы. Совсем никакого?» – она качает головой. «Мы заражены мусорным кодом. Это произошло непосредственно перед началом боевых действий. Мы полагаем, что 17-й Легион сознательно внедрил чуму в ноосферу Калта перед атакой, чтобы дестабилизировать, а затем парализовать самооборону механику. С каких это пор Легион технологически превосходит механику, Магас?» – интересуется Винтан. «С сегодняшнего дня, капитан. Стало быть, этот мусорный код был для вас вновь? Он не был похож ни на что из того, с чем мы сталкивались раньше. Это вообще не кодовый язык. Другой принцип. Мы до сих пор не понимаем, что это такое и как оно работает. Еще одно свидетельство того, что это было спланировано и организовано заранее», – говорит Селатон. Все молчат. На какое-то мгновение единственный звук капаньи грязной воды из водосливного канала. «Что вы намереваетесь делать?» – спрашивает Винтан. Таурин смотрит на него. «Я воспользуюсь всеми доступными мне средствами, чтобы восстановить контроль над информационными машинами, вытеснить врага из наших систем и вернуть себе на асферу. Оружейная сеть, безусловно, станет существенным подспорьем», – говорит Винтан. «Если не сказать единственным. Боюсь, что тринадцатый подвергся массовому истреблению. Я также опасаюсь за флот. Такой информации у нас нет», – произносит Ару. «Однако похоже, что потеряно как минимум 50% наличного флота иноземных сил». Винтан пытается сконцентрироваться. Он пытается перейти к теории, чтобы помочь в выработке стратегии. Пытается не задерживаться на практическом обстоятельстве, что уже могло погибнуть больше ста тысяч ультрамаринов. Погибнуть всего за несколько часов. Это величайшая потеря за всю историю Легиона в пределах обозримой истории. «Как вы с ними связываетесь?» – неожиданно спрашивает Силатон. «Прошу прощения», – отзывается Таурин. «Вы сказали, что число скитариев возрастает по мере того, как вы связываетесь с другими группами выживших. Как вы с ними связываетесь?» – «Вокса нет». «Это так, но у скитариев есть выделенный аварийный манифольд, кризисный резерв», – говорит Таурин. «Арук переключился на усиленную систему военного кода своей бригады. Диапазон ограничен, зато безопасен». «У вас есть ограниченная безопасная связь?» – спрашивает Винтан. Она кивает. «Мне нужно связаться с командованием Легиона», – произносит он. «Невозможно», – отзывается Арук. «Нет контакта с орбитой». «В таком случае мне необходимо связаться со своей ротой», – парирует Винтан. «На сборах в Эруде присутствует подразделение скитариев при поддержке механикум. Мне нужно выйти с ними на связь». «Станция Эрут», – повторяет Арук. «Он пристально глядит на сервера красными глазами. Один из них мерцает, время от времени угасая и загораясь». «Разумеется», – произносит она. Винтан раскрывает прорезь на манжете доспеха и активирует маленькую гололитическую карту. Он изучает местность, прокручивая ее туда-сюда. Силатон смотрит через его плечо. «Теоретически», – говорит Винтан, – «если мы приведем личный состав в движение, то сможем встретиться. Где-то здесь, на равнинах Геры. Возможно, в Зитайе. Она пригодна для обороны, но открыта с запада», – замечает Силатон. «Возможно, лернее надежнее». «Они будут слишком уязвимы при пересечении долины», – отвечает Винтан. «Он меняет проекцию». «А что насчет Мелатиса? Он удобно расположен и является агробазой, если судьба на нашей стороне его не задела первым ударом. Не слишком важное, но все же преимущество». «Похоже, сегодня судьба не слишком-то на нашей стороне, капитан», – говорит Силатон. «О чем ты, Киус?» – резко произносит Винтан. «Мы же здесь, не так ли?» «Он разворачивается к Аруку и Таурин. Когда наладите связь, я смогу дать вам код активации, чтобы меня опознали. Постарайтесь выяснить, с кем говорите. В идеале, капитан Сиданс или капитан Яу. Мне нужно, чтобы они привели все подразделения, которые находятся в их распоряжении, на равнины к Мелатису. Я встречу их там». «Вы намереваетесь двигаться к Мелатису по земле?» – спрашивает Таурин. «Да», – просто отвечает Винтан. «Возможно, это слишком амбициозный план», – мягко произносит она. «Мощная бомбардировка к северу от реки», – говорит Арук. «Они захватили магистраль. Враг также собирает большое количество техники вдоль Ниридского вала. Титаны?» – спрашивает Винтан. «Арук колеблется». «Меня это тоже шокирует, сэр», – напряженно произносит он. «Понятия не имею, каким образом какая-либо из машин Механикум могла стать жертвой столь ужасной порчи. Похоже, верность и преданность сейчас в дефиците». «Лепкий Нумин», – произносит Таурин. «Они смотрят на нее. Старый губернаторский дворец на равнинах», – поясняет она. «Он был одним из первых в моем списке возможных пунктов назначения». «Во дворце есть неактивная, однако рабочая информационная машина, а также вокс-система большого диапазона. Ни то, ни другое не работает, когда губернатора нет в резиденции, однако их обслуживают. Я надеюсь, что поскольку обе системы были отключены, они могли избежать заражения мусорным кодом и электромагнитных повреждений». «Мы сможем связаться с флотом», – интересуется Винтан. «Если заставим их работать», – соглашается она, – «то сможем связаться с флотом». «Мы уже выбрали лепкий нумин как наиболее подходящий вариант», – говорит Арук. «Дополнительным преимуществом является то, что благодаря подземной сети туда легче добраться, чем до какой-либо из открытых целей на равнинах». «Это часть аркологии Калта», – спрашивает Винтан. Он припоминает, что планету пронизывают крупные системы естественных пещер, многие из которых обустраиваются под жилье. Они иногда используются в качестве убежища для населения, когда здешние звезды проходят нечастые периоды максимальной солнечной активности. «Не всей, только ответвление», – отвечает Таурин. «Первые губернаторы создали безопасное подземное сообщение между городом и дворцом». «Военная поддержка 13-го легиона в Лептии будет чрезвычайно полезна, пока мы будем осуществлять программу восстановления», – произносит Арук. «Он смотрит на Винтана. Поврежденный красный глаз мерцает. Он гаснет и вновь загорается. Винтан слышит исходящее из кибертехники Арука бормотания бинарного контирования. Я установил контакт», – говорит тот. «Есть соединение с командиром скитария в Гаргозом». «Вместе с Гаргозом ваш капитан Сиданс». «Какое положение дел?» – спрашивает Винтан. «Спросите его, какова ситуация». «Бинарное потрескивание». «Неприятное», – передает Арук. Место сбора подверглось бомбардировке. Много убитых. Уцелело очень мало техники и транспорта. Сиданс сообщает, что силы 4-й роты Ультрамарина, а также 8-ми других, сумели укрыться в районе Вала Браксаса. Приблизительно 700 человек. Они готовы следовать вашим указаниям. Арук смотрит прямо на Винтана. Капитан Сиданс особенно хочет подчеркнуть, что он рад вас слышать. Он рад узнать, что вы живы. Скажи ему, где им нужно быть. Попроси выяснить, какие еще силы он сможет мобилизовать. Как командующий сборами, я санкционирую перемещение войск. Попроси его сообщить оценочное время прибытия. Арук кивает и транслирует. «Нам понадобится тайный пароль», – произносит Силатон. Винтан задумывается. «Они вскрыли все. Взломали код механикум», – говорит Силатон. «Нельзя доверять даже нашим кодам авторизации». Винтан кивает. «Скажи Сидансу, что он может доверять только сообщениям от того, кому известно количество разрисованных ольдар. Скажи, что я поверю только тому же самому». «Сделано», – произносит Арук. «Что это означает?» Винтан не отвечает. «Скажи ему, что я встречусь с ним в Лепти-Инумине через несколько часов», – говорит он. Магистр Ордена Марий Гейдж врезается в переборку, и сползает по ней с влажным скрипом, оставляя за собой кровавый след. Он ранен чем-то отравленным. Яд подавляет трансчеловеческие факторы свертывания крови. Гейдж чувствует, как тело борется с лихорадкой. Чувствует, как разум борется со страхом. Это не страх перед смертью или болью, даже не страх перед неудачей. Это ослабляющая тревога перед лицом неизвестного. То, что человечеству пришлось преодолеть, чтобы выйти наружу из пещеры, чтобы отправиться в путешествия в другие миры. То, что человечеству пришлось превозмочь, чтобы отпугнуть ксеносов и кошмары, таившиеся в древние ночи. Тот страх, без которого был рожден его род. Это изумляет его. Он полагал, что видел все. У него была долгая и успешная карьера. Подтверждением тому является его должность первого магистра ордена. Он был с ультрамарином с самого начала. Они генетически усовершенствованы. У них ослаблена реакция страха. Они запрограммированы на воздержание от этой слабости, сопротивление критическим и приводящим в смятение потрясениям, которые может вызвать страх. Частью этого программирования является изучение всех угроз и опасностей, всех новых форм ксеносов и мутантов, с которыми империум может столкнуться в ходе своей внешней экспансии. Ничто не должно становиться неожиданностью. Следует исследовать каждый новый кошмар. Они должны быть готовы ко всем новым возможностям. Нужно вырабатывать иммунитет, равнодушие. Некоторые говорят, что из-за этого ультрамарины кажутся черствыми. Но это всего лишь огрубление сродни тому, какое может появиться на руках труженика от упорной работы. Они не должны дрогнуть, они должны быть невосприимчивы к испугу. Гейдж думал, что так и есть. Действительно думал, страх был ему неведом. У него на лбу появляются бусинки пота. Он силится подняться, но не может. Вот и урок, думает он, практическое применение теоретических знаний. Наша слабость в гордости, в чрезмерной самонадеянности. Мы настолько уверены в себе и своем хваленном бесстрашии, что становимся уязвимыми из-за убеждения. Будто в галактике больше нет ничего такого, что способно нас напугать. Гейдж уверен, что Желеман уже думал об этом. Уверен, что Желеман уже записал эту идею где-нибудь в своих заметках по кодификации. Грех чрезмерной самонадеянности. Да, Желеман определенно предостерегал против него в своих текстах. Он наставлял 13-й не присваивать себе превосходство над чем бы то ни было, включая страх, поскольку это монументально порождает уязвимость. Теперь Гейдж думает, что примарх наверняка говорил об этом несколько раз. Наверняка. Наверняка говорил. Он говорил. Его предупреждали. Предупреждали об этом. А если нет? Если? Если нет, то в этом случае Гейдж надеется, что сможет. Сможет указать на это Желеману. Указать позже. Только, только никакого позже может уже не быть. Желеман. На мостике когда? Мостик только что. Существо. Это тварь. Так много крови. Затем прорыв в пустоту. Это тварь. Возможности может уже не быть. Желеман. Желеман может. Его затянуло в космос, когда окна разлетелись. Он может быть. Желеман может быть уже мертв. Это тварь. Проклятая тварь. Он возвращается из черноты. В горле едкая желчь. В глазах слезы. Мучительная боль в спине и ребрах. Там, куда его ударила тварь. Он потерял сознание. Потерял сознание. Соскользнул в красный туман беспамятства. Когда токсины на мгновение пересилили его. Гейдж тяжело дышит. Каждый толчок легкий, как огонь в горле. Он смотрит в глубину вестибюля. В воздухе дым. Он движется вдоль потолка, словно река, гонимый непрерывным ветром. Воздушные насосы флагмана пытаются восстановить атмосферное давление на борту после прорыва на мостике. Вспыхивают предупреждающие лампы. В пяти метрах от себя он видит мертвого ультрамарина. Голова товарища неестественно вывернута. Позади него, прислонившись к переборке, сидят три офицера мостика, которые привалились друг к другу, будто друзья, вернувшиеся с ночной попойки в увольнительной. Они полностью покрыты кровью, как будто их покрасили, не считая белков остекленевших вытаращенных глаз. За ними лежит окровавленная грудная клетка с одной рукой. Дальше второй ультрамарин, разделенный вдоль, будто волокнистая семечка. А затем он видит тварь. Гейдж не уверен, находится ли на мостике тварь. Та тварь, которая убила жили мана. Гейдж не уверен, была ли это одна тварь или множество одинаковых. Направляющаяся к нему тварь может быть одной из многих или даже частью целого. Она почти человекообразна и вдвое превышает размером легионера. Пропорции, как у обезьяны, хотя подлинные очертания трудно различить. Кажется, что вокруг нее деформируется пространство. Воздух гниет. Она движется, словно нереальный туман, словно текучий черный поток кошмара из самых глубин подземных недр. Она шаркает на четвереньках, словно огромный примат. Массивные руки похожи на стволы деревьев. Она покрыта черной щетиной, как мясная муха. Однако кожа под грубой шерстью переливается радугой. У нее нет глаз. Голова сплошные челюсти. Лицо сморщенный лоскут серой кожи, который туго натянут на деформированный человеческий череп. Пустые глазницы похожи на лунные кратеры. Изо рта высовываются искривленные бивни и крупные желтые зубы, напоминающие острия чекана. С лишенных губ десен, словно липкий бурый сироп, капает яд. Она издает сипение. Пахнет аккумуляторной кислотой и сахарной ватой. Талия – это тварь, что укусила его. Он не хочет, чтобы она снова его укусила. Он гадает, видит ли она его. Разумеется, она его видит. Он валяется на открытом месте, прямо у нее на пути. Но у нее нет глаз, стало быть. Гейдж делает глубокий вдох. Он осознает, что из-за травы его сознание расплывается. Он знает, что она заставляет его думать о глупых, нелогичных и дурацких вещах. Он знает, что его трансчеловеческий метаболизм борется с ней, но не уверен, сумеет ли тот одержать верх в этом сражении. А если и сумеет, то Гейдж не уверен, что победит вовремя. Тварь прямо рядом с ним. Он тянется к болтеру. Оружия давно нет. Он замечает, что на рабочей руке также не хватает нескольких пальцев. Силовой меч лежит на палубе возле вытянутой левой ноги. Он сгибается и тянется к нему. Вытягивается. Напрягается. Во имя старых богов Терры у него едва хватает сил, чтобы двигаться. Гейдж издает непроизвольное разочарованное рычание. Тварь слышит его. Она поворачивает к нему клыкастую пасть, слегка наклоняет голову на кошачий манер и резко атакует. Гейдж кричит от ярости и ужаса. Он выбрасывает правую руку, пытаясь схватить существо за горло и удержать на расстоянии вытянутой руки, пока оно не навалилось на него всей массой. Если навалится, он покойник. Рука не достигает горла. Ему удается вогнать ее твари в пасть по предплечье. Тварь кусает. Треск раскалывающейся брони. Хруст разрубаемых костей предплечья. Она отгрызает ему руку выше запястья. Обильно брызжет кровь. Боль пронизывает руку, словно раскаленная проволока. Гейдж издает вой. Его сердцебиение ускоряется. Дикая боль настолько подстегивает метаболическую реакцию, что очищает одурманенный разум от ядовитой дымки. Он наносит удар левым кулаком и с хрустом попадает тваре в череп сбоку, выбивая два коренных зуба и струю розовой слюны. Удар отбрасывает тварь назад и вбок. Ее пасть занята его рукой. Гейдж перекатывается, чтобы схватить меч, но тварь стоит на его колене, и он не в состоянии извернуться достаточно далеко. Она невероятно широко распахивает пасть и рвется к его лицу. Он видит, как откушенная рука проваливается в пищевод. Голубой разряд отшвыривает тварь в сторону. Все ближайшие поверхности, включая лицо Гейджа, внезапно покрывает черный хор. Тварь повержена, глубоко рассечена. Над Гейджем стоит ультрамарин. Это сержант в потрепанных доспехах. Шлем окрашен в красный цвет, указывая, что он призван к дисциплинарному взысканию. В одной руке он держит электромагнитный дуэльный меч, а в другой – кехлетайский фрикционный топор. «Возвращайся в ад!» – говорит он тварь. Тави сжит и мяукает. Черная фигура кружится и меняет форму, словно реальность пытается восстановиться. Сержант вгоняет в нее топор. Кехлетаи, похоже, их не уничтожили в ходе ожесточенного приведения Краала к согласию. Делали клинки не толще бумаги, которые рассекали материю на молекулярном уровне. Нанолезвийный топор огромен, крупнее фенрессийской боевой секиры. Он проходит через тварь, разбрызгивая во все стороны прогнившую кровь. На всякий случай сержант пронзает ее мечом. От нее остается мокрое место. Сержант оборачивается. «Подтягивайтесь!» – кричит он. Из коридора поспешно появляется боевой отряд. В нем несколько ультрамаринов, но в основном он состоит из солдат армии и служащих флота. Есть даже как минимум один кочегар Абхуман. Они вооружены самым разношерстным и экзотическим оружием, какого Гейдж не встречал за пределами личного арсенала Желемана. Оно все из личного арсенала примарха. «Шевелитесь!» – «Занять секцию!» – кричит сержант. «Брат Керса!» – «Осмотри следующий коридор!» «Огнеметы на переднюю линию!» «Апотекарий Яэр!» «К магистру Ордена!» «Сейчас же!» Он склоняется над Гейджем, положив оружие на палубу в пределах досягаемости. Вблизи Гейджу видны царапины, украшающие доспех сержанта. «У вас есть апотекарий?» – спрашивает Гейдж шепотом, вместо своего прежнего баритона. «Уже идет, сэр!» «Воё имя!» «Тиэль, сэр!» «Эонид Тиэль!» «135-я рота!» «Призванный к дисциплинарному взысканию!» «Сегодняшний день начинался где-то в другом месте, сэр!» «Так и есть, Тиэль!» «Отлично сказано!» «Кто назначил тебя старшим?» «Я сам себя назначил, сэр!» «Я ожидал собеседования на сороковой палубе, когда все покатилось в тартарары!» «Системы подчинения не было!» «Я решил, что необходимо ее создать!» «Хорошая работа!» «Что произошло, сэр?» «Спрашивает Тиэль!» «Он слегка отступает назад, позволяя апотекарию начать обрабатывать раны Гейджа!» «На нас что-то напало!» «Разнесло весь главный мостик!» «Некоторых выбросило наружу!» «Большего сказать не могу!» «Кого мы потеряли?» «Спрашивает Тиэль!» «Он лезет не в свое дело!» «Думает Гейдж!» «Он...» «Нет!» «Он уравновешен, прагматичен, бесстрашен!» «Он задает вопросы, поскольку ему нужно знать ответы!» «Наверняка капитана корабля!» «Говорит Гейдж!» «Большинство старших офицеров мостика!» «Магистра ордена Вареда!» «Магистра ордена Банзора!» «Магистра твоего ордена, Антоле!» «Ужасные потери!» «Что с примархом?» «Я не видел его гибели, однако опасаюсь худшего!» «Отвечает Гейдж!» Тиэль какое-то мгновение молчит!» «Каковы ваши распоряжения, сэр?» «Спрашивает он!» «Какой у тебя был оперативный план, сержант?» «С точки зрения практики, я пытался собрать и скоординировать силы для боя на борту и начать обвивать корабль, сэр!» «Эти демоны повсюду!» «Демоны Тиэль!» «Не думаю, что в наше время верят в демонов!» «В таком случае я не знаю, как вам угодно их назвать, сэр, поскольку это не ксеносы, они ублюдки, чудовища, твари варпа!» «Чтобы их убить, требуется все, что у нас есть!» «Это потому ты разграбил коллекцию примарха?» «Интересуется Гейдж!» «Нет, я разграбил коллекцию примарха из-за несущих слова, сэр!» «Объясни свою логику с точки зрения теории», – просит Гейдж. «Подожди, подожди!» «Апотекарий, помоги мне подняться на ноги!» «Мой повелитель, вы не в том состоянии, чтобы…» «Начинает апотекарий!» «Проклятие! Помоги мне встать!» – огрызается Гейдж. Они помогают ему подняться. Он не твердо стоит на ногах. Апотекарий продолжает перевязывать обрубок руки. «А теперь продолжай!» – произносит Гейдж. «В теории!» «Нас атакуют несущие слова», – говорит Тиэль. «Да, эти ублюдочные демоны могут быть с ними в союзе, могут быть какими-то существами, которых они подчинили себе. Или же это они могут контролировать Семнадцатый. Это, разумеется, объясняет, почему наши братья неожиданно выступили против нас. Согласен, продолжай. Демоны представляют собой существенную угрозу. Однако, похоже, что они… «Отступают!» «Отступают?» «Объясни!» «Это как отлив, сэр. Их меньше, и они слабее, чем были час назад. Как будто они оттягиваются обратно в преисподнюю варпа. Как бы то ни было, возле нас три крейсера, несущих слово, и они идут на абордаж. В течение ближайшего часа они преодолеют шлюзы и корпус, и нам придется биться с себе подобными. Это беспрецедентно. Их преимущество – внезапность и ошеломление. Нашим контрпреимуществом должно стать отсутствие условностей. Подробнее. Им известно, что мы собой представляем, поскольку они – это мы. Им известны свойства наших доспехов и оружия. Также им известны наши тактики и военные доктрины. Так как наш возлюбленный примарх сделал свои кодификации доступными для всех его братьев. Мы никогда не думали, что будет необходимо скрывать наши боевые методы от собственных сородичей. Сегодня мы освободились от иллюзий на этот счет. Поэтому мы должны сражаться с ними теми способами, которых они от нас не ожидают. Нетрадиционными, импровизированными и самостоятельно изобретенными. Чтобы должным образом прославить военные наставления Робаута Желемана, мы должны на один день отбросить его правила. Я всегда считал величайшей из его мудрости примечание 101.10. Гейдж кивает. Я знаю, бой выигрывает то, что выигрывает бой. В конечном итоге не следует исключать ничего, если исключение приводит к поражению. Именно так, сэр. Приказ любыми средствами, говорит Гейдж. Абсолютное правило о том, что не существует нерушимых правил. Знаешь, его всегда мучила эта идея. Он говорил мне, что часто думал о том, чтобы удалить это примечание. Он считал его слишком опасным. Опасался, что для последующих поколений оно может стать оправданием любых действий. Думаю, 17-й уже обходится без подобных рассуждений, отзывается Тиэль. Я также призываю вас не говорить о примархе в прошедшем времени при людях. Гейдж спохватывается. Совершенно верно, сержант. Принята ли мои теория и практика, сэр, спрашивает Тиэль. Да, давайте координироваться. С кем еще из офицеров мы можем связаться? Есть вероятность, что на 35-й палубе находится магистр ордена Эмпион, а на 20-й капитан Гефтоник. Хорошее начало, произносит Гейдж. Он подбирает упавший силовой меч и задвигает его в ножны. Давайте двигаться, пока не кончился день. А этот фрикционный топор. Сэр, им можно работать одной рукой. Тиэль передает ему оружие. Он достаточно легкий, сэр. Веди нас, прорубимся к башне мостика. Тиэль отдает честь. Он разворачивается, поднимая свой дуэльный меч и выкрикивая распоряжение к группе зачистки. Гейдж бросает взгляд на апотекария. Мы закончили? Интересуется он. Я бы предпочел отправить вас в... Яэр, мы закончили? Да, сэр, на текущий момент. Гейдж взвешивает топор здоровой рукой. Сержант Тиэль, не знаешь ли ты случаем, за что он был призван к дисциплинарному взысканию? Знаю, сэр, отвечает Яэр. Его вышестоящий офицер обнаружил, что он строит теории о том, как сражаться с космодесантниками и побеждать их, сэр. В свое оправдание Тиэль заявил, что он выстраивал теории по всем прочим основным противникам, и было бы тактическим слепым пятном не знать, как сражаться с легионерами. Как я понял, он сказал, что космические десантники Империума – величайшие воины галактики, и потому его долгом было понять, как биться с величайшими воинами галактики и одерживать над ними верх. Тиэль утверждал, что космодесантники – единственные оставшиеся противники, которые заслуживают теоретического изучения. Его теории сочли изменническими мыслями и его направили на флагман для дисциплинарного взыскания. «В этом состоял его проступок?» – спрашивает Гейдж. «Сейчас это кажется жалким, не правда ли?» – замечает Яэр. Отметка 7.44.02 Рядовой Бел Рейн и рядовой Догент Кранк бегут по пылающим улицам, спасая свои жизни. Какое-то время с ними был рядовой Максилид. Но какая-то хреновая тварь из преисподней, нечто такое, чего они даже толком не разглядели, вырвалась из тумана и отгрызла Максилиду голову. Так что теперь они сами о себе. Они живы лишь потому, что тварь была слишком занята поеданием Максилида. Кровь нахрен повсюду. Рейн до смерти перепуган. Сегодня он видел все. Все, что только можно увидеть. Все кошмарные представления. Все ужасы. Все потрясения. Он видел, как умирают люди. Видел, как умирают друзья. Как горят города, а с неба падают звездолеты. Он увидел столько трупов, сколько вообще нельзя увидеть, как он думал. Видел людей, разорванных на части. Видел демонов в тумане. Так или иначе, хуже всего, даже хуже, чем демона, было то, что он видел, как люди, которые должны были быть друзьями, которых считали друзьями, обратились против него. С незамутненной жаждой убийства в глазах. Основание империума перевернулось. Основные догматы верности, хренову трону Терры, снесли и помочились сверху. Белрейн знает, что смерть может причинить боль. Война может причинить боль. Порвать с новообретенной женой и бросить ее, чтобы отправиться на войну. Это тоже больно. Чертовски. Он не предполагал, что предательство способно причинить такую боль. Их предали. Калк, примарха Желемана, ультрамар, императора, долбанный Империум и Белорейна из 61-го Нуминского. Всех их предали. Рейну хочется кого-нибудь убить за то, что мир перевернулся вверх тормашками. Хочется убить одного из этих чертовых несущих слова. Хотя ему известно, что у него не будет ни единого шанса, ни на секунду. Какого хрена они думают? Чего им надо? Что за ядовитое дерьмо у них в головах? Что они решили, будто им следует поступить так? Кранк отстает. Он устал. Вокруг них туман, и становится нелегко понять, куда идти. У них обоих есть винтовки, иллюминаторы. Хотя это не то оружие, которое им выдали на сборах. Они подобрали его с трупов во время бегства, когда бежали от клятых, безбожных подразделений армии, которые вырезали их полк. — Давай, Кранк! — бормочет Рейн. — Давай же, Кранки, дружище! Мы должны идти дальше, должны выбраться отсюда. Кранк кивает, но он измотан, и он в шоковом состоянии. Рейн не смеет дать ему остановиться или поспать. Он может не проснуться. Все должно было быть иначе. Это ветеран Кранк должен был подбадривать салагу Рейна. Так это должно работать. Так все было до сегодняшнего дня. Рейн немного размышляет о Нив. Он думает, что ему нужно пойти отыскать ее и забрать с собой из города. Он убедил себя, что она в безопасности, забилась в тетушкин погреб. Но это было до того, как несущие слова развернулись. До того, как несущие слова и их хреновы язычники-культисты развернулись и начали убивать всех подряд. До того, как выяснилось, что это вовсе не несчастный случай. До демонов в тумане. Бел Рейн знает, что его моральный долг – пойти и отыскать свою юную жену. Он должен пойти и найти ее, а также, если потребуется, и ее хренову тетку, и забрать их из города, пока он не превратился в совершенно мертвое место. Вот и все. Так это выглядит. Он говорит Кранку, что намеревается делать. «Можешь пойти со мной. Не стану тебя осуждать, если ты не хочешь». Кранк сообщает ему, какой он тупой, но продолжает идти рядом. Забавно. И Рейн не говорит об этом Кранку, поскольку знает, что это прозвучит странно. Однако забавно то, что Рейну не кажется, будто на поиски Нив уйдет много времени. Он ее чувствует. Каким-то образом ощущает, что она близко. Она почти что зовет его. Она прямо тут, неподалеку, ждет его. Такое говорят о влюбленных. Они могут отыскать друг друга, найти, невзирая ни на что, вопреки всему. Он найдет Нив, а она найдет его. Туман, словно шелковая занавесь. Повсюду сера. Размытые янтарные огни пульсируют там, где вдалеке горит пламя. Руины черны и пахнут дымом. Фицелином, грязью и сломанной канализацией. «Бейл!» «Что?» спрашивает Рейну Кранка. «Что, что?» отзывается Кранк. «Бейл!» «Бейл!» «Где ты?» «Ты слышишь?» спрашивает Рейн. «Кранки, ты слышишь?» Он ее слышит. Это Нив. Она рядом. Она совсем рядом и зовет его. Это похоже на чудесный спектакль, где возлюбленные, наконец, воссоединяются перед падением занавеса. Нив! Он замирает. Он ее видит. Прямо через дорогу в дымке, стоящую в дверном проеме. Она бледна. Кажется, будто она сделана из тумана. Как, черт побери, она сумела его отыскать. За всю свою жизнь он никого не был настолько рад видеть. Он чувствует любовь, чувствует себя окрыленным любовью. Он делает шаг вперед, чтобы пересечь покрытую воронками улицу. Кранк хватает его за руку. Кранк не может говорить, поскольку ужас стиснул ему горло. То, что видит Кранк, совершенно не похоже на юную жену Беларейна. Отметка 8.10.32 Система туннелей выходит к периметру Лептия-Нумина. Последние несколько километров подземного сооружения сильно испорчены, и туннели затоплены по колено. Влага из сместившегося водяного горизонта и стоков городских очистных станций просочилась наверх и размыла систему проходов. Они вынуждены идти вброд. Сопровождаемый основным отделением Арука, Винтан выводит их в Дворцовый парк. За время путешествия их силы возросли. К ним примкнуло несколько отделений скитариев, которые увеличили численность механикум почти до тысячи. Также они соединились примерно с 30-ю ультрамаринами, из разных почти полностью уничтоженных подразделений, и четырьмя сотнями людей из 10-го полка неритских регуляторов. Номинально подчинявшихся полковнику Спарзи. Дворец изящен. Это линейный комплекс свил. Его величественные очертания медленно проступают из густой мглы. Сады резиденции полуразрушены. Ударные волны и пламя взрывов оголили посадки плойна, гапса и фисташковых деревьев, и превратили виноградные лозы в почерневшие веревки. Покрытые орнаментами стены рассыпались. Карповые пруды – высохшие чаши. Вода испарилась. Они обнаруживают под расколотыми деревьями обгорелые скелеты прятавшихся садовников и землекопов. Дворец закрыт на зиму. Губернатор находился в резиденции в городской башне Геры. Вентан думает, что губернатор, вероятно, уже мертв. Все окна, кроме усиленных секций из кристаллфлекса и армогласа, выбиты свирепыми межконтинентальными ветрами. Комнаты, большая часть которых заполнена зачехленной мебелью, усыпанной битым стеклом и сломанными брусьями оконных переплетов. Долина снаружи и равнина за ней находятся во тьме под покровом тумана. Ветра нет, повсюду жутковатое спокойствие. Затишье, которое напоминает непробудную неподвижность смерти. На северо-западе сумеречные горы образуют серую границу окутанных туманом равнин. К югу и юго-востоку город окаймляют темные очертания щитового вала. Гребень хребта, неровное естественное образование, возвышается над безжизненным маслянистым туманом. Его знаменитые леса теперь стволы ободранных деревьев, лишенные ветвей и листьев. Нумин горит огромным маревом золотистого света. Это не единственное крупное зарево, которое они видят. Огонь повсюду вспыхивает в туманной дали, пятнает истерзанное небо. То и дело с небес что-то падает, оставляя за собой огненный хвост и с далеким содроганием врезаясь в невидимую местность. Они заходят во дворец, вышибая двери там, где это необходимо. Некоторые из залов и вестибюлей усыпаны обломками кладки рухнувших стен или потолков. Вентан видит куски формованной штукатурки, некоторые из них раскрашены. Видит расколотых героев первых дней пятисот миров. Видит разбитый на части символ ультимы, тот самый, что все они носят на своих доспехах. Таурин собирает рабочую группу магасов, чтобы найти и подготовить дворцовые информационные машины и вокс-системы большого диапазона. Вентан, советуя Селатоном, Аруком, Спарзи и капитаном Сулом, выжившим из 39-й роты, готовится к обороне. Наружная стена и ров достаточно мощные, но в целом дворец не спроектирован для серьезного военного сопротивления. Люди Спарзи находят в конюшном блоке на западе несколько орудий на гусеничной тяге, а также легкие полевые пушки и разворачивают их в сторону равнины. «Если они нас здесь найдут, — говорит Сул, — то расправятся с нами. Если они нас здесь найдут, — откликается Вентан, — я их убью». Сул кивает, у него на губах появляется полуулыбка. С рассвета он потерял много братьев по роте. Он видел, как другие подразделения 13-го были срезаны беглым огнем или уничтожены тяжелой техникой. Вентан знает, что для того, чтобы поддерживать эффективность Сулы, его нужно подстегивать, выводя из отчаяния. Вентан уже думал, не заменить ли его в цепи командования Гревом, сержантом Сулы. Сул стар, он ветеран. Такое ощущение, будто из него вышибли дух. К ним подходит Грев. Он несет подмышкой свой шлем. На лице и волосах — известковая пыль. Коротко подстриженные волосы рыжие, словно грязное золото. Из-за пыли он выглядит так, будто преждевременно состарился. «Сообщение от сервера, сэр», — произносит он, обращаясь к Вентану, а не Сулу. «Они нашли систему Vox-передачи. Есть какие-то проблемы с питанием. Однако они надеются наладить тестовую трансляцию в течение часа. Хорошо. Что с информационными машинами? Пока ничего, сэр», — отвечает Грев. Арук внезапно приходит в движение, поднимая основную боевую конечность. «Контакт», — сообщает он. «Два километра от северных ворот. Движутся из тумана в этом направлении». «Принадлежность?» — спрашивает Вентан. «Скрывается». Вентан подбирает штандарт. «Селатон, прикрой южную линию. Полковник Спарзи, северо-восток. Остальные за мной». Они направляются к воротам, пересекая фигурные некогда газоны. Огневые команды армии рассаживаются по вырытым в спешке блиндажам. Вентан отмечает хорошее практическое распределение немногочисленных орудий группового пользования и минометов. Спарзи читал «Наставление другое». Возможно, даже что-то из Желемана. Они проходят полевые орудия и добираются до ворот. По ту сторону земляной ров пересечен выдвижным мостом. За двумя обелисками, которые отмечают мили через кустарник начала знаменитых величественных равнин Деры, тянется дорога. Туман и полумрак мешают обзору. «Источники тепла», — сообщает Арук, — «теплые тела». «Подтверждаю», — произносит Греф, который пользуется переносным ауспиком. «Они используют туман в качестве укрытия», — угрюмо говорит Сул. «В этом нет ничего хорошего». «Если бы я вел сюда подкрепление сыруского поста», — отвечает Вентан, «я бы тоже использовал туман в качестве укрытия». Он глядит на мастера скитария. Вок сигналы. Арук качает головой. В поврежденном красном глазу медленно гаснет и загорается свет. «Вы упоминали кодовую фразу», — произносит он. «Да», — говорит Вентан, — «подождите». Поднимается легкий ветерок. У них под ногами потрескивают среди щебня опавшие листья. «Сигнал», — произносит Арук. Все они слышат приглушенную фоновую бинарику. «Внимание, дворец», — передает он. «Назовите себя». «Это механикум», — интересуется Вентан. «Я могу подтвердить происхождение кода сигнала от механикум», — говорит Арук. «Не то, чтобы это что-то доказывало. Если это горгос, он осторожен». «И опять-таки», — произносит Вентан, — «так бы вел себя и я, если бы приближался к этому месту в поисках друзей и опасался, что могу найти врагов». «Сигнал дважды повторился», — сообщает Арук. «Ответь», — говорит Вентан, — «запроси их принадлежность». Арук издает быстрое потрескивание. «Ответ готов», — передает он. «Отряды поддержки со сборов в Эруде ищут убежище». Вентан втыкает острие штандарта в землю, чтобы застегнуть шлем. «Слишком легко», — произносит он. «Никто в моей роте не открылся бы с такой готовностью. Только не в день вроде сегодняшнего. Никто в моей и никто в любой другой роте. Задаем вопрос». «Количество разрисованных Эльдар», — уточняет Арук. «Да, его». Секунду они ждут. Ответа нет. Они продолжают утверждать, что являются подразделениями поддержки со сборов в Эруде. «Спроси еще раз», — говорит Вентан. Он бросает взгляд на Спарзи. «Поднимайте своих парней», — произносит он. Полковник кивает и поспешно уходит. «Ответ», — сообщает Арук. «Просьба подтвердить активность ксеносов в этой зоне». «Подтвердите силы Эльдар». «Они не понимают вопроса», — произносит Вентан. «Я не понимаю вопроса», — замечает Арук. «Дело в том, что Сиданс бы понял», — отвечает Вентан, как и любой другой офицер четвертой роты. «Попроси их уточнить ответ. Скажи, что мы будем ждать». Арук выполняет. После долгой паузы он говорит. «Они просят нас подтвердить активность ксеносов в этой зоне». Вентан поднимает штандарт. «Арук, пусть твои скитари подсветят источники тепла в гряде тумана для артиллерийских команд. Скажи полковнику Спарзи, что мы открываем огонь через 60 секунд». «Ты собираешься открыть огонь?» — рявкает Сул. «Ты с ума сошел?» «Если это наши?» «Это не так, и я не собираюсь подпускать их ближе. Но если они из тринадцатого?» — настаивает Сул. «Если они с ультрамара?» «Это не так, капитан», — твердо говорит Вентан. По ту сторону рва на самой кромке проклятого тумана начинают появляться первые фигуры. В слабом солнечном свете тускло блестит алая броня. «Огонь!» — произносит Вентан. Отметка 8, 19, 27. «Пусти меня назад!» — кричит Бел Рейн. «Пусти меня нахрен назад!» Кранк бьет его в живот и сильно встряхивает, просто чтобы он перестал суетиться. «Извини!» — произносит Кранк. «Прости, Рейн. Прости меня, парень. Я не могу!» Согнувшись пополам, Рейн судорожно выдавливает слова. «Я не стрелял в твою клятую жену, Бейл!» — говорит Кранк. «Я этого не делал. Я дал очередь почему-то, и это определенно не была твоя жена. Определение некуда. Это была Нив. Она звала меня. Рейн, заткнись! Просто заткнись! Скажи мне спасибо, а! Ты показывал мне пикты своей жены. Она была милой. А та тварь, что звала тебя, милой не была!» Кранк вздыхает. Он сползает вниз рядом с Рейном. «Это была не твоя жена, парень! Я бы это знал, даже если бы ты не показывал мне пикты. У твоей жены ведь были глаза, так? И рогов не было. Я не знаю, что это было, Рейн. Но в нем не было ничего хорошего. Какая-то ксенотварь. Какой-то чертов демон. Зловонный ветер колышет туман на разгромленной улице. Вдалеке с густком пламени взрывается городской дом. И грохот его падения длится три или четыре минуты. Бухает артиллерия. Что-то гремит наверху на орбите. Бейл Рейн со слезами на глазах и соплей на губе шепчет имя своей жены. Кранк слышит торопливые шаги. «Вставай, вставай!» говорит он, вздергивая Рейна за рукава. Он заталкивает его в укрытие. Мимо них по улице пробегают двое людей из армии, а затем третий. Они в грязи и лохмотьях, и они бегут от чего-то. Один из них нычит, словно ребенок. Они удирают. Вот что они делают. Кранк вжимает Рейна в стену, когда в поле зрения вбегают преследователи. Они тоже из армии, но не из той же самой. Это такие же оборванные, закутанные в черное культисты братства, как те, что расправились с подразделением Кранка. Их двое. Один смеется, вскидывает автоматическую винтовку, избивает отставшего солдата выстрелом в спину. Двое других беглецов тормозят и замирают. На их пути появились еще два культиста. Загнанные люди пятятся. Культисты шествуют к ним из тумана. Те, кто вел погоню, переходят на неторопливый шаг, приближаясь сзади. «Пожалуйста!» – слышит Кранк просьбу одного из людей. «Пожалуйста!» В ответ на вежливую просьбу он получает выстрел в голову и падает, будто манекен. Второй пытается убежать, но культисты хватают его. Они вчетвером прижимают его к земле, запрокидывают голову за волосы и перерезают открытое горло ритуальным ножом. Кровь образует темно-красное зеркало в водосточном желобе под его телом. Рейн издает звук, непроизвольный всхлип. Четверо братьев ножа отворачиваются от своей жертвы. Их глаза в палые тени. Полумраки лица похожи на черепа. Кранк возится с винтовкой. Он не успевает вовремя прицелиться. Один из убийц видит его и стреляет. Заряд с визгом попадает в кирпичную кладку рядом с ними и осыпает их песком с грязью. Кранк стреляет в ответ. Однако его подталкивает Рейн. И прицел сбивается. Выстрелы проходят мимо. Братья ножа мчатся к ним. Кранк в упор попадает одному точно в грудь и опрокидывает на спину. А затем получает удар прикладом в лицо и падает. Его нос и рот превращаются в кровавое месиво. Два других культиста хватают Рейна и выкручивают ему руки. Один за волосы запрокидывает голову Рейна назад. Это во первом произносит тот. Кто ударил Кранка прикладом. Он наклоняется над выбранной жертвой, вытащив кинжал. Кранк стонет, держась за нос. Человек поворачивает голову Кранка за подбородок и нацеливает острие кинжала в расширенный левый глаз. Рейн впадает в бешенство. Он пинает по яйцам одного из тех, кто его держит, а другого бьет кулаком в горло. Оба отшатываются назад, а Рейн, очертя голову, бросается на ублюдка с ножом и оттаскивает его от Кранка. Они катаются, степившись, извиваются. У Рейна явно недостаточно сил. Он будто ребенок. Культист крупный и мускулистый, стройный и крепкий. У него длинные конечности, и он вынослив, как дикое животное. Двое других с проклятиями спешат ему на помощь. Кранк тянется к своей винтовке, но его сбивают ударом ноги. Один из них приставляет к его голове пистолет. Выстрел. Кранк ощущает на удивление мало боли, если учесть, что ему прострелили лоб. По лицу струится кровь, она горячая, но боли нет, даже никакой отдачи. Человек с пистолетом падает. Это его кровь разукрасила Кранку лицо. У Культиста отстрелена боковая часть черепа. Выстрел в голову. По-настоящему точный выстрел в голову. Уровень снайпера. Кранк моргает. Откуда взялся этот парень? Он из армии. Кранк не в состоянии определить, из какого подразделения. Стрелок спрыгивает на мостовую, чтобы присоединиться к ним. Рейн и другой Культист уже не дерутся. Рейн сталкивает мертвого Культиста с себя. У большого мускулистого урода в сердце загнан кинжал. Каким-то образом в выступлении Рейну удалось проткнуть ублюдка его же собственным ножом. Наверное, несчастный случай, говорит Рейн, садясь и произнося то, о чем думал Кранк. Кранк смеется, невзирая на то обстоятельство, что в мире нет совершенно ни хрена смешного. Они смотрят на стрелка. Спасибо, говорит Кранк. Вам была нужна помощь, говорит человек. Это ветеран. Его лицо покрыто морщинами, экипировка выцвела, в волосах седина. Сегодня нам всем нужна помощь, дружище, отвечает Кранк. Верно сказано, говорит человек, протягивая руку. Он сдергивает Кранка на ноги. Я Кранк. Этот парень Рейн. Бейл Рейн. Мы из Нуминского 61-го. Ну, были. Если это что-нибудь значит. Аллани Персон. Отставник, произносит человек. Я пытаюсь пробиться из этой задницы. Хотите пойти со мной, ребята? Кранк кивает. Вместе безопаснее, говорит он. Или умрем в компании, откликается старик. Впрочем, сойдет и то, и другое. Хватайте свои пушки. Персон глядит на Бейла Рейна. Ты в порядке, сынок? Спрашивает он. Да, отзывается Рейн. У него было потрясение, говорит Кранк. Он думал, что видел свою невесту, свою маленькую жену. Но это была не она. Это был не человек. Я ее видел, настаивает Рейн. Сегодня ничто не выглядит так, как ожидаешь, произносит Персон. Нельзя верить своим глазам. Варп действует, и он проклинает всех нас. Но, начинает Рейн. Твой друг прав, говорит Персон. Это была не твоя жена. Откуда ты столько об этом знаешь, интересуется Рейн. Я стар, отвечает Персон. Я многое повидал. Ты не такой уж старый, говорит Рейн. Смотря с кем сравнивать, замечает Персон. Он приседает и выдергивает из пропитавшейся кровью груди культиста ритуальный нож. Это самодельный клинок из черного камня, рукоять которого вручную обмотана проволокой. А там он о чем-то напоминает Оллу Персону. Но это лишнее воспоминание. Тот отбрасывает проклятый предмет прочь. Пойдемте к остальным. Обращается он к двум солдатам. Остальным, спрашивает Кранк. К лептию Нумину приближается враг. Из-за отвратительной видимости трудно оценить численность. Однако Вентан прикинул, что не меньше шести тысяч. Ядром войска являются вспомогательные подразделения армии при семнадцатом. Так называемые братства. Вентану они кажутся больше похожими на ритуальных фанатиков, чем на солдат. Очень типично для фанатичного семнадцатого. Вентан убежден, что именно в этом и находится корень многих бед сегодняшнего дня. В фанатизме несущих слово. Они всегда пребывали на грани и были нестабильны, всегда склонны к религиозности. Они поклонялись империуму, как вероучению, а императору, как богу. Вот почему они в первую очередь получали выговор. Вот почему император воспользовался для этого дела тринадцатым. Безусловно, самыми рациональными своими воинами. Этого должно было быть достаточно. Это должно было положить конец своенравным мыслям несущих слова и вернуть их и их отвергнутого примарха в общий круг. Очевидно, этого не произошло. С того самого дня несущие слова стали рассадником инакомыслия. Придя к своеобразному кризису веры, эпистемологическому перепутью они свернули. Они обратились против императора, перед которым когда-то преклонялись. Но ради чего, гадает Вентан? Чем они заменили свое представление о боге? Вентан опасается, что калтское объединение было той возможностью, которой несущие слова воспользовались, чтобы продемонстрировать свой новый курс. Выбор калта не мог быть случайностью. Это был шанс уязвить и опозорить легион, который подверг их наказанию столько лет назад. Будучи инструментом жестокого взыскания в монархии 44-мя годами ранее, ультрамарин стал целью. Они сделали своей целью все 500 миров ультрамара. Вентан чувствовал себя неуютно. Уж слишком много вопросов оставалось. Какая сила или концепция сменила императора во всепоглощающей идеи несущих слова? Чего, кроме злобной мести, они надеются достичь в веридийской системе? Каков будет их следующий шаг, если они сокрушат ультрамарин на калте? Сколько их там в тумане? Вражеские предводители гонят перед собой большое количество культистов. Закутанные в черное воины братства поют, и Вентан слышит еще и барабанный бой. Несущие слова держатся позади, направляя культистов в земляной рог и к воротам в качестве пушечного мяса. Орудийные расчеты спарзи полят по вражескому строю уже около 20 минут. Они нанесли серьезный ущерб, принимая во внимание сравнительную легкость полевых орудий. Земля по ту сторону рва испещрена воронками и усыпана трупами. Наводчики во дворце указывают стрелкам цели в движущейся массе. Снаряды попадают в далекие ряды, скидывая изорванные тела в воздух во взрывах пылающих обломков. Но они продолжают приближаться, волна за волной. Ручное оружие, командует Вентан, защитником у ворот и на стене. Его практический план в том, чтобы дать армии принять на себя силу этого удара. Поскольку легионерам нужно беречь болтеры и тяжелое вооружение для несущих слова. Похоже, что силы армии приняли это. Греф и некоторые из его легионеров взяли запасные лазерные винтовки и встают в строй. Другие стоят с клинками наготове, чтобы встретить любые силы, которые достигнут ворот. Только Сул кажется рассеянным. Его болтер вытащен и наготовит. Он хочет действовать, сражаться. Он зол и разочарован. И это подпитывает нетерпение. — Успокойся, — предостерегает Вентан. — Ты мне понадобишься, когда на нас пойдет семнадцатый. В ответ Сул издает рычание. — Лучше бы им прийти поскорее, — огрызается он. Вентан оставляет его томиться. Культисты возобновляют атаки. Внешние стены дворца покрыты рубцами от тысяч выстрелов. Фрагменты некоторых парапетов рухнули. Фигуры в черных одеяниях бесконечно прибывают. Они продолжают рваться к мосту у ворот. Мост усыпан мертвыми врагами, и множество черных фигур попадало в ров. Ракеты визжат и хлещут по стенам. Артиллерия Спарзи пытается зацепить ракетницы. Вентана все больше тревожит боезапас. Он находит Арука на секции стены возле ворот, которые обороняют скитарии. — Есть сигналы снаружи? — спрашивает Вентан. — Нет, — говорит Арук. — А сервер? Есть что-нибудь от нее? — Нет, — отвечает Арук. Он кажется слегка смущенным. Позади них стучат и кашляют минометы. Вентан слышит, как к стене своем несутся новые ракеты. — Твои люди могут точно указать на источники ракет. Нужно, чтобы пушки Спарзи быстро перекратили эту напасть, пока они не обрушили стены. Арук кивает. — Хотел бы я знать, как они нас так быстро нашли? — бормочет он. Отправив своим воинам командные импульсы. — Прослушивают наши коммуникаторы, — предполагает Вентан. — Исключено, — отзывается Арук. — Аварийная связь скитария в безопасно. — Значит, просто не повезло, — говорит Вентан. Подобного сегодня вокруг больше, чем достаточно. Отметка 9.07.32 Варп раскрывает широкие черные крылья. Появляется Корфайрон. — Объясни свою задержку, — шипит он. Вокруг него суетятся и бормочут существа изнанки изне света. Морпалксир, командующий силами, склоняет голову перед возникшим начальником. Их обоих окутывает грязное свечение, которое исходит из варп-склянки. — Здесь сопротивление, — повелитель, — говорит Ксир. — Лепкий Нумин. — Я знаю, — отвечает Корфайрон. — Летний дворец. Никакой стратегической ценности. Никакой тактической ценности. Сожги его. Двигайся дальше. Там сопротивление, — повелитель. Черный кардинал выдыхает. — Ксир, твое воинство ждут у щитового вала через два часа. Не трать силы и жизни на несущественную цель, которую можно позже истереть с орбиты. — При всем уважении, — повелитель, — произносит Ксир, — полагаю, что здесь скрыто нечто большее. Он делает жест собравшимся вокруг него воинам. Один из них — Улмар Нул, на поводке которого рычит и рвется ищейка. Нул преследовал капитана ультрамаринов, которого обнаружили в ходе его бегства из космопорта. Он получил неизгладимый след. Путь привел сюда, во дворец. Всего лишь выживший, который бежит к ближайшему укрытию, — комментирует Корфайрон. Маршрут очень прямолинейный и обдуманный, — повелитель, — произносит Нул. Я полагаю, что вместе с целью находятся силы Механикум и прочие выжившие, объединенные в боевую группу умеренных размеров. Оборона дворцового комплекса непоколебима, — добавляет Ксир. Она организована и целенаправленно. Я думаю, что в ней присутствует опора на тактические соображения. Тринадцатый пытается чего-то добиться в этом месте. Корфайрон делает паузу. Вокруг него, шипя, будто разбивающийся о бесконечный берег волны, шепчет изначальная истина. «Ты перенаправлен, Ксир!» — говорит он. «Продолжай бой! Уничтожь их!» Отметка 9, 20, 2, 0 Пение и барабанный бой становятся громче. На дворец накатывается следующая волна культистов. Они заминированы, резко предостерегает греф. Винтан укрупняет картину визора. В передних рядах воины-братства, которые одеты в жилеты смертников или просто несут склянки и трубки со взрывчаткой. «Уложите их, пока они не добрались до моста», — приказывает Винтан. Стрелки на гребне стены, часть из которых скитарии с игольчатым лазерным оружием, начинают выбивать подрывников. Некоторые из подстреленных взрываются. Одного накрывают у дальнего края моста, и его жилет детонирует с огромной серповидной вспышкой пламени. Винтан чувствует, как содрогается земля. «Упрямые!» — произносит Сул. «Да!» — соглашается Винтан. «Держу пари, что это прелюдия к атаке Легиона Састартес», — говорит Сул. «Они хотят сперва взорвать стены», — отзывается Винтан. «Дай мне устроить им бой», — рявкает Сул. «На практике, в самом их сердце, убить их предводителя, разрушить их центр». «Теория такова. Ты погибнешь, а вместе с тобой и те. Кого у меня хватит глупостей позволят тебе взять с собой? Боеприпасы и силы, растраченные впустую. Нет. Сул бросает на Винтана яростный взгляд. «Ты сомневаешься в моей храбрости?» — спрашивает он. «В каком-то смысле, да», — говорит Винтан. «Мы не ведаем страха, но мне кажется, что сейчас ты боишься». Разъяренный Сул делает шаг по направлению к Винтану. «Я тебе шею сверну за подобное оскорбление. Я не боюсь умереть». «Знаю, что нет Сул, но думаю, что ты боишься того, что гибнет наш образ жизни, что гибнет вселенная, как мы ее понимаем. Этого боюсь и я». Сул моргает. «С точки зрения практики, утрата веры в нашу философию приведет к излишне эмоциональным и опрометчивым действиям. Пострадает эффективность нас, как воинов». Сул сглатывает. «Что если Желеман мертв, Рэм?» — спрашивает он. «Значит, мы отомстим за него, Кей». Сул отворачивается. «Иди и разыщи сервера», — говорит ему Винтан. «Получи свежие данные о ее успехах. Я хочу, чтобы ты защищал ее, если они подойдут к стенам». Сул кивает и уходит. В пещерах нижних подвальных этажей, несколькими уровнями ниже поверхности, Таурин слышит глухие наземные взрывы. С потревоженного потолка сыплются струйки пыли. Она слышит разрывы, треск ручного оружия, размеренные удары артиллерии, беснование песнопений и барабаном. В соседних помещениях ее магасы силятся заново активировать старую дворцовую систему большого диапазона. Вокс кажется неповрежденным, но не запускается из-за странной нехватки пригодной энергии. При помощи скитария, женщины по имени Керамика, Таурин только что получила доступ к расположенному под центром дворца к керамитовому колодцу, в котором находится информационная машина из ТЭКи. Информационная машина отключена. Таурин изучает ее, ощупывая пыльный корпус из коричневого пластика. Она вглядывается в контрольные окна, осматривая гравированные схемы и латунные ключевые системы. Это старая модель, вероятно, одна из первых информационных машин, которые работали на Калке во времена первой колонизации. В ней применяются субэфирные системы Конора Ганса и линейная бинарная кагитация. Старая, очень красивая, но маломощная. Таурин понимает, что машину включали только тогда, когда губернатор находился в дворцовой резиденции, а потом только в качестве резерва государственных записей. «Этого должно быть достаточно», – произносит она вслух. Керамика бросает на нее взгляд. Таурин зовет нескольких магасов, и они начинают работу по запуску и стимуляции данных. У машины собственный источник энергии, встроенный в пол термоядерный модуль Гессона. «Модуль начинает работать, и в помещении становится теплее. Будь у нас модуль для вокс-передатчиков», – замечает один из магасов. «Давайте выведем его на полную выработку, а затем измерим ее значение», – предлагает Таурин. «Выходная мощность должна быть рассчитана с превышением нужд машины, чтобы учесть любые обстоятельства. Возможно, мы сможем перенаправить часть энергии на вокс, когда машина заработает». Магас кивает. Таурин нестандартно обошла проблему, которая ставила его в тупик. Таурин наблюдает за работами. Ее взгляд задерживается на штепселе ММУ. Разумеется, ей придется подключиться, когда придет время. Если машина заражена мусорным кодом, все ее усилия могут оказаться напрасными. А она умрет в процессе. Умрет, как Хест, смертью мозга, информационной смертью. Она вспоминает, как Хест умирал у нее на руках. Ее мысли прерывают голос. Оно заработает. Она оборачивается. В хранилище вошел капитан ультрамаринов. Это Сул. Она не уверена в его оценке. Исходя из своих наблюдений за оттенками интонации во время путешествия во дворец, она полагает, что винтант не верит в его рассудительность или надежность. Будет работать. Произносит она с убежденностью, которой на самом деле не чувствует. А вокс-система, интересуется он, глядя на старинную машину с выражением сомнения на лице. И она тоже. Еще полчаса, наверное. У нас их нет, сервер, говорит Сул. Они у стены. Разве вы не слышите? Они у ворот. И они сожгут все это, если доберутся сюда. В таком случае, капитан, отвечает она, позаботьтесь, чтобы они сюда не добрались. Один из мага совпевает ей. Она прокашливается и идет к штепселю ММУ. Соединители защелкиваются. Информационная машина издает урчание. Отметка 9.33.01 Тиель вышибает следующий люк. С той стороны на него с воем бросается демоническая тварь. Из распахнутой пасти, достаточно большой, чтобы заглотить сержанта целиком, торчат клыки. Гнилые и поломанные пеньки. Ноги вывернуты назад и заканчиваются птичьими лапами. Тиель спарывает пасть электромагнитным дуэльным мечом, рассекая сразу обе челюсти. А затем всаживает два заряда болтера в брыжущие слюной зев. Керса заходит, чтобы прикрыть ему спину, и поливает демоническую тварь огнем. Существо уже визжит и дергается, обильно забрызгивая коридор флагмана и хором. Пламя окутывает его, и оно начинает метаться. Сзади, предупреждающий, кричит магистр ордена Эмпион. Из теней стремительно выбегает второй демон. Тварь, состоящая из шерсти, паучьих лап и оленьих рогов. Оно хватает Керса прежде, чем тот успевает развернуться, и раскалывает его доспех вдоль позвоночника, срывая панцирь, будто фольгу. Керса кричит, его огнемет катится прочь, роняя огненные слезы. Тиель отсекает две ноги паукообразной твари. Они похожи на черные ивовые стволы, жилистые, покрыты бурым пухом. Снова брызжит и хор. На Тиеле обрушивается еще одна нога. Слишком много конечностей. Керса перестал кричать. Невозможно кричать без черепа. Прижавшая к земле и свежующая его тварь, изрыгнула ему на голову и плечи едкие соки, чтобы сделать его вкуснее. Голова Керса – расплавленный дымящийся кусок мяса. У твари один глаз, большая белая сфера, пульсирующая неприятным неземным свечением. Она увенчана ветвистым деревом шестидесяти конечных рогов. У брата Бормара есть тяжелый болтер. Он раз за разом стреляет в иссохшее тело существа. Заряды разрываются под кожей, выталкивая наружу вялую плоть, прорывая ее и разбрасывая комки мяса и гноя. Рядом с Тиелем вперед бросается Эмпион. У него громовой молот, и он крушит им лапы. Он бьет в корпус демонической твари. Энергетические удары раскалывают хитин и размазывают ткани. Демон пятится назад, бросив труп Керса и размахивая паучьими лапами в защитной стойке. Некоторые из лап тянутся за ним, изломанные и бесполезные. У него их сотни. Бормар вновь стреляет, целясь в открытое брюхо. Что-то взрывается, и коридор наполняется тлетворной вонью. Повсюду роятся мухи. Демоническая тварь заваливается вперед. Тиель подмыривает под удар конечности, вгоняет свой меч в злобный глаз. Проворачивает его и продолжает крутить и проталкивать глубже, пока нечестивый свет не гаснет. Забон подбирает огнемет Керса и сжигает подергивающиеся останки. За каждой дверью все новые ужасы, говорит Эмпион Тиелю. А каждое мгновение, это потерянное мгновение, откликается Тиель. Они пробивают себе дорогу к вспомогательному мостику. Удары искрежат снаружи корпуса, становятся громче и настойчивее. Несущие слова завершают абордаж с находящихся рядом кораблей. Однако нет смысла сражаться за корабль, которым они не смогут управлять. Вспомогательный мостик жизненно важный, практический ресурс. Честь Маккраги лишилась основного мостика и своего капитана. Однако среди подобранных выживших со святости Сараманта нашлась замена Зедоху. Под прикрытием наступления Тиеля следует магистр Гамет с группой хорошо обученных офицеров командования. Бой продолжается. Помещение за помещением, люк за люком. В каждой тени и за каждым поворотом скрываются демоны. Они хлынули на флагман из открытых врат варпа. Когда наружный мостик стал доступен и растеклись по громадному кораблю, словно паводок чернил, смолы, жидкого дегтя. Тиель, Эмпион и остальные защитники корабля учатся сражаться с демонами на практике. Огонь и клинки более эффективны, чем снаряды и энергетическое оружие. Похоже, что изначальные сущности получают больше ущерба от простых ранений, от заточенного металла, грубой силы и пламени. У Тиеля есть теоретическая разработка. Предположение о существовании связи между телесными повреждениями и ритуальной функцией. Огонь, а также режущие и колющие орудия были неотъемлемой частью древнего колдовства. Представляются чем-то большим, нежели совпадением, что их власть над демонами сохранилась. Как будто демоны, продукт первобытной пустоты, которая старше человека, помнят священные инструменты, которыми пользовались люди, чтобы вызвать их. Он сомневается, что ему когда-нибудь представится возможность записать или изложить эту теорию. Он полагает, что даже если это и произойдет, его высмеют, как суеверного глупца. Они спешат. Бормор идет впереди. Мухи жужжат в трещинах коридора и иступленно роятся вокруг светильников на переборках. На потолках и ребрах стен образовалась плесень. Из швов полу течет слизь. Просторная подготовительная камера перед следующим противовзрывным люком усыпана трупами. Это бывший экипаж флагмана, в основном рядовые. Однако Тиель замечает среди мертвецов как минимум четырех ультрамаринов. Все трупы выглядят так, словно их раздавило гусеницами колонны гибельных клинков. Тела образуют неровный ковер из плоти, костей и брони. Пол скользкий от крови, жужжат мухи. Тиель слышит капанье. Он смотрит вверх. На потолке тоже трупы, как на палубе. Тела вдавлены в него, размазаны и сплющены, будто по пье-маше. Иногда под действием гравитации отлепляются и падают мелкие куски, как созревшие яблоки. «Что сотворило такое?» – шепчет импион, пораженный изощренным совершенством кошмара. Раздается скрип. Они оборачиваются и видят ответ на его вопрос. 6. Отметка 9.38.01 «Вот они!» – кричит Аруксиротит. Из тумана вырываются несущие слова. По сравнению с их огромными красными фигурами, солдаты-культисты кажутся карликами. Они, будто стаю собак, гонят перед собой на пушке дворца оборванных воинов-братств. Используют культистов в качестве щита. «Встретите их!» – «Остановите!» – командует Винтан. Он, наконец-то, стреляет из болтера. Болтеры открывают огонь со всей линии стены и ворот, кромсая, подпрыгивая треща стволовым пламенем. Подключается более тяжелое вооружение легиона – автопушки, лаз-пушки, драгоценные орудия, которые они берегли для этого момента. Огневая мощь обрушивается на наступающих врагов, нанося им ущерб, замедляя и сбивая. Тысячи отдельных взрывов рвут людей на части, подбрасывают их в воздух. Яркие трассирующие полосы лазеров и плазмы строчат по строю противника, выкашивая людей в черных одеяниях. Винтан улыбается под шлемом, видя, как среди них содрогаются и падают фигуры валых доспехов. Однако, все неизбежно уравновешивается. Поскольку, наконец, настало время пустить в ход оружие легиона, пришел миг и испытать на себе встречную ярость. Атакующие несущие слова открывают огонь из болтеров и тяжелых орудий, поддерживая легкое вооружение поющих братств. Масс-реактивные заряды врезаются в стены, вырывая крупные куски камня и вгрызаются в ворота. Силы лоялистов начинают нести куда более тяжелые потери. Лоялистов, думает Винтан. Как, естественно, дошло до этого горького названия. Из пелены тумана выныривают стремительные, словно дротики, алые силуэты, штурмовые отделения. Ударные войска, перемещающиеся на прыжковых ранцах. Они с грохотом приближаются, будто ракеты, пересекая широкий ров и опускаясь на укрепление. Их атака лягушачьими прыжками опережает основное воинство штурмующих. Вооруженные болтерами и цепными мечами они начинают убивать, пожиная солдат армии, будто созревший урожай. Злобные, визжащие цепные мечи рвут вопящих людей на части, вырывая красные ленты плоти и швыряя в воздух перепуганные куски тел. «Сбросьте их со стен!» — кричит Винтан. «Арук» открывает огонь, сбивая одного из штурмовиков, несущих слово на лету, хирургически точным, упреждающим выстрелом. Несущий слово резко меняет курс и исчезает, оставляя за собой кружащийся шлейф черного дыма. Четверо штурмовиков приземляются у мостового укрепления перед воротами. Они рубят и стреляют, прокладывая себе дорогу к окопавшимся бойцам армии. Цепные клинки разрубают мешки с песком, стволы пушек, любую защиту, плоть и кости. Сдавленные и странно колеблющиеся вопли, неспособных защититься солдат армии, озвучивают свирепое продвижение несущих слова. Винтан несется вперед, рядом с ним грех. Они добегают до линии обороны у ворот, где по земле текут реки крови. Ее становится все больше. Поток направляют, как невидимые родники, колотящиеся сердца людей, истекающих кровью из немыслимых ран. Кровь брызжет и булькает в мостовых водосточных желобах, в ливневых стоках. Она сливается в нижний рог, будто бегущая по железным трубам ржавая вода. Винтан оказывается возле одного из несущих слов, который занят расчленением младшего сержанта армии. Он бьет предателя под подбородок распростертыми крыльями штандарта, отбрасывает его назад, а затем в упор стреляет в торс из болтера. Выстрел насквозь пробивает несущего слова вместе с прыжковым ранцем, высекая яростный столб пламени и искр. Штурмовой десантник падает, однако на лету хватает острый штандарт, вырывая его из руки Винтана. У Винтана нет времени подбирать его. Продолжая стрелять с правой руки, он вытаскивает силовой меч обратным хватом левой, а затем описывает клинком полукруг, перехватывая его всей ладонью. Греф вступает в бой со вторым воином прыжковой пехоты, замахиваясь бронированным кулаком навстречу стонущему цепному мечу несущего слова. Клинок разбрасывает кровь и волокна ткани после недавних убийств, словно шлейф выхлопных газов. Шипящая от энергии усиленная латная перчатка раскалывает рукоять и приводы клинка цепного меча, лишая его работоспособности. Десантник-предатель бросает сломанный меч и стреляет из болт пистолета. Снаряд разрывается, а боковую часть шлема грева. Десантник-предатель отшвыривает его вбок, к стене проема ворот. Десантник делает шаг вперед, чтобы всадить в него второй заряд. Болтер-винтана издает рев, и несущий слово получает попадание в горло, а затем второе в грудь. От двойного удара он отшатывается назад, с него будто ледяная пыль разлетается облако осколков брони. Из разрывов льется кровь. Несущий слово приваливается к стене ворот, выдыхая кровавые пузыри через ротовую прорезь шлема. Он силится снова поднять пистолет. У винтана израсходован магазин. Он пристегивает болтер и наносит удар силовым мечом, держа его обеими руками. Он приканчивает раненого, шатающегося, несущего слово разящим зигзагообразным ударом с плеча. Верхняя часть разреза проходит сбоку через лицевой щиток. Нижняя проходит через живот, доходя до позвоночника. Несущий слово сгибается, зажимая практически рассеченную на двое талию. Винтан вовремя оборачивается навстречу третьему. Штурмовой десантник несется к нему. Винтан замечает, что на наплечниках несущего слова вытравлены и нарисованы зловещие фигуры, а броня по всей длине исписана бессмысленными летаниями. Это Геральдика Безумцев. Винтан блокирует взмах цепного меча своим клинком. Вновь пляшут искры. Двуручное цепное чудовище лязгает, вгрызаясь в энергетическое лезвие силового меча. Они разрывают захват. Винтан парирует следующий удар, блокирует еще один, а затем вгоняет меч острием вперед, точно в живот противника. Удар проходит мимо позвоночника, однако кончик клинка пробивает броню над левым бедром несущего слова. Винтан пытается выдернуть клинок, но тот застрял, и противник еще не убит. Он снова замахивается, и Винтан вынужден уклоняться от цепного меча с грохотом несущегося к его лицу. Ему приходится выпустить свой меч и оставить его в животе воина. Несущий слово бросается на него, намереваясь сразу прикончить. Он держит массивный цепной меч обеими руками, размахивая им влево-вправо, в попытках достать оставшегося безоружия ультрамарина. На защиту Винтана выскакивает воин-скитарий, но несущий слово рассекает его надвое во взвихренной красной мгле. Винтан бросается на него с голыми руками, заваливая его на землю весом собственного тела, пока цепной меч еще рвет солдата-механику. Прижав правую руку несущего слова, чтобы дикарь не смог ударить его поперек тела, Винтан раз за разом бьет пойманного врага по голове. После трех ударов шлем слегка прогибается, от четвертого раскалывается часть ворота, пятый разбивает линзу визора. Несущий слово ревет, сбрасывая Винтана с себя. Винтан позволяет ему это. Он снова схватился за эфес своего силового меча. Он вырывает оружие из несущего слова в бок. Из головы грева струится кровь, но с ним еще не покончено. Он снова поднялся, отбросив прочь разорванный и изуродованный шлем. Он подобрал болт-пистолет и стреляет из него мимо Винтана. Через солдат армии и скитариев прорубает себе дорогу четвертый штурмовик. Арук и самый могучий из тяжелых скитариев окопались. Они открывают огонь из стройных плазменных орудий и рассекают предателя на куски. Винтан слышит, как Греф выкрикивает тактические инструкции собираться у мостового укрепления и отбросить штурмовые силы. Они держатся, однако строй вот-вот рухнет. На мосту сотни культистов и несущих слова. И еще многие, толпясь поднимаются по скатам рва. Защитники стен не могут стрелять под таким крутым углом. Появляется Селатон с несколькими ультрамаринами. Он пробует поддержать Грефа у моста. Винтан перезаряжает болтер и занимает место в строю. Сила огня, который сейчас направлен на фасад и ворота дворца огромна. Этот град косит людей. Их поражают и убивают еще и каменные осколки, выбитые попадающими в стены выстрелами. Есть сигнал, вопит Арук Винтану, перекрывая грохот. Новый сигнал. Передавай. Приближающиеся силы 13-го легиона запрашивают подробности относительно позиции. Спроси у них пароль, распоряжается Винтан. Спроси о количестве разрисованных Эльдар. Арук отправляет сообщение. Ответ, произносит он. Их 12. Продолжение сообщения. Как вам скажет, кто угодно. Он смотрит на Винтана. На золотой броне бусинки кровавых капель. Поврежденный красный глаз гаснет и вспыхивает. Капитан, спрашивает он. Ответные действия. Правильный ответ. 13. Произносит Винтан. Он делает глубокий вдох. Снабди их координатами и скажи, что время не на нашей стороне. Отметка 9.44.12. У демона есть клюв. Клюв, перья и сотни рудиментарных конечностей, кончающихся копытами. Однако его тело, все его 30 тонн, тело змеи, жирного раздувшегося удава. Космодесантник с расставленными руками не смог бы обхватить покрытую чешуей тушу. Оно вырывается из теней хранилища сбоку, от подготовительной камеры, протискивая свою огромную, колеблющуюся громаду через крупный палубный люк, ведущий на склад боеприпасов. Тиель понимает, как получился раздавленный ковер из жертв. Громадный клюв щелкает. Тиель видит, как десятки второстепенных змеиных тел образуют ниже подбородка под клювом бороду, оборку. Они извиваются, будто щупальца, будто ложноножки. Демон — это сто гигантских змей, которые срослись в одну титаническую мерзость с общей птичьей головой. Бормор ведет обстрел из тяжелого болтера. А за бои выпускает жгучее пламя. Демоническая змея пятится назад, а затем выбрасывает вперед склачетую голову. Клюв хватает одного из членов отделения, боевого братства по имени Домнис, и рассекает его от паха до левого плеча. В бой не дрогнув, вступает эмпион, который раскручивает громовой молот, чтобы набрать инерцию. Демоническая змея бросается на него, и он встречает ее, отталкивая клюв вбок ошеломляющим ударом. Столкновение сотрясает помещение и вызывает хлопок сверхдавления. Клюв треснул, наружу сочится и хор. Киель устремляется поддержать магистра ордена. И когда демоническая змея наносит очередной удар, ее встречают молот и электромагнитный меч. Молот попадает в переносицу массивного клюва и разбивает непрочную птичью глазницу. В то же самое время Киель рубит бритвенно-острым лезвием по вздымающемуся брюху и горлу под бородой второстепенных хвостов. Меч рассекает белую чешуйчатую плоть и обнажает ярко-розовое мясо на прозрачных костях. Лопаются обмотанные белым жиром розовые внутренности. Разрывается пищеварительный канал. Демоническая змея пятится, широко раскрыв клюв. Второстепенные змеиные тела и рудиментарные копыта яростно бьются и дергаются. Из нанесенной Киелем глубокой, вспарывающей раны сыплются частично переваренные останки расчлененных людей и космодесантников. Части тел широко разлетаются в бурном потоке желудочного сока. Ультрамарины слышат чудовищный грохот. Это все еще свернутый на складе боеприпасов конец огромного хвоста демона в болезненном иступлении колотятся, а металлические стены отсека. Демон скользит назад через люк, чтобы скрыться от своих мучителей. «Люк! Закройте люк!» – кричит Забон. У него в руке связка из десятка осколочных гранат. Эмпион бьет по замку люка, а Забон активирует одну из гранат и забрасывает всю связку в люк. Люк уже почти закрыт, когда гранаты срабатывают. Взрывом люк заклинивает в нескольких сантиметрах от закрытого положения. Давление взрыва в замкнутом пространстве вырывается сквозь узкую щель, тугим беспощадным гейзером пламени и осколков, который бьет вверх и выжигает потолок зала. Грохот прекращается. Эмпион бросает взгляд на Тиеля. «За каждой дверью все новые ужасы!» – произносит он. «А каждое мгновение – это потерянное мгновение!» – отзывается Тиель. «Это не последний раз, когда повторяется этот обмен репликами. Это не последний отсек флагмана, через который им придется расчищать себе дорогу». Несущие слова отправляют к дворцу третью волну штурмовых десантников. Вентан, Селатон и Греф сплотили силы обороны и отстояли ворота с мостом, хотя от моста и осталась лишь жалкая тень его былого величия. Второй волне почти удалось отбросить их от ворот во внутренний двор. Помог лишь серьезный ответный огонь скитарьев Арука. Вентан знает, что третья атака будет решающей. Он видит ее приближение. Одно отделение с прыжковыми ранцами устремляется к ожесточенно обороняемым воротам, а другое поворачивает к югу, чтобы ударить по стене на дальнем краю периметра. Они будут стремиться прорваться к батарее Спарзи. Рем Вентан полон решимости выдержать все, однако он знает, что в конечном итоге сопротивление должно рухнуть. Это рассчитываемая неизбежность, вопрос численности, сплошная практика. Он цепляется за единственную надежду, цепляется за переданное шепотом сообщение от родной роты. «Пусть это будет не ложь и не уловка», — думает он. «Хватит с меня уловок на сегодня. Если это не ложь, пусть они окажутся достаточно быстрыми. Пусть мчатся со всех ног и гусениц. Пусть доберутся сюда, пока это еще имеет смысл». Он знает, что волна приближается. Видны предвещающие ее знаки. Культисты братства вновь толпой бегут к воротам и рву. Пение становится настолько громким, что Вентан представляет, как пульсация, многочисленные выдохи, сдует зловонный туман. Враг обрушивает на стены новые ракеты, мины и снаряды среднего калибра. Снаряды пробивают дыры в старых стенах или перелетают их и падают в сады и строениях, разнося орудийные расчеты и резервные позиции. Силатон докладывает, что слышит в тумане лязг гусениц и предполагает, что обстрел ведется вражескими танками или самоходными орудиями. Вентан ничего не слышит. Его слух притуплен предельным напряжением упорного боя, в котором он только что участвовал. Штурмовые десантники с лязгом несутся вниз. Прыжковые ранцы испускают скрижащие и дрожащие от жара языки синего пламени. Атаки братства сокрушают баррикады на мосту. Часть верхней арки ворот взрывается и рушится оползнем пыли и освобожденных камней. Защитники собираются с духом. Греб ругается. Его и без того красноватые волосы свалялись от крови. Гибельный клинок «Алое чудовище» возникает из тумана на дальнем краю рва и нацеливается на ворота и западную стену. Вокруг громады массивного танка роятся воины братства. Сверхтяжелый танк наводит основное осадное орудие. Пушка-разрушитель с лязгом подстраивается. Фальшь борта и боковая броня разрисованы изображениями восьмиконечных звезд и чем-то похожим на множество набранных надписей от руки. Гибельный клинок. Вентан знает, что равновесие окончательно нарушено в пользу несущих слова. Уже начался ближний бой. Нет времени думать про танк. Он слишком занят схваткой с двумя штурмовыми десантниками. Один из них ранил его в бок, другой наступает с силовым топором. Теснота внутри ворот мешает владельцу Сетиры размахнуться как следует. Однако несущий слово уже убил двух солдат армии из Китария. Силатон прикрывает спину своему капитану, отводя силовой топор помятым боевым щитом, узор на котором превратился в миллиард ожогов, зазубрин и царапин. Вентан и Силатон бьются спиной к спине. Силовой меч Вентана сталкивается с кинетической булавой противника. Силатон бьет цепным мечом в броню обладателя топора. Все это время Вентан в полглаза наблюдает за танком. Силатон получает удар. Силовой топор проходит мимо боевого щита и врубается в наплечник. Он не достает до плоти, однако наносит глубокое повреждение и заклинивает сочленение руки. Силатон пытается выровняться, но не может поймать равновесие. Он отшатывается вбок, накренившись от инерции выдергиваемого топора. Его защита слаба, и он получает второй удар в грудь. Из раны льется кровь. Сила столкновения отбрасывает Силатона назад, как будто топор погрузился ему в грудь целиком. На самом деле панцирь поглотил смертельную часть удара, однако плоть рассечена и обильно кровоточит. Пока, чтобы затянуть ее, в дело не вступает трансчеловеческая биология Силатона. Вентан слишком занят, чтобы защитить упавшего сержанта. Штурмовик с силовым топором приближается для завершающего удара. Греф бьет его в висок силовым кулаком, сминая шлем, словно жестяной котелок. Греф вздергивает Силатона на ноги. Какую-то секунду они силятся вытащить топор из доспеха Силатона. Вентан убивает своего противника. Его руку направляет ярость. Он рассекает клинком шлем несущего слова, отрубая от него правую треть. Когда штурмовой десантник оседает в бок, становится видно нечто, чрезвычайно напоминающее череп в разрезе с картинками в учебнике. Вентан чувствует, как внутри, словно лихорадка, кипит жар. С момента начала боя он получил около 18 незначительных ран, включая сквозное поражение лазером вплоть правого бедра, трещину кости предплечья и сломанный мизинец. Все остальное – ущербы, рубцы и большие гематомы от ударов. Включается его метаболизм. Он пытается компенсировать, побороть или оттянуть боль, поддерживая пиковую эффективность, ускорить лечение и восстановление. Заем энергии повысил температуру тела на несколько градусов. Он стремительно сжигает жировые резервы. Вентан знает, что скоро ему потребуются гидролиты и дополнительные болеутоляющие, если он собирается удержать свой край поля боя. Он снова глядит на танк. Почему тот не выстрелил? Почему? Внезапно гибельный клинок увеличивает обороты своей мощной двигательной установки. Выбрасывает в воздух струи черных выхлопов и начинает быстро двигаться назад. Вентан слышит лязг гусеничных сочленений. Массивный корпус раскачивается от кормы до носа. Главная башня начинает поворачиваться влево, поднимая орудие. Толпившиеся вокруг него воины-братства вынуждены лихорадочно рассыпаться, чтобы он не раздавил их в ходе поспешной перегруппировки. Что он делает? Разворачивается? Он разворачивается? В маслянистом тумане что-то есть, что-то на северо-западе. Гибельный клинок несущих слова делает выстрел из своего орудия. Ствол сильно содрогается. Сжатый воздух взметает пыль земли вокруг. Снаряд с шипением исчезает в тумане, создавая рябь завихрений, которая медленно рассасывается. Вентант не слышит звука попадания, однако слышит ответ. Раздается колеблющийся виск энергии и давления, сопровождаемый микропульсацией электромагнитов. Из мглы вырывается толстый луч слепящей энергии, который бьет в гибельный клинок. От удара танк содрогается всеми тремя сотнями тонн своего веса. Содрогается. Гремит, будто жестяная игрушка. На секунду отрывается от земли и скользит вбок. Под внезапно перемещенной махиной гибнут десятки воинов-братства. Энергетический луч попадает в цель с оглушительным хлопком. Огромные куски брони отлетают прочь, некоторые из них вертятся высоко в воздухе. Половина башни сожжена. Дым сперва поднимается струйками, а затем бьет столбом, вырываясь из поврежденной секции. Гибельный клинок сотрясается. Вентант слышит, как он пытается перезапустить основной двигатель, который заглох от удара по корпусу. Слышит, как мультитопливная установка давится и задыхается. Второй энергетический луч, столь же яркий, как и первый, вырывается из тумана и проходит в нескольких метрах от танка. Он бьет в землю, мгновенно образуя огромную траншею из перегретого оплавленного камня и испепеляет две дюжины членов братства вместе с четырьмя несущими слова. Прочие культисты, оказавшиеся в непосредственной близости от зоны поражения, вопят, когда вторая волна жара воспламеняет их одеяние и боеприпасы. Третий луч, отстающий от второго лишь на мгновение, приканчивает гибельный клинок. Он перпендикулярно бьет в корпус ниже зева башни, и танк трескается и взрывается. На протяжении наносекунды он напоминает один из сделанных из дерева и брезента муляжей техники, просто покрытый тканью каркасы. Такие используются для тренировок в армии. Он похож на муляж танка, когда ветер забирается под край чехла, срывает его с рамы и поднимает вверх, искажая нарисованные очертания и грани. Затем происходит внезапный и яркий внутренний взрыв, и искореженный силуэт танка исчезает, распавшись на атомах. Два теневых меча прокладывают себе путь в тумане, который клубится вокруг кобальтово-синих корпусов. Кобальтово-синих! Кобальтово-синих! С белой и золотой геральдикой ультимы. За ними взбивают туман лейндрейдеры и рено. Затем три вихря и шагающий строй ультрамаринов шеренгами по 40 человек. Они стреляют, надвигаясь на позиции несущих слово с севера, именуя дымящуюся воронку, могилу гибельного клинка. За массивными боевыми танками несутся два или три мотоцикла и спидера, с легкостью движущиеся над перепаханной землей. Порядки братств у мостового укрепления останавливаются, оказавшись под огнем с нового направления. Сотни людей гибнут на месте. Некоторые прыгают в заваленный труп омиров, чтобы избежать обстрела лендрейдеров. Теневые мечи уже палят в туман, целясь в главные резервы несущих слова, которые скрыты от дворца мглой. Основные орудия свизгом испускают столбы энергии, прожигающие марева. Под покровом тумана взрываются объекты. Пламя взлетает высоко в воздух поверх пелены. Запах в воздухе меняется, как будто лето сменилось осенью. Новые силы, новые машины, новые химические взаимодействия. Они вступают в полномасштабное сражение. Впервые с момента начала атаки на дворец, силы несущих слова отброшены в оборону. Отвлечены неожиданным и мобильным противником. Воины-культисты не выдерживают. Их пение прекращается. За первой движущейся линией ультрамаринов идет вторая, а за ней третья. Синезолотые доспехи слегка потускнели от погодных условий, однако продолжают блестеть. Избавление еще никогда не выглядело столь блистательно. Смерть еще никогда не выглядела столь благородно. Культисты начинают отступать. Они бегут на юг к корву или же удирают в туман. Те, кто пытаются укрыться за насыпью и карабкается, прокладывая себе дорогу, попадают под обстрел со стены. Солдаты Спарзи и Скитарьи Арука, пользуясь возможностью, клещут их огнем, сшибая будто ветки. Некоторые поворачивают назад, а затем снова разворачиваются, взятые в клещи огнем, который приближается и убивает их. Тела соскальзывают и падают в могилу рва. Винтан отправляет полковнику распоряжение прекратить огонь. Он хочет быть уверен, что контратака беспрепятственно врежется во вражеский строй. Капитан Сиданс, произносит Силатон, заметив штандарт и указывая на него. Четвертое, отзывается Винтан. Он удивлен силой охвативших его чувств. Это не просто облегчение после исчезновения физического риска. Это честная гордость и единство. Его рота. Его рота. На самом деле, это сборная солянка. Сиданс собрал свои боевые порядки из бойцов нескольких рот 13-го легиона. Все они были на сборах в Эруде. Он залатал пробелы и потери в структуре 4-й роты, подкреплениями из других раздробленных подразделений. Один из теневых мечей приписан к 8-й роте. Два лендрейдера к 3-й. Винтан замечает боевые цвета капитана Лархаса, 2-го офицера 9-й. Защитники дворца наблюдают, хотя могут видеть немногое. Большая часть сражения кипит позади в тумане. Перестрелки дальнобойной бронетехники разрывают мрак облаков. Со всем рядом ультраварина, наконец, подавляют последние остатки сопротивления культистов и вступают в жестокую рукопашную схватку с воинами 17-го. К их чести несущие слова не дают слабину, как их поющие соратники. Их довольно много. По оценкам Винтана, 2 или 3 роты. И даже застегнутые врасплох на неподготовленной позиции, они оказывают упорное сопротивление. Судя по свирепости атаки Сидданса, 4-й роты и усиливающие ее подразделения слишком много видели за сегодняшний день, чтобы думать о пощаде. Винтан гадает и ужасается, что они могли увидеть и пережить на ируцкой базе, когда вскрылось предательство. Несущие слова. Размещенные возле лагерей ультрамарина просто развернулись, просто поднялись, обнажили оружие и начали убивать без уведомлений и предупреждений. Он уверен, что именно это они и сделали. Винтан убежден, что у несущих слова нет иной цели, кроме абсолютного уничтожения 13-го. Вы не убьете легион ультрамарина просто так. Дикари Ларгара не рискнули устроить честное сражение. Они воспользовались всеми преимуществами, какие только могли предоставить внезапность, обман и коварство. Они хотели разгромить и убить своего врага. Убить еще до того, как он поймет, что является врагом. Это не сработало. Не сработало. 13-му нанесли ущерб. Последние 10 часов на калке могли даже нанести легиону смертельную рану такого масштаба, что он никогда не восстановится в полной мере и, как следствие, всегда будет более слабой и малочисленной боевой силой. Но у несущих слова не вышло чистое убийство, которое они планировали. Они не справились или же недооценили необходимые усилия. Они устроили кровавую неразбериху и оставили раненого противника, который все еще может двигаться и сражаться, уязвленного и искалеченного врага, которого подпитывает боль, ярость, жажда мести и глубокое потрясение от надругательства над нравственностью. «Всегда убеждайся, что твой враг мертв. Если ты должен биться с ультрамарином, молись о том, чтобы убить его. Если он еще жив, значит ты уже мертв. Ты мертв, Ларгар, ты мертв, мертв». «Ты что-то сказал?» Спрашивает Винтана Арук. Винтан гадает, так ли это. «Нет», — отвечает он. Он отстегивает шлем, снимает его и стирает с покрытого выбоинными и сколами визора кровавое пятно. Большая часть кобальтово-синей краски сколота или содрана. Арук-сиротит также усеян вмятинами и царапинами, разукрашенная золотом броня помята и покрыта полосами крови и масла. Вокруг них собираются израненные, уставшие и грязные люди, чтобы посмотреть на жестокое сражение на дальней стороне насыпи. Солдаты армии, ультрамарины и скитарьи стоят вместе, опустив оружие. Остатки дыма клубятся под изжеванной аркой ворот. От сотрясающего землю натиска бронированных машин со стен соскальзывают отбитые куски камня. Несколько драгоценных медиков, присутствующих в отряде Вентана, пользуются прекращением огня, чтобы выдвинуться и заняться ранеными и умирающими. Фактически каждый из защитников дворца получил то или иное ранение. Перевязочных материалов и лекарств совершенно недостаточно. «Почему такой пароль?» — спрашивает Тару. «Что?» — «Количество разрисованных Эльдар». «Война с миром-кораблем Ельтва», — тихо отвечает Вентан. «Восемь лет назад Сидан свел основной штурм. Привилегия. В ходе атаки он оказался ненадолго отрезан и дал бой в одиночку, сразив дюжину воинов Эльдар. Это было выдающееся достижение. За него он был награжден. Я прибыл к нему на выручку, когда схватка уже заканчивалась, а он добивал последнего противника». Вентан бросает взгляд на мастера Скитария. Примарх наградил его за 12 убийств в одной быстрой схватке. 12 разрисованных Эльдар. Однако, когда я до него добрался, на полу зала было 13 мертвых Эльдар. Я пошел, стреляя на ходу, тревожаясь за него. С большой вероятностью, это мои выстрелы убили 13-го в дыму. Так что это дежурная шутка среди нас. Он славно убил 12 и был за это награжден. Я убил одного, однако этот один мог стать решающим. Это мог быть тот, кто превзошел бы его. Сидан смог погибнуть от руки 13-го и не дожить до чествования своей славы и мастерства. Так что же было более важно, его 12 или же мой один? Арук пристально смотрит на него. «Вы шутите о подобных вещах?» – интересуется он. «Это у вас считается юмором?» «Я думал, что ты сможешь понять», – говорит Винтан, качая головой. «Большинство людей бы не смогли». Арук пожимает могучими плечами. «Думаю, что понимаю. У нас, скитариев, точно так же есть хвастовство и соперничество. Просто мы выражаем его бинарикой и держим при себе». Битва бронетехники стала настолько напряженной, что полоса тумана к западу от дворца колышется и волнуется, как потревоженное море. Во мраке вспыхивают и горят яростные лучи света. Из мглы, словно выскакивающий из воды кит, высовывается пехотный транспортер, подброшенный большим взрывом. С пылающего острова дождем осыпаются обломки и фрагменты, когда он падает обратно в море испарений. Ближе, на краю тумана, ультрамарины сцепились в рукопашные с несущими слова. Синева лоялистов против красного цветопредателей. Пощады не просят и не дают. Вентан перезаряжает болтер, проверяет меч и подбирает штандарт. Древко покрыто полосами потеков крови и украшено несколькими отпечатками окровавленных ладоней. «Я возвращаюсь в бой», — говорит он Силатону, — «защищает дворец». Он слышит жужжание из-под левого уха и инстинктивно отвечает, еще не успев осознать, что это такое. «Вентан», — говорит Сул, — «Сул, я на нижнем подвальном этаже дворца, Рем, ей удалось, серверу удалось, вокс-связь ожила, повторяю, вокс-связь снова работает». Вентан подтверждает, он оборачивается к Силатону и прочим офицерам. «План меняется», — произносит он, — «я возвращаюсь в здание дворца. Держите строй и известите меня, как только ход сражения изменится». Он разворачивается и уходит через ворота, через покрытые воронками сады, направляясь к побитому фасаду летнего дворца. В воздухе клубится синий дым, от позиции артиллерии пахнет фицелином. У него есть надежда. Впервые с начала дня в сердце Вентана поселяется достойная надежда. Отметка 10, 40, 21 Вентан входит на нижний подвальный этаж. Он ощущает мягкое тепло от работающих машин. Вокруг стоят Магас и Механикум, которые наблюдают и контролируют. Некоторые трудятся над открытыми интеграторами схем, производя окончательную подстройку. Таурин стоит в стековом зале, подключенная к пощелкивающей информационной машине пуповиной ММУ. Она выглядит безмятежной. Когда он приближается, она бросает на него взгляд. Однако она слишком занята переконфигурированием системы подачи данных у себя в голове, чтобы говорить. Сул глядит на Вентана. Нас только что спасла четвертая рота, говорит ему Вентан. Так она и сказала, отвечает Сул, кивая в направлении сервера. Она создает тактический обзор. Я не понимаю деталей, однако делаю вывод, что она собирает и сопоставляет стратегические данные из всех систем и источников информации, которым может подключиться. По всей планете, на орбите? Спрашивает Вентан. Еще нет, капитан, произносит Керамика, ассистент сервера. На данный момент это еще не локальный, континентальный уровень. Поскольку информационная машина бездействовала и была изолирована, ее не заразил губительный мусорный код. Сервер расширяет свои возможности пошагово, поддерживая кордоны кодовой защиты, чтобы самой не заразиться при передаче пораженной информации. Также есть некоторые сомнения в том, что этой машине хватит мощности, чтобы координировать всю глобальную ноосферу. Вентан кивает, ему нравится, что механикум никогда не пытаются подсластить какие бы то ни было новости. А как насчет контроля над планетарной оружейной сетью, интересуется Сул? Нет, прямо отвечает Керамика. Активная сеть под контролем врага и поражена агрессивным мусорным кодом. Все, что может сделать сервер, это собирать данные в пассивном режиме. У машины недостаточно мощности, чтобы вырвать контроль у управляемых врагом информационных машин. Но даже если бы ее хватило, подобный процесс потребовал бы активной функции ММУ, что предоставило бы мусорному коду подходящий маршрут для перекрестного заражения. Как было продемонстрировано сегодня, у нас нет кордонов кодовой защиты, или кода убийцы, которые были бы достаточно мощными, чтобы ликвидировать и вычистить мусорный код. Стало быть, Таурин вынуждена оставаться пассивной, спрашивает Вентан. Чтобы защитить целостность того, что у нас есть, говорит Керамика. Но она может собирать и компилировать тактические данные для нас. В широких масштабах. Ее магасы уже собирают первые инфосводки. Вентан смотрит на Сула. Она может снабдить нас материалом для формулирования правильной теории. А затем мы сможем воспользоваться Воксом, чтобы координировать практику. «Будем чертовски рады любому координированному возмездию», – произносит Сиданс, входя в зал. Он срывает заляпанный кровью шлем и ухмыляется Вентану. «Я думал, что ты погиб, Рем», – «а я надеялся, что ты», – отзывается Вентан. «Все вы любите надеяться», – говорит Сиданс. Они обнимаются, лязгая броней. «Всегда есть тринадцатый эльдар», – «Лирос», – произносит Вентан. «Двенадцать, всегда лишь двенадцать», – отвечает Сиданс. Он вырывается из медвежьей хватки и ухмыляется Сулу. «Рад видеть тебя на ногах, Кей», – говорит он. «Мы маршируем во имя Маккраги», – церемонно отзывается Сул. «Маршируй, куда тебе вздумается», – говорит Сиданс. «А лично я сегодня марширую прямиком к глотке Ларгара. Я видел». Он запинается и кривит рот от отвращения. «Погибли люди, братья», – тихо произносит он. Улыбка пропала. «Сейчас я избавлю вас от списка. Однако их так много. Друзья, воины, герои. От перечня павших вы будете плакать. Плакать. Ублюдки вырезали нас. Беззащитных, спящих. Внезапное нападение. Почитаемый военный обычай. Однако никогда оно исходит от предполагаемого друга. Уверен, что ты и сам многое видел по пути из порта, Рэм». «Да. Я устрою кровавый океан», – говорит Сиданс. «Океан. Я пропитаю землю кровью этих ублюдков. Пущу им кровь так, что не справится никакая затягивающая способность. Насажу их головы на копья». «Да, месть», – кивает Сул. «Вполне. Как бы то ни было, нам следует сформулировать прочную теорию». «Нахрен теории», – рычит Сиданс. «Это тот случай, когда мы освобождены от обычного подхода к войне как к науке. Это война как искусство. Война как эмоция». «Ну да», – отзывается Сул. «Давайте размалюем себе лица и бросимся на вражеские пушки. В конце концов, их больше, чем нас, всего в четыре раза. Погибнут те, кто пока уцелел. Зато, по крайней мере, мы умрем, насыщая свою злость. Так что все в порядке». Сиданс издает презрительный звук. «Я согласен с Сидансом», – произносит Винтан и быстро поднимает палец, прежде чем Сул успевает возразить. «С одной оговоркой, учитывая наши потери, а также численное и техническое превосходство врага, я полагаю, что наш дух, наше яростное желание мести, наше неистовое стремление возместить ущерб, лишь эти вещи могут дать нам преимущество. Они совершили ошибку, причинив нам боль, вместо того, чтобы убить. Мы стали более опасными. Мы используем боль». Он смотрит на Сиданса. Однако, всегда есть тринадцатая льда. Сиданс смеется. Сул не в силах скрыть едва заметную улыбку. «Мы должны прикрыть себе спину», – говорит Винтан. «Должны направить свою ярость и обуздать ее стратегией. Должны воспользоваться всем оружием, бешенством, жаждой мести и интеллектом. Ярость – наша практика, разум – наша теория. Ни то, ни другое не работает само по себе. Мы обесчестим Желемана, если забудем об этом. Информация – это победа». Он оборачивается к керамике. «Пожалуйста, уведомите сервера, что я хочу начать Vox-передачу. Мне нужно наилучшее кодирование сигнала, какое она сможет мне предоставить, и любые преобразователи источника. Все, что она может сделать, чтобы замаскировать наше местоположение». Керамика кивает. «В сопровождении Сидонса и Сула Вентан входит в помещение Vox-передатчика. Он берет переговорный рожок». Отметка 11.06.41 Над землей темнее, чем под ней. Открытый воздух полон ядовитым туманом. Густую черноту с трудом шевелит ветер, долетающий из-за уросенских холмов. Брат Брайлен не верит, что это естественный ветер. Естественная погодная модель. Во время перерыва в стрельбе он слышал, как сержант Домициан строил предположение о том, что это был сдвиг атмосферы. Высокое давление и воздушные потоки, вызванные орбитальной бомбардировкой. На краю неба на юге ярко светится линия огненного шторма. Шестая рота, поддерживаемая армией и оставшимися членами двух других род ультрамаринов с уросенских сборов, оттянулась от опустошенных зон лагерей и заняла оборонительную позицию близ наземной башни одной из северных аркологий. Брайлен не заглядывал в аркологии, но знает, что это огромные подземные комплексы. Некоторые из них обитаемы. Это, в том числе, по всей видимости, внизу сотни тысяч рабочих горожан. И шестая, единственная, что не дает врагу добраться до них. Наземная башня – это небольшая крепость, укрепленное сооружение, которое прикрывает и защищает вход в аркологическую систему. Из подвальных этажей есть выходы на основные подземные магистрали, переходы, системы, грузоперевозки и даже железные дороги на магнитной подвеске. Все это питает огромный подземный комплекс. Башня – подходящее место, здесь можно дать бой. Враги подтягивались на протяжении всего дня. Впереди культисты братства, затем несущие слово, затем бронетехника. Культисты кажутся безмозглыми и иступленными. Они бьют в барабаны и распевают бессмыслицу, не заботясь о собственных жизнях. Они кидаются на стены и ворота и погибают. Некоторые заминированы и подрывают себя возле стен, надеясь обрушить их. Брайленд заинтригован их поведением. Культисты кажутся усердными и рьянами. Это видно по их пению, барабанному бою и бездумному самопожертвованию. Это наваждение, истерия. Он наблюдал, как стоящие позади огромного воинства, несущие слово, подгоняют их побоями и угрозами. Это порабощение убийцы. Их истерия активирована внешней жестокостью. Возможно, им пообещали некое искупление. Какое-то метафизическое вознаграждение за их кровавые усилия. Возможно, они надеются, что могут получить свободу, если выживут в преданном услужении. Возможно, им известно, что отказать 17-му еще худший выбор. К башне приближается свежая волна. Капитан Дамокл приказал армии использовать ружейный огонь для отражения первых атак. Легионеры должны подождать, экономя свои более ценные боеприпасы для легиона Са Стартес. Связь с аркологией жизненно важна. С ее складов в помощь людям-защитникам можно поднять значительные резервы армейских боеприпасов. Однако резервы необходимых для легионов боеприпасов, включая снаряды для боевых машин, ограничены тем, что боевые братья забрали из собственного лагеря, прежде чем его оставить. Нужно считать каждый болтерный заряд. Волны вопящих братьев-ножа можно поливать лазерами и пулями ручного оружия. Оружие легиона потребуется для более опасных целей. И эти цели приближаются. Помимо несущих слова, которые еще ступят в бой, ожидается крупная бронетехника, которая скапливается у горловины прохода, возможно, даже боевые машины. Брайлен понимает и одобряет практику своего командира. Сколь бы велик не был соблазн, легионеры должны ждать до тех пор, пока их способности не окажутся единственным, на что можно надеяться. Он не понимает врага, что их так изменило. Все они слышали истории Домициана о старом соперничестве и состязании. И что с того? Покажите два легиона, которые не соревнуются в славе и известности. Выговор был всего лишь выговором за плохую службу и слабую эффективность. Это было больше сорока лет назад. Что же происходит теперь? Неужто несущие слова и их обезумевший повелитель настолько испорчены, что могут вынашивать преступный замысел сорок лет и в конечном итоге поступить столь несоразмерно низко, что сама галактика задыхается от изумления. Брайлен уверен, что капитан Дамокл потрясен этим. Он никогда не видел его настолько целеустремленным и мрачным. Такое предательство хуже смерти. Предательство поразило его и пошатнуло его веру в святость имперской истины. И это еще до того, как начинаешь размышлять над преображением несущих слова, видишь их измененную символику и раскраску. Доспехи, украшенные эзотерическими и откровенно непонятными изображениями и модификациями. Готовность их шаться с суеверными и дикими фанатиками. Их поглотил какой-нибудь массовый бред о колдовстве? Или же нечто более мрачное и коварное запустило свой яд в их вены и обратило их разумы против сородичей? Приближается следующая волна. Браэлен видит, как они бегут вверх по склонам. Черная масса одеяний с выставленным на показ оружием. Тысячи братьев-ножа топчут мертвецов, оставшихся от последней атаки. И словно выходящие из берегов река, катятся к воротам и штурмуют стены. Армия, 19-й Нуминский, 21-й Нуминский, 6-й Неридийский, Западники и 2-й Ультимы Эруда открывает огонь. Лазерные винтовки дают залпы. Орудия легкой поддержки и группового пользования трещат. Гранатометы лязгают и хлопают. Пережевывая движущиеся шеренги, включаются тяжелые автопушки. Очередная бойня. Черные фигуры падают. Умирая, некоторые взрываются, как шаровые молнии, убивая людей вокруг себя. Брайлен сжимает болта, варясь с искушением открыть огонь. Капитан! Капитан! Позади строя движется сержант Домициан. Когда он проходит мимо, люди оборачиваются. Домициан добирается до капитана Домокла. Сэр! Произносит он. Проклятый Вокс только что засветился. Отметка 11, 10, 13 Сержант Анхис резко поворачивается. «Что ты сказал?» – спрашивает он. «Они на окраине провинции Шарут движутся с максимальной быстротой, опережая пожирающие леса пожар. Они – это жалкие остатки 111 и 112. После гибели капитанов Анхис принял командование на себя. Он пытается собрать людей, но нет времени останавливаться. Совсем рядом постоянно поджимающая их погоня – титаны. Титаны – механикум предателей. И с ними колонны тяжелой бронетехники. Несущие слова находятся в горящем лесу. И каждый пройденный километр означает новые потери. В черноте леса разносятся глубокие, протяжные и мрачные звуки боевых горнов, которые вызывают ультрамаринов навстречу судьбе. «Мы фиксируем спорадический импульсный код в ВОКСе, сэр», – произносит Кантис, несущий единственный передатчик, который они захватили с собой из бартера. «В приемниках шлемов он есть?» – спрашивает Анхис. «Слишком слабо», – говорит Кантис. «Мне нужно настроить его, разложить переносную антенну». Анхису нет нужды объяснять ему, почему это невозможно. Три или четыре масс реактивных заряда с шипением пролетают через полок над ними, будто несущаяся на свободу пернатая дичь, и врезаются в старый кварин. Ствол разлетается огненными брызгами, а верхние ветви дерева падают, прорывая полок в метели искр. «Шевелитесь, шевелитесь!» – кричит Анхис. «Проклятие, а не близко!» Он слышит шум, лязг гусениц. Это проклятый вихрь или один из истребителей танков сабля. Пощады не будет, их будут гнать, пока не убьют всех. На просвет вырываются двое несущих слова. Деревья совершенно черные, они подсвечены сзади яростным пламенем, вырвавшимся поблизости. Анхис чувствует запах горящей древесины под леска и дыма от взрывчатки. Первый из дикарей 17-го стреляет из штурмболтера и убивает брата Фертуна, прямым попаданием в нижнюю часть спины, которая разрывает позвоночник и бедра. Другой поднимает ласпушку. Он ставит ее в упор и яростно скашивает деревья и отступающих космодесантников яркими копьями лазерной энергии. Анхис решает встретить смерть лицом к лицу. Он движется к ним, в одной руке гремящей взрывами болток, в другой кинетическая булава. Она принадлежала его капитану Форасториксу. В это утро капитану не пришлось ее расчехлить. Выпущенные анхизом болты разносят лицо несущему слово с пушкой. Визор шлема взрывается, и человек тяжело падает назад. Другой легко ранит анхиза в плечо, а затем делает более точный выстрел в ногу. Детонация массореактивного заряда швыряет анхиза на глинистую землю. Перекатившись, он взмахивает булавой и ломает несущему слово обе ноги. Воин падает. Анхиз довершает дело еще одним ударом булавы. Его нога сломана. Он чувствует, как кость пытается срастись, однако повреждение может оказаться слишком серьезным. Он озирается как раз вовремя, чтобы увидеть, что второй несущий слово не мертв. Тот поднимается. Выстрелы анхиза в клочья разнесли шлем, ворот и фрагмент верха на грудника. Видны голова и лицо несущего слова. Возможно, это просто ранение, ожоги, контузии, вздутие. Разумеется, воин получил существенные повреждения от болтера. Однако анхизу кажется, что это кошмар другого рода. Плоть раздута и туго натянута, будто отмершая опухоль после ядовитого укуса. Рот неправильной формы, однако возможно, что он таким и был, а не был жестоко изменен кинетическими ударами. Сбоку по лицу и шее несущего слова струится кровь. У него на лбу желтые чешуйки, которые подозрительно похожи на пробивающиеся рожки. Он бросается на анхиза, держа в правой руке боевой клинок. Кинжал выглядит так, будто сделан из обсидиана или полированного черного камня. Рукоять обмотана тонкими цепочками. Это какой-то трофей? Анхиз переходит к доведенной до автоматизма практике, борясь с врагом базовыми методами ближнего боя, чтобы остановить клинок. Он поднимается навстречу несущему слова, разворачивая левую ладонь и пронося ее мимо несущегося ножа, чтобы отвести в сторону правое запястье и предплечье. В это же время он скидывает вверх правое предплечье, ставя поперечный блок перед грудью и лицом врага. Транс-человек против транс-человека. Все решают масса, скорость и мощь. Переменение ускоренной силы, быстрота реакции. Жесткий блок анхиза ломает несущему слово скулу. Выпад отводит нож в бок. Однако несущий слово силен, и им движет убийственная ярость. Он разворачивает нож, нанося колющие удары в бок и левую руку анхиза. Анхиз переводит блок правой рукой во внезапный удар и вгоняет стальной кулак в обнажившееся благодаря повреждению ворота горла. От удара в горта не несущего слова что-то дробится. Его глаза на секунду выпучиваются, и изо рта и ноздрей струями бьет кровь. Он пытается нанести еще один удар, и клинок ножа пробивает правое предплечье анхиза до самой кости через броню и плоть. Анхиз не собирается уступать инициативу. Он наносит второй удар в горло, а затем и третий, повыше, в деформированную челюсть. Голова несущего слова резко запрокидывается назад. Анхиз скорее ощущает, чем слышит резкий хруст. Он бьет снова, чтобы быть уверенным. Затем, когда враг падает, он выдергивает кинжал из своей руки, чтобы сработать наверняка. В руке, которой он его держит, начинается покалывание. Нанесенная ножом рана в предплечье пульсирует. Он замирает, в его мозгу что-то щелкает. Несмотря на пылающий лес вокруг, становится очень холодно. Стерильный синий свет, что-то пульсирует. Анхиз слышит низкое биение сердца космоса. Чувствует запах нейротоксина и молекулярной кислоты. Он не видит этого, но ощущает, как что-то разворачивается. Нечто громадное, нечто черное, чешуйчатое и скользкое. Нечто, покрытое толстой оболочкой серой слизи. Он чувствует, как оно разворачивается, вытягиваясь из ямы, которая древнее всех эонов и движется через вечную тьму старой ночи. Через межзвездную пропасть. Движется к свету горящего леса. Движется к нему. Она чует его, чувствует вкус его боли. Слышит его мысли. Ближе, ближе, ближе. Анхиз издает вопль и отшвыривает черный кинжал прочь. Дверь в его сознании захлопывается. Он тяжело дышит, содрогаясь. Рана в руке не прекращает кровоточить. Он знает, что ему нужен вокс. Неважно, есть ли у них время или возможность остановиться и настроиться. Ему нужен вокс. Если там кто-то есть, если кто-нибудь слушает, они должны его услышать. Они должны узнать. Им нужно знать, с чем они столкнулись. Отметка 11.16.39 Включить, выключить, включить, выключить, включить. Поддерживать активацию. Поддерживать. Пробудиться. Замурованный и слепой, беспомощный. Пробыв без сознания так долго, он утратил всякое ощущение того, какое сейчас время и что происходит. Ему ведом страх, он телемехер. Его учили разным вещам и в том числе контролировать свою злость, пока она не потребуется. Вероятно, она требуется сейчас. Он дает ей выход, позволяет ей вытеснить отвратительный страх. Он анализирует, сканирует, определяет. Его определение таково, он все еще внутри саркофага. И системы гибернации отключились. Нет, их отключили. Коммуникационным сигналом, кодированным сигналом ВОКСа. Его разбудила кодированная ВОКС-передача, которая запустила автоматическую реакцию системы поддержки саркофага. Саркофаг поврежден. Телемехер не верит, что сможет выбраться наружу. Он зовет, однако вокруг нет почтенных, которые могли бы дать совет или помочь ему. Вокруг никого нет. Он не изведает страха. Не изведает страха. Имплантированный счетчик времени сообщает, что он спал чуть больше 11 часов. Внешние сенсоры не работают, он не может видеть. Не может открыть саркофаг. Нет входящей информации. Есть только разбудивший его ВОК-сигнал. Он цепляется за него, пытается дешифровать. Инерционные локаторы сообщают, что он неподвижен. 11 часов назад ими зафиксировано критическое перемещение, за которым последовал кинетический травматический пик. Слишком сильный, чтобы измерить его. Он не помнит этого. Должно быть, гиберстазис отключил его, прежде чем это произошло. Вспыхивают сенсоры движения. Поблизости что-то есть. Что-то приближается к саркофагу. Друг или враг? У него нет данных. Никаких способов определить. Он не может навестись на цель. Саркофаг удерживает его. Запертый в ящике, он даже не может разрядить оружие. Друг или враг? Что-то бьет по внешней оболочке саркофага и рассекает замки. Что-то распахивает люк. Ты там жив? Спрашивает голос. Внезапно телемехер получает входящие оптические данные. Свет. Он чувствует, как воздух струится по его коже, хотя у него нет кожи. Голос исходит от фигуры, кажущейся силуэтом на фоне сияния. Ответь, произносит голос. Ты способен действовать, друг? Телемехер пытается ответить, однако голос не функционирует. Шум, виск, сухая одышка акустики. Он включает киберорганику, направляет энергию к суставчатым конечностям. Стряхивает покалывающее, а не менее стазисно и перемещается вперед. Он неуклюжий и неизящно выбирается из саркофага. Фигура отступает, чтобы дать ему выйти. Он делает шаг из саркофага, давя ногами в пыль куски камня и стекла. Он чувствует на лице солнечный свет, хотя у него нет лица. Он подтягивается фантомным позвоночником, вытягивает фантомные руки. Включаются оружейные консоли. Загораются индикаторы подачи энергии. Текут ожившие потоки данных. Он глядит сверху вниз на освободившую его фигуру. Благодарю вас, повелитель, удается произнести ему. Ты меня знаешь? Спрашивает воин. Да, тетрарх, я опознал. Вашу голосовую схему. Эйка сломя откивает. Это хорошо, мое лицо не столь узнаваемо, как было когда-то. Телемехр подстраивает оптическую подачу и детализирует ее на Великом Тетрархе. Визуальный профиль ламиада не соответствует тому, который хранится в автостековой памяти телемехра. Прославленный золотой доспех ламиада помятый обожжен. Знаменитая фарфоровая половина лица расколота и изуродована. Тонкий механизм левого глаза уничтожен. Левой руки нет, начиная от локтя. От нее осталась лишь кривая культя доспеха и скопление разорванных киберволоконных кабелей, сломанных керамических костей и изодранных искусственных мышц. Правой рукой ламиад опирается на палаш, как будто это посох странника. Вы ранены, лорд, чемпион. Ничего такого, чего нельзя починить, отзывается ламиад, кроме, вероятно, моего сердца. Вы получили повреждение сердца? Какого? Отдела. Нет, друг мой, я выражался метафорически. Ты понимаешь, что сегодня произошло? Нет. Где? Я? Ламиад поворачивается и указывает. Телемехр подстраивает оптический диапазон и расширяет его, как будто оглядываясь по сторонам. Пустынная область, небо темное и испещрено пятнами высокой температуры. Пятно высокой температуры на близком расстоянии представляет собой строение значительных размеров, охваченное огнем. Можно различить и зафиксировать более удаленные, но, вероятно, более крупные пятна высокой температуры. Пустыня усыпана обломками, в основном военной техники легиона, большая часть которой уничтожена при столкновении. Телемехр рассматривается. Он изучает собственный саркофаг, смятый и наполовину зарывшийся в воронку от удара. Повсюду вокруг разбросаны складские капсулы и контейнеры с оборудованием. Рядом еще два саркофага. Телемехр проверяет наличие ноосферы, но ее нет. Он не может восстановить и настроить глобальное позиционирование с какой бы то ни было точностью. «Ты выпал со станции на нижней орбике», — говорит Ламиат. «В то же время упали двое подобных тебе, однако их саркофаги уже были повреждены, и они не выжили». Телемехр увеличивает изображение двух наполовину раскрытых саркофагов рядом с его собственным. «О!» — произносит он. «Как тебя зовут, друг?» — спрашивает Ламиат. «Габриэл!» — «Нет!» — «Не!» — «Так!» Телемехр! — Повелитель!» Телемехр! Нас атаковали самым коварным и трусливым образом. Семнадцатый легион обратился против нас. Они вырезали нас, привели в негодность флот и орбитальные сооружения, и опустошили обширные участки Калта. Мы близки к поражению, близки к гибели. «Я видел!» — «Смерть, Повелитель!» Мы оба видели, как она приближалась к нам, но в обоих случаях она не забрала нас. Ламиат слушает, он медленно кивает. «Я не думал об этом в таком ключе. Ты недавно создан, Телемехр, однако уже проявляешь мудрость почтенного. Техножрецы сделали хороший выбор, удостоив тебя этой чести. Мне говорили это, потому что я был совместим, Повелитель. Думаю, что да, и не только биологически. После Баттера меня чуть было не сделали таким же, как ты. Механикум Конора благословили меня более искусным воссозданием. Впрочем, оно не настолько крепкое. Ламиат бросает взгляд на раскуроченный обрубок руки. «Сегодня твой дредноут позволил тебе перенести потрясение лучше, чем мне. Без вас, Повелитель, я бы не смог выбраться из моего ящика». Ламиат смеется. «Прошу вас снабдить меня полной тактической информацией», произносит Телемехр. «Я был там», — говорит Ламиат, указывая на горящие здания на средней дистанции. «В Галафузиконе. Это должна была быть память о нашем будущем», — Телемехр. «От орбитального удара на всю эту область упал ливень обломков, большие куски. Они обрушились на всю эту зону, словно метеоритный дождь. Я был одним из них». Ламиат кивает. «Вон туда упал целый корабль», — произносит он. «А туда секция орбитальной платформы, которая ударила, будто шальная атомная бомба». «Галафузикон получил прямые попадания. Там не было никакой защиты. Я был ранен. Большинство из остальных присутствующих погибли от ранений при столкновении, ударного шока и возгорании. Это город Нумин», — говорит он, указывая в другую сторону. Телемехр сканирует очередное громадное пятно высокой температуры. Он сравнивает записанные координаты города и Галафузикона и высвечивает свое местоположение относительно них с точностью до 200 метров. «Нет информации», — произносит Телемехр. «Нет центрального командования». «Нет». «Вы определились с теорией, повелитель». «Я пытаюсь собрать все силы, которые смогу спасти», — отвечает Ламиат. «Затем я намереваюсь нанести ответный удар предателям, сотворившим это». «Какова сила вашей армии сейчас, повелитель?» «Ты и я, Телемехр». «Почему?» «Что почему?» — переспрашивает Ламиат. «Почему наши братья обратились против нас?» «Понятия не имею, друг мой. И почти что боюсь узнать ответ. Боюсь найти в этом ответе искру. От которой вспыхнет наше будущее. Брат против брата. Легион против легиона. Гражданская война, Телемехр. Та беда, о которой Империум даже никогда не задумывался. Мы не изведаем страха, повелитель». Ламиат снова кивает. «Я ожидаю ваших приказов, повелитель». «Город», — произносит Ламиат. «Ну, Мин, если мы и должны где-то устроить смертное поле, так это там. Там будет враг». «Да». Ламиат разворачивается. «Что с VOX-сигналом, повелитель?» «Каким VOX-сигналом?» Кодированным сигналом. «Мой VOX-модуль разбит, Телемехр. Скажи, какой сигнал ты имеешь в виду? Там кто-то есть? Кто-то говорит?» Отметка 11-40-02. Огромные защитные створки, вдвое превышающие по высоте рост легионера, с шипением расходятся, втягиваясь в бронированную раму. Следом за ними, словно моргающие веки, открываются внутренние, противовзрывные заслонки. Вспомогательный мостик чести МакКраги открыт. Одна за другой, начиная сразу от правой створки и дальше вокруг помещения, начинают зажигаться консоли и посты мостика, запускающие автоматические циклы активации. Вспомогательное управление обладает встроенными в него резервными параметрами. На данный момент оно свободно от мусорного кода. Шифровальные ключи, закрепленные за наиболее вышестоящими кадрами, дают вспомогательному управлению полномочия воссоединиться с основной службой и контрольной системой флагмана, чтобы очистить и переписать командные коды. И если это необходимо, получить контроль над кораблем. Один ключ был у капитана Зедофа, и он мертв, другой был у Желемана, и он пропал, третий у Мария Гейджа. Он смотрит на капитана Гомеда и других высокопоставленных магасов, которых они спасли в ходе боя в трюме. Гомед помят, его форма задубела от чужой крови. Он пережил гибель своего корабля, святости Сараманта, лишь потому, что первый помощник уложил его бесчувственное тело в спасательную капсулу. Он бы предпочел умереть вместе с древним прославленным кораблем. Гомед также понимает, что возложенная на него сейчас обязанность столь же важна, сколь и неожиданна. Место Зедофа у руля чести Макраги должен занять более квалифицированный и опытный капитан. «Готовы?» – спрашивает Гейдж. В его вопросе нет места, если. Он даже в теории не допускает, что Гомед откажется от командования. Флот Ультрамара гибнет. Он рассыпан в окрестном пространстве Калта. За ним охотятся. Его гонят и расстреливают хищные корабли 17-го. И неуправляемая ярость оружейной сети. Нужно что-то делать. Может быть, уже слишком поздно. Но, по крайней мере, необходимо попытаться. «Я готов, магистр ордена!» – отзывается Гомед. Сопровождаемый Гомедом, магасами и толпой палубных офицеров с управляющими сервиторами, Гейдж подходит к главной консоли и вставляет последний шифровальный ключ. Его личность запрашивается, проверяется генетическим сканированием и по отпечатку сетчатки. Потом сверяются голос и феромоны. Затем Гомед делает шаг вперед и позволяет записать, сверить и закрепить его биометрические данные. «Управление у вас, капитан!» – произносит Магас. «Управление принято!» – отвечает Гомед. «Начать первичное обслуживание, очистку и переписывание контрольной системы. Три, два, один. Очистка выполняется, капитан. Подготовить протоколы перехвата!» – говорит Гомед. Он движется к стратегиуму со стремительно возрастающей уверенностью в себе. Или, по крайней мере, решимостью не выглядеть дураком. На ходу он начинает указывать влево и вправо, направляя офицеров на их посты. Те поспешно подчиняются, пристегиваясь или же в случае с магасами и сервиторами подключаясь. «Всем быть наготове!» – произносит Гомед. «Всем постам! Всем постам!» «Подтверждаю перехват через три минуты и хочу, чтобы в момент, когда мы оживем, все посты собрали и предоставили всю возможную информацию. Приоритет у двигателей, щитов и орудий и сенсоров. В течение двух минут после перезапуска внешние тактические системы стратегиума должны давать полный обзор и быть настроенными», – добавляет Гейдж. «Пусть это скажет он!» – шипит Гейджу Эмпион. «Гомед знает, что делает. Ему нужно знать, что кресло принадлежит ему. А мне нужно знать, как выглядит сражение», – говорит Гейдж. «Он не говорит другого. Мне нужно знать, не жив ли каким-то чудом Желеман». Киель и его ударный отряд наблюдают за процессом через входной люк, принимая меры предосторожности против возможного нападения. В теории крайне вероятно, что несущие слова уже высадились на флагман. Даже если Гомед поставлен командовать, корабль может на самом деле принадлежать вовсе не им. Киель испытывает непреодолимое желание направить отделение к основным шлюзам и ангарным палубам. Это те места, которыми он бы воспользовался, чтобы взять корабль на абордаж. «Перехват завершен», – сообщает Магас. «Вспомогательное управление активно», – восклицает палубный офицер. «Управление у меня», – подтверждает Гомед. И почти сразу же раздается возглас свеженазначенного Вокс-магистра. «Сигнал», – кричит он. «Кодированный сигнал с поверхности». «С поверхности», – изумленно переспрашивает Эмпион. «Но…» Гейдж делает шаг вперед. Он кивком велит Вокс-магистру активировать полное шифрование и берет переговорный рожок. «Это Марий Гейдж», – произносит он. «Кто говорит от имени Калта?» 9. Отметка 12-00-00. «Вентан из четвертой», – говорит Вентан. «Пожалуйста, подождите, пока мы проверим принадлежность и полномочия вашего кода». Вентан опускает переговорный рожок. И ждет, пока керамика не передаст подтверждение от сервера. «Это снова Вентан», – произносит он. «Приятно вновь слышать ваш голос, магистр ордена». «И твой Вентан», – раздается трескучий ответ, тональность которого изменена шифрованием сигнала. «Еще несколько секунд назад мы были слепы. Мы думали, что поверхность мертва». «Не совсем, сэр», – откликается Вентан. «Однако не стану притворяться, будто картина благоприятна. Мы понесли тяжелые потери. После нападения мы потратили часы, пытаясь восстановить ВОКС-сеть и снова получить какую-то информацию. В течение следующих нескольких минут я начну передавать вам сведения о выживших силах на поверхности и их позициях, по мере того, как они будут поступать ко мне». «С нами сервер Механикум, и она обрабатывает для нас входящие данные. Вентан, вы можете перехватить контроль над оружейной сетью?» «Трещит ВОКС». «Сервер в силах это сделать». «Ее контролирует враг. Он использует ее, чтобы уничтожать флот. У нас нет шансов чего-либо добиться, пока они управляют сетью». «Подождите», – отвечает Вентан. «Я думаю, что кагитаторная мощность этой информационной машины недостаточно. Однако сервер занимается этим вопросом. Я сейчас с ней поговорю. Вам будут передаваться данные. Капитан Сиданс останется на линии для поддержания голосового контакта. Гейдж принял». Вентан передает переговорный рожок Сидансу. И снова идет в стековый зал вместе с керамикой. На лице Таурин спокойное, но мертвенное выражение, как будто ее тело пусто. А разум удалился, глубоко в дальние субэфирные пределы, бросив физическую оболочку. «Установлен в оксконтакт с 67 группами выживших», – сообщает ему Керамика. «Включая две колонны машин в северном Эруде, роту бронетехники возле залива Лиска и 14-й горницкий полк тяжелой пехоты, который практически не понес потерь в бункерном комплексе провинции Силатор. Продолжайте сбор. Активную практику будет координировать примарх». С флагмана ответил магистр ордена, замечает Керамика. «Не ваш примарх. Вы уже обсуждали орбитальные потери. Что ты имеешь в виду? Орбитальные потери критичны, и они ежеминутно возрастают, по мере того, как сеть охотится за новыми целями. Жив ли ваш примарх? Возможно ли вообще активная практика?» Вентан резко оборачивается к ней. «Я могу поговорить с сервером?» – спрашивает он. «Она в полном погружении. Я ценю ее усилия, однако мне необходимо поговорить с ней». Керамика кивает. Она подает деликатный бинарный сигнал. Таурин открывает глаза. «Капитан!» – кивает она. Вместе с ее голосом постоянно пощелкивает фоновый неровный несущий сигнал. «Сервер – наше приоритетное направление, оружейная сеть. Каковы ваши успехи?» «Я могу подтвердить», – спокойно произносит она, «что эта машина не в состоянии не перехватить контроль над сетью, не осуществить управление сетью после перехвата. У нее элементарно недостаточно мощности. Есть ли альтернатива?» «Я пытаюсь определить», – отвечает она. «Похоже, что на данный момент на Калте нет ни одной работающей информационной машины, которая подошла бы для этой задачи, и которая при этом не заражена вражеским мусорным кодом. Впрочем, для получения точного ответа вам необходимо ждать моего окончательного решения». «Сколько это займет?» – спрашивает Винтан. «Не знаю, капитан», – отзывается Таурин. Винтан слышит позади себя звук шагов и оборачивается. В дверном проеме стоит Сиданс. «Вам стоит подойти, сэр», – говорит он. Винтан кивает. «Проинформируйте меня сразу же, как получите ответ», – говорит он Таурин и выходит. Таурин вновь переносится в информационную вселенную. Ее безмятежность сознательна и отработана годами тренировок. Держа разум в спокойном состоянии, сервер может справляться с обработкой данных более высокой сложности. На самом же деле она борется с внутренним волнением. Теперь, когда информационная машина работает, она видит все. Или, как минимум, видит ситуацию в большем объеме, чем кто бы то ни было, исключая врага. Она видит поистине устрашающий масштаб потерь, общее число погибших, ущерб, нанесенный 13-му легиону, пылающие города, вырезанное население, опустошенные территории и систематическое уничтожение флота. При любых других обстоятельствах Калд бы сочли потерянным, а битву проиграны. Единственное, что их поддерживает, свойственная ультрамаринную целеустремленность. Их бесстрашная решимость придумать новый практический план, переиграть даже безнадежный расклад. Это хуже, чем безнадежный расклад. Таурин видит, у нее есть синхронная инфосводка по планете, и она видит, что даже уцелевшие силы лоялистов находятся под мощным натиском и гибнут, загнанные в угол. Отбивая нападения со всех сторон, медленно приближаясь к полному уничтожению. Они слишком разрознены и слишком изолированы друг от друга. У врага превосходство во всех отношениях. Это угасание. Сеть могла бы изменить это, но ее невозможно вызвать или взять под контроль. Это вымирание. Это смерть Калта. Это конец 13-го легиона. Отметка 12-07-21 «Я подумал, что вам необходимо это увидеть», — говорит Силатон. Он выводит винта нанаружу, на изрытые воронками газоны дворца. «Пленник?» — недоверчиво спрашивает винта. Когда четвертая врезалась в них, большая часть врагов бежала. Многие не покинули позиции и дрались насмерть. Однако этот сдался в плен. Он стоит на газоне возле разбитого фонтана, охраняемый четырьмя ультрамаринами. Винтан предоставляет Силатону заниматься своими делами и приближается к несущему слову. Доспех воина помят и окровавлен. Лицо покрыто пятнами крови. Он смотрит на винтана и кажется почти что улыбающимся. Имя спрашивает винтан. «Морпалксир», — отвечает несущее слово. Один из стерегущих его ультрамаринов показывает винтану оружие, которое было при несущем слове во время пленения. Сломанный болток. Большой кинжал из черного металла с обмотанной цепочкой-рукояткой. Кинжал необычен. Он выглядит как ритуальный и церемониальный. В меньшей степени оружие, в большей символ статуса. «Ты был старшим офицером?» — интересуется винтан. «Я командовал», — соглашается ксир. «Есть ли причины, по которым мне не следует просто тебя убить, ублюдок?» — спрашивает винтан. «То, что вы все еще живете согласно законам, согласно вашей имперской истине, согласно чести, согласно этике. Все то, что мы сознательно отвергли, — поправляет ксир. «Это старая вражда?» — спрашивает винтан. Ксир смеется. «Какое типичное высокомерие! Как же оно свойственно ультрамарскому образу мышления!» «Да, сегодня мы удовлетворили свою неприязнь к вам. Однако на калп мы напали не поэтому». «В таком случае почему?» — спрашивает винтан. «Галактика охвачена войной», — отзывается ксир. «Войной против ложного императора. Мы следуем за хорусом». Винтан не отвечает. В этом нет смысла. Однако после невероятных событий этого дня нужно, как минимум, убедиться в очевидной бессмысленности. Он снова смотрит на ритуальный нож. Тот отвратителен. От его формы и исполнения винтану становится неуютно. Он думает, что такое же оружие носили культисты Браск. Он убирает нож в пояс. Он покажет его серверу. Возможно, информационная машина сможет предоставить какую-либо проливающую свет информацию. «Итак, галактика охвачена войной?» — переспрашивает он. «Да, гражданской войной». «Гражданской войной», — отзывается ксир, как будто гордится ею. Воитель Хорус обратился против императора. Ксир кивает. «Новостям нужно время, чтобы дойти», — весело сообщает он. «Довольно скоро все о ней услышат. Но только не вы, никто из вас, ни один из тринадцатого. Смиритесь с тем фактом, что вам осталось жить считанные часы. Если ты позволил взять себя в плен только ради того, чтобы попытаться попугать нас, то ты глупец», — произносит приближающийся к ним Сул. «Я здесь не для того, чтобы запугивать», — говорит ксир. «Я бы предпочел умереть. Однако у меня, как у командира, есть долг. Долг предложить вам условия». Сул вытаскивает меч. «Разреши мне заткнуть этого предателя», — произносит он. «Подожди», — отвечает Вентан. Он смотрит на несущего слова. У ксира насмешливое и самоуверенное выражение лица. «Ему известно, что мы не причиним ему вреда, пока он в плену, Сул», — говорит Вентан. «Он насмехался над нами из-за этого. Насмехался над нашими цивилизованными законами и принципами. Он смеется над нами потому, что у нас гуманистическая этика. Если это худшее, что он может сделать, пусть говорит». Сул издает рычание. «В самом деле, Кей», — произносит Вентан. «Он думает, что это оскорбление, что у нас есть моральные нормы, а у него нет. Ксир смотрит Вентану в глаза. «Твоя этическая установка достойна восхищения, капитан», — говорит он. «Не пойми меня неправильно. Мы, семнадцатый, восхищаемся вами. В благородных ультрамаринах есть много того, чем следует восхищаться. Ваша решимость, ваше чувство долга, и в особенности ваша верность. Не хочу, чтобы эти замечания показались фальшивыми. Я говорю искренне. То, что вы воплощаете и поддерживаете, — проклятие для нас. И мы обратили против этого оружия. Мы не остановимся, пока проклятие не будет сброшено. Но это не мешает нам постоянно восхищаться силой, с которой вы его защищаете». Ксир переводит взгляд с Вентана на Сула, а затем обратно. «Вы были тем, чем мы не смогли стать», — произносит он. «А затем нам открылась истина, изначальная истина. И мы поняли, что вы были всем тем, чем мы не должны быть». «Его болтовня меня утомляет», — говорит Вентану Сул. «Вы — люди чести и разума», — продолжает Ксир. «Вы понимаете условия. Именно поэтому я воздержался от смерти, которую бы с радостью принял, и пошел на это унижение. Я пришел предложить вам условия». «У тебя минута, чтобы их изложить», — произносит Вентан. «Не сумев захватить дворец и уничтожить вас», — начинает Ксир, — «я разочаровал своего полевого командира». «Лепкий-Нумин был обозначен как основная цель. Понимаешь, о чем я, капитан? Однако лишь то, что вы победили меня, не помешает прийти другим. К моменту моего пленения на Лепкий вместе со своим воинством надвигался командующий Федерал Фел. У него в двадцать раз больше сил. И он не человек чести, капитан. Не в том смысле, как вы понимаете этот принцип. Сдайтесь сейчас, сдайтесь мне, и я поручусь вашу пользу. «Ты и твои люди здесь. Ваши жизни будут сохранены». «Чего ради?» — спрашивает Сул. «Жизнь, сохраненная на таких условиях, это не та жизнь, о которой я стал бы заботиться». Ксир кивает. «Понимаю. Я это предвидел. Между нами не может быть сближения. Мы слишком глубоко погрязли в крови». «Тогда чего ты ожидал?» — интересуется Вентан. «Что мы сдадимся тебе? Объединимся с тобой, Семнадцатым? И если ты говоришь правду с Хорусом, против Терры?» «Разумеется, нет», — отвечает Ксир. «Но я ждал, что, быть может, вы хотя бы услышите нашу истину. Это не то, что ты думаешь, капитан. Она прекрасна. Ваше понимание галактики изменится. Сдвиг парадигмы. Вы будете удивляться, почему когда-то думали то, что думали. Будете гадать, как и почему в этом виделся смысл». «Ксир», — произносит Вентан, — «я выслушал твои условия и твое предложение. Я официально отвергаю и то, и другое». «Но вы умрете», — говорит Ксир. «Все умирают», — отвечает Вентан, отворачиваясь. «Это будет плохая смерть», — окликает его Ксир. «В ней не будет славы. Это будет бессмысленный и жалкий конец». «Даже славная смерть бессмысленна», — отзывается Вентан. «Фел покарает вас, покарает невообразимыми способами. Он вобьет вашу плоть в землю». «Не обращай внимания», — говорит Вентан Сулу. «Так же, как мы поступили с вашим примархом», — выкрикивает Ксир. «Мы будем резать вас, пускать вам кровь и убивать, как резали и пускали кровь ему». В конце он просил о смерти, молил о ней, умолял нас, как трус. Он рыдал, умолял нас прикончить его, прекратить его муки. А мы рассмеялись и помочились на его сердце, зная, что он боится. Вентан не в состоянии его остановить, но Сул метнулся, как тень. Тело Ксира рассечено от левого бедра до горла одним вспарывающим ударом. Кончик меча Сула вонзился снизу в челюсть Ксира. Из несущего слова бьет кровь, он качается. Черная кровь льется из раны по ногам, по застрявшему клинку и по руке Сула. Она струется изо рта Ксира, рот полуоткрыт. Вентан видит тонкое стальное острие меча, которое торчит между нижних зубов. Ксир смеется. Он что-то бормочет, давясь кровью и заткнувшим ему рот мечом. Вентан отталкивает Сула в сторону и хватается за меч, чтобы выдернуть его и милосердно подарить быструю смерть. «Ну, наконец-то!» – булькает Ксир. «Я все думал, что же понадобится! Я знал, что у кого-нибудь из вас найдутся яйца!» Он начинает падать, заваливаясь на колени, прежде чем Вентан успевает вытащить меч. На сухой земле вокруг него образуется кровавая лужа, которая растекается во все стороны, словно пурпурное зеркало. Четверо ультрамаринов отступают в молчаливом неодобрении. Сул не отводит глаз, проклиная себя за то, что позволил ярости вырваться наружу. Наружу вырывается еще что-то. Ксир хохочет. От смеха изо рта выталкиваются новые волны крови. Она густая, с комками, обрывки ткани. Смех – бульканье, словно от забитого водостока. Ксир разделяется по линии, нанесенной мечом раны. Он раскалывается от бедра до горла. Затем череп тоже расходится по вертикали, будто раскрывающийся стручок гороха. Плоть рвется и раздирается, как волокнистая материя. Меч падает на окровавленную землю. Ксир стоит на коленях, раскрывшись выше пояса, словно кровавый цветок. Каким-то образом он все еще смеется, а затем выворачивается наизнанку. Винтан, сул и охранники отшатываются в смятении. Их забрызгивает кровью. Хребет ксира растет, будто окаменевший древесный ствол, отращивая странные ветви, которые выглядят так, будто состоят из костей рук. Грудная клетка распахивается, как костяные крылья. Органы пульсируют и разрастаются, размазывая ткани и жилы по перестраивающемуся скелету. Ксир становится сосудом. Чтобы не таилось внутри его, чтобы не прорастало сквозь него из варпа, оно гораздо крупнее, чем могла сдерживать себе его физическая форма. Растущие конечности становятся черными и чешуйчатыми. Обрастают щетиной шипами. Вытягиваются, будто ноги гигантского паукообразного. Вырастающие из открытых ребер скорпионии хвосты извиваются и бьются, словно кошмарная гирлянда. Жало блестят, как ножи. У ксира прорастает и постепенно оформляется новая голова, которая медленно поднимается вверх из склоненного положения. Ротовые органы пощелкивают. Огромные фасетчатые глаза поблескивают и радужно переливаются. Из черепа прорастают рога. Громадные прямые рога какого-то древнего эгейского демона быка. Ксир все еще смеется, но это больше не ксир. Воздух, словно буря жужжащего пепла, заполняют мясные мухи. «Самус!» — хохочет ксир. «Самус здесь!» Ушкул-ту В конечной фазе любого сражения или же в любой момент после осуществления решительного удара необходимо признать поражение. Зачастую это является наиболее тяжелым уроком для воина. Об этом редко пишут. Оно не ценится и не имеет определений. Вы должны понять, когда проиграли. Осознание этого состояния столь же важно, как и осознание победы. Когда, следуя теории, вы поняли, что проиграли, то уже можете решать, какой наилучший практический итог можно получить. К примеру, вы можете выбрать отступление, сохраняя тем самым живую силу и военную технику, которые в противном случае будут истреблены. Можете предпочесть сдаться, если продолжением вашей жизни, пусть даже и в плену, можно чего-либо достичь. Можете решить продлить последние усилия, нанося победителю как можно больше карающего ущерба, чтобы ослабить его для других противников. Можете выбрать смерть. То, как воин справляется с поражением, является более важной характеристикой его мужества, чем поведение при победе. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 26.16.35 «Кто такой Самус?» – спрашивает Воксмастер. Затем он дергается и срывает гарнитуру с ушей. «Докладывайте!» – рявкает Гейдж. «Внезапный и продолжительный перебой», – говорит Воксмастер, проворно трудясь над консолью, чтобы восстановить соединение. Похоже на помехи, звучит как крупное искажение штормового типа. Как будто в области Лепкия-Нумина наступила плохая погода. «Вы потеряли Вокс-контакт?» – спрашивает Гейдж. «Вокс-связь с Лепкием-Нумином приостановлена», – сообщает Воксмастер. «Тем не менее, информационный канал все еще активен», – произносит Магас на соседнем посту. «Информационная машина дворца все еще обрабатывает и передает данные». «Восстановить связь», – говорит Гейдж Воксмастеру. Гейдж идет через зал к стратегиуму, где капитан корабля Гомет и его офицеры изучают быстро появляющуюся тактическую схему. Это трехмерное гололитическое изображение Калта и окрестных областей космоса. Информация неутешительна. Практически все орбитальные станции погибли или настолько повреждены, что их придется разрушать и заменять, а не ремонтировать. Флотские формирования 17-го бомбардируют южное полушарие Калта. Остальная часть его флота создала себе открытую господствующую позицию на орбите. Флот Ультрамара раздроблен. От его изначальной мощи осталась пятая часть. Уцелевшие корабли либо отступают на дальнюю сторону местной звезды, чтобы избежать прямой атаки флота или уничтожающего обстрела со стороны оружейной сети, либо же, как честь Маккраги, дрейфуют, потеряв управление в зоне высокой швартовки. Не осталось почти ничего, чем можно воевать. С ними разделались. Все кончено. Несущим слово осталось лишь подбить последние сражающиеся корабли флота 13-го. Похоже, что это не вызовет никаких сложностей у оружейной сети. Она уничтожила местный мир-кузницу, небольшую луну с наступательными возможностями, звездный форт возле точки Мандевилля, а также несколько линкоров. У нас есть сенсоры, произносит капитан корабля, и мощность нарастает. В течение 15 минут я прогнозирую объем, достаточный для орудий или двигателя, но не одновременно. А что со щитами, интересуется Гейдж? Я думаю, что орудие и двигатель обладают более высоким приоритетом. Гейдж кивает. Теория логично. К флагману фактически пришвартованы три крейсера несущих слова. Оружейная сеть не станет стрелять под честь Маккраги, пока они настолько близко. Крейсеры не станут стрелять, поскольку до сих пор не сделали этого. Они подошли вплотную, чтобы начать абордаж. Враг хочет получить флагман невредимым. Гейдж видит схему. Сначала он не мог понять, почему многие из уцелевших кораблей ультрамарина это наиболее крупные и мощные линкоры. Ведь естественно, что противник, который контролирует оружейную сеть, в первую очередь стал бы сбивать самые серьезные угрозы. Все сохранившиеся корабли беспомощны и дрейфуют, как честь Маккраги. Как только они избавятся от воздействия мусорного кода или электромагнитного импульса и начнут движение или поднимут щиты, сеть уничтожит их. Несущие слова намереваются захватить нетронутыми как можно больше крупных боевых кораблей легиона. Хотят усилить свой флот, нарастить ударную мощь. Они хотят повернуть корабли ультрамарина против Империума. Что за чушь там вещал Ларгар в конце? Хорус обратился? Гражданская война? Он был безумен. К тому же это был не Ларгар. Это была какая-то подделка ксеносов. Какой-то эффект прорыва эмпириев. Гейдж знает, что лжет самому себе. Сегодняшний день изменил лик галактики так, как не смогла бы предсказать даже самая дикая теория. Он надеется, что ему не придется жить, безропотно снося новый порядок. Сколь бы долгим ни оказался остаток его жизни, он не допустит, чтобы корабли ультрамара использовали против Империума. Он оборачивается к импиону. Твои отделения на месте? Да, отзывается импион. Готовность, распоряжается Гейдж. Отбить тех, кто идет на абордаж. Найдите их и выбейте с этого корабля. Отметка 12-20-59 Олл Персон велит им ждать. Дым покрывает реку, пристани и доки. В устье горят два контейнеровоза. В неподвижном тумане от них разлетаются пляшущие желтые пушинки. Как будто весь мир находится в газообразном состоянии. Он велит им ждать. Графту, Зибису, двум солдатам и безмолвной девушке. Они укрываются в домике пилота, из которого видно место посадки. Они все вооружены, кроме графта и девушки. Она так и не проронила ни слова и не посмотрела никому в глаза. Олл закидывает на плечо ремень винтовки и находит тихое местечко в одном из складов. Раньше он часто приезжал в Неритскую косу в базарные дни. Там всегда был свежий улов, несмотря даже на то, что портовые районы были в первую очередь промышленными. Вдоль пристани и платформ среди громоздких контейнеров сновали сотни лодок. Теперь все изменилось. Несколько громадных морских волн вышвырнули лодки на улицы и разбили их о жилище и заводские постройки. Улицы залиты водой и по колено завалены мусором и обломками. С водой и того хуже. Она похожа на бурое масло. И в ней плавают тела. Тысячи тел. Они загромождают платформы, сбиваются под мостами и дорожками молов, собранные изменившимися течениями, будто выброшены за борт хлам. Это место пахнет смертью. Подводной смертью. Олл садится и открывает свою старую сумку. Он извлекает несколько предметов, которые успел вынести из спальни, и раскладывает их поверх старого ящика. Маленькая жестянка. Табачная жестянка для грубо порезанных листьев лхо. Он давным-давно не курит, однако это делали несколько его более старых версий. Он со щелчком открывает жестянку, чувствует запах лхо и вытряхивает на ладонь тряпичный узелок, разворачивает его. В точности такие, какими он их и запомнил. Маленький серебряный компас и агатовый маятник. Ну, они кажутся серебряным и агатовым. И он никогда не поправлял тех, кто назвал их так. Черный камень подвешен на очень тонкой серебряной цепочке. С тех пор, как он в последний раз пользовался этими предметами, прошло много лет. Олл подозревает, что прошли века. Однако отполированная черная сфера на конце цепочки теплая. Компас изготовлен в виде человеческого черепа. Это прекрасный образчик художественной работы по металлу размером меньше большого пальца. Череп вытянут чуть больше стандартных человеческих пропорций. И это наводит на мысль, что образцом для исполнения на самом деле послужил нечеловеческий череп. Коробочка черепа открывается по линии челюсти на точно спроектированных петлях так, что небо рта оказывается шкалой компаса. Отметки на ободке настолько мелкие и тонкие, что для того, чтобы прочесть их, потребовалась бы лупа часовщика. У Олла есть такая. Когда он перемещает крохотный прибор, простая черно-золотая стрелка плавно поворачивается. Он ставит его, ориентировав на север. Наблюдает, как подергивается стрелка. Олл достает из сумки небольшой блокнот с застежкой и раскрывает его на пустой странице. Половина блокнота заполнена старыми рукописями от руки. Он извлекает стилус, открывает его и записывает дату и место. На это уходит несколько минут. Он подвешивает маятник над компасом на серебряной цепочке и позволяет ему раскачиваться. Он проделывает это несколько раз, занося в тесные столбцы углы и направления вращения вместе с отклонениями стрелки компаса. Он высчитывает и записывает азимут. Затем пролистывает страницы блокнота назад, раскрывает сложенный желтый лист бумаги, вклеенный в заднюю часть обложки и изучает таблицу. Ее составили на Терри, 22 тысячи лет назад. Это копия таблицы, составленной за 22 тысячи лет до того. В те дни его почерк выглядел заметно иначе. В таблице показано роза ветров сторон света. Это часть записанной тушью Великой Тайны. Ол размышляет о двух силах, которые столкнулись на калке, и думает, что в одном обе они правы. В одном они сходятся. Их главная сила – слова, по крайней мере, некоторые слова. Информация – это победа. «Фраскиада», – говорит он самому себе. Как он и подозревал, им понадобится лодка. Он собирает вещи столь же аккуратно, как и разворачивал их, проверяет ружье и отправляется на поиски остальных. Бейл Рейн с сомнением глядит на Ялик. «Залезайте быстрее», – говорит Ол. Ялик – рыболовная суденышка, надюженную человек, с небольшой крытой кабиной и длинным узким корпусом. «Куда мы направляемся?» – спрашивает Дзибис. «Отсюда», – отвечает Ол, загружая на борт несколько ящиков. «Далеко». «Фраскиада». «Что?» – переспрашивает Дзибис. «На северо, северо-запад», – поправляется Ол. «Зачем?» – спрашивает Рейн. «Нам туда надо. Помоги мне с ящиками». Они погрузили кое-какую еду в банках, завернутые в фольгу пайки, медицинские припасы и еще некоторые важные вещи, взятые из домика пилота. Кранк и Графт отошли по площади на платформе, чтобы наполнить четыре больших пластиковых бочки питьевой водой из портовых цистерн. «Мы будем грести?» – интересуется Рейн. «Нет, тут есть мотор, небольшая термоядерная установка. Однако она шумит, а временами нам понадобится вести себя тихо, так что мы берем и весла». «Я не буду грести», – говорит Рейн. «А я тебя и не прошу, парень. Для этого мы взяли Графта. Он не устает». Этот мальчик, Рейн, становится суетливым. Ол это видит. Они все нервничают, все, кроме Кэт, которая просто сидит на швартовочной тумбе, глядя на тела в воде. На улицах выше по косе стрельба и шум танков, гудение танков и собачий лай. Вот только Ол знает, что это не собаки. «Иди и помоги своему другу с водой», – говорит Ол. Он забирается на Борг, чтобы проверить электрику и запустить двигатель на холостых оборотах. Рейн идет назад по платформе в сторону цистерн. Порывистый ветер гонит по пристани черный дым, заставляя его кашлять. Он даже не думает о них. Он вообще не думает. И вдруг она просто оказывается там, прямо перед ним, словно выступив из дыма. Она улыбается. Она никогда не казалась ему настолько красивой. «Я тебя искала, Бейл», – произносит она. «Я думала, что больше тебя не увижу». Он не в силах говорить. Он идет к ней с распростертыми руками и слезами на глазах. Возле цистерны Кранк поднимает голову. Он видит на мостах Рейна, видит, что тот делает. «Бейл!» – кричит Кранк. «Бейл!» – нет! «Нет!» Он бежит на помощь, но на его пути неожиданно оказываются люди. Люди на причале, люди появляются из дома. Они большие и грязные, одеты в черное. Они худощавы, будто от недоедания. У них ружья, винтовки. У них ножи из черного стекла и грязного металла. Винтовка Кранка прислонена к цистерне. Он пятится назад. У него нет шансов добраться до нее. Братья-ножа смеются над ним. «Убить его!» – обращается к Ушмитар-Кау Криол Фолст. Отметка 12, 39, 22. Загерметизировав доспехи, 6-й истребительный отряд выходит из шлюзового порта номер 86 во главе отделения Тиэль. Импион лично возложил на него эту ответственность. Хотя среди выживших, собранных на борту корабля, было несколько капитанов, которые сочли бы это за честь. По чести Маккраги движется 40 отрядов. 40 истребительных команд по 30 человек каждая. У них болтеры и оружие ближнего боя. Трое братьев в каждом отряде тащат магнитные мины. Команда Тиэля выходит позади одного из основных позиционных двигателей левого борта. Это гигантская массивная громада, похожая на башню жилого блока. С каждой стороны установлены раструбы выпускной системы, из которых вышли бы купола для храмов приличного размера. Над двигательным комплексом поднимается Калт. Яркий восход планеты над проклятой башней. Калт похож на старую Теру. Зеленые массивы суши и синие моря, затянутые белыми облаками. Однако Тиэль видит на нем смертельные раны. Часть сферы покрыта спиралью бурых, словно сажа грозовых туч. А некоторые места выглядят, как вмятины на кожухе плода. Атмосфера полностью обесцвечена. По ту сторону извилистой тени границы дня и ночи районы южного континента залиты сияющим оранжевым мерцанием, словно горящие угли на решетке колосников. Магнитные захваты на подошвах удерживают его на поверхности корпуса. Продвигаясь вперед, он расширяет себе обзор. Он с необычной отчетливостью видит окружающее калк пространства. Видит, как орбитальные сооружения светятся отблесками фламени, пожираемые пожаром. Видит, что ближайший из естественных спутников планеты почернел и спещрен следами обстрела. Ближе находятся корабли, тысячи кораблей, горящих кораблей, дрейфующих, рассыпанных, ставших жертвами нападения, разбитых на куски и уничтоженных. Неторопливые раи обломков, безмолвные облака поблескивающего металлического мусора. В пустоте мерцают и вспыхивают лучи энергии. Звездное небо, громадное, бесконечное пространство галактики, безучастно и бесстрастно глядит на все это. Свет звезд холоден, он похож на резкий и ясный закат колоссальной яркости. Ничто не нарушает равнодушного, бледно-синего великолепия веридийского Солнца. Все тени резко очерчены и глубоки. Вокруг него либо болезненно яркий свет, либо черная, как смоль, тень. Все легионеры подготовлены к бою в условиях вакуума и при нулевой гравитации. Строго говоря, это ни то, ни другое. Флагман является источником ограниченного притяжения, а к корпусу корабля прилегает тонкая воздушная прослойка, атмосферная оболочка, которую поддерживают генераторы гравитационного поля. Чтобы способствовать работе открытых пусковых ангаров и причальных боксов. Впрочем, все равно сложно различать верх и низ. Перед ними, словно край света, открывается ландшафт левого борта корабля. Это сложное сооружение из труб и башен, вентиляционных шахт и арок, блоков и пилонов. Масштабы его огромны. Истребительная команда перемещается гигантскими скачками от одной поверхности к другой, продвигаясь вниз по борту корабля, словно акробаты, которые движутся через городское пространство с крыши на крышу. Пониженная гравитация увеличивает их силы. Один уверенный шаг превращается в 10-метровый прыжок. Несмотря на часы теории и тренировок, необходимо время на овладение практикой. Всегда есть опасность шагнуть слишком широко, оттолкнуться слишком сильно, улететь слишком далеко. У более широких пропастей, ущелий, охлаждающих вентиляционных шахт левого борта и громадных каньонов межпалубных зубчатых стен, члены истребительной команды используют краткие импульсы тяги пустотных ранцев, пересекая адамантиевые рубежи и стальные разломы. Крейсер несущих слова Либер Колхис, громадное багряное чудовище, пристыковался к заднему левому борту чести МакКраги, словно кровососущий паразит. Пространство между двумя кораблями абсолютно черное, свет звезды полностью заслонен, однако в черноте светятся огни. Продвигаясь со своим отрядом, Киэль опознает искры и свечения режущего инструмента и пристегнутых прожекторов. Готовые к эвакуации команды несущих слова, словно хирургическим ланцетом, вскрывают корпус флагмана, чтобы атаковать крупные трюмы и позволить штурмовым силам осуществить прямой переход. Предполагается, что от других точек выхода должны прибыть четвертая и восьмая истребительные команды, чтобы объединить силы против этого вторжения. Однако Киэль не видит никаких признаков этих команд. Сколько еще времени ему следует дать им? По мнению Киэля, угроза абордажа слишком долго оставалась без ответа. Он бросает взгляд на Антераса, своего заместителя, и подает сигнал. Они атакуют. Они быстро несутся на пустотных ранцах вдоль широкого каньона ярко освещенного теплообменного канала, пролетая в неподвижной тени силового соединения размером с подвесной мост. За ними по корпусу следуют их крохотные тени. Половина, являющаяся их целью группы, стоит на самом корпусе флагмана. Другая половина на боку причальной башни, построенной перпендикулярно остальным. К пластинам корпуса применяют мелтоинструменты. Из открытых грузовых люков пристыкованного крейсера выдвигаются громадные режущие головки. Относительно Киеля крейсер находится наверху, а выдвинутые резаки свисают с него, вгрызаясь в корпус флагмана. С режущих головок во мрак сыплются струи, раскаленных до белой искры. Киель стреляет из болтера, и заряды уносятся прочь, оставляя за собой подрагивающие хвосты огня, как паяльная лампа. Звука нет. Они разрывают нагрудник несущего слова, который охранял выход теплообменника. Однако смотрел не в ту сторону. Торс взрывается огненным шаром, разбрасывая осколки и шарики крови. От удара он содрогается и, переворачиваясь, заваливается назад. Киель проносится мимо вертящегося трупа, снова стреляя. Третий выстрел проходит мимо цели, бесшумно оставляя на корпусе воронку. Четвертый попадает в лицо несущему слова, разворачивая того в фонтане искры пламени. Из разбитого черепа хлещет кровь, которая колеблется и извивается в невесомости. А остальная часть истребительной команды открывает огонь. Они мчатся через район цели, словно группа молний на бреющем полете. И несущие слова гибнут, когда болтерный обстрел молотит по ним, пробивая их на сквость. Тела падают и подскакивают. Некоторые распадаются на части, выпуская наружу облака кровавых бусин, которые колеблются словно ртуть. Один из несущих слова получает попадание такой силы, что его тело улетает прочь на огромной скорости, уменьшаясь в размерах. Еще одного задевает взрывной волной, из-за которой его собственный пустотный ранец дает сбой. И он взмывает вверх на раздвоенном столбе пламени, жестко сталкиваясь с бронированным корпусом, находящегося над ними крейсера. Четверо несущих слова умирают, не разомкнув магнитные захваты на своих подошвах, и просто остаются стоять на корпусе, безвольно опустив руки, будто изваяние или ушедшие на дно моря тела с привешенным к ногам грузом. Окружающее пространство заполнено плывущими и кружащимися скоплениями крови. Они разбиваются от еля, разлетаясь на более мелкие кровавые бусинки и разливаясь по его доспеху. На мгновение ему заливает визор, и он лишается обзора. Он резко тормозит, отлетает назад и приземляется. Он протирает визор как раз вовремя, чтобы увидеть, как к нему по корпусу скачками движется несущие слова. Они оба находятся на борту причальной башни, и их земля расположена под углом 90 градусов в плоскости корабля. Бег несущего слова, которому способствует пониженная гравитация, кажется преувеличенным, почти что комичным. Он стреляет из своего оружия. Болт проносится мимо Тиэля. Тиэль стреляет в ответ. Бесшумные, стремительные заряды отрывают врагу правую ногу и разносят в клочья оба наплечника. Удары мгновенно меняют его курс, превращая прыжок вперед в жестокое падение назад и вращение. Его отбрасывает от ускорительной установки и ударяет о корпус под другим углом. Тиэль разворачивается. Он еле-еле уворачивается от силового топора, рассекающего тьму. Он убивает его владельца одиночным выстрелом, который отбрасывает врага назад из тени в свет. Но там еще двое. Оба приближаются с режущими инструментами, шипящие от нагрева корпускулярной горелкой и силовым резаком. Несущие слова движутся к нему большими медленными прыжками. У Тиэля при себе электромагнитный дуэльный меч. Он извлекает его из ножен и вгоняет два болтерных заряда в грудь несущему слова с резаком, взрывая массу пляшущих кровавых бусинок. А затем встречает приближающуюся полыхающую горелку. Она может рассекать пустотные корпуса и уж точно может рассечь его. Тиэль использует всю длину и остроту меча для достижения максимального эффекта. Он разрубает обтекатель горелки и держащую ее руку. Из отсеченной руки льется кровь, а из разрубленной горелки рвется жгучая энергия. Попав в сферу белого пламени, несущий слово селится отойти назад. Он бьется, плавится, сгорает. Тиэль рискует один раз сильно ударить врага ногой в грудь, чтобы сбить того. Слишком яркий, чтобы на него глядеть, гибнущий несущий слово переворачивается, улетая прочь. Выпущенная на свободу энергия добирается до блока питания горелки и воспламеняет его. По причальной башне вдоль корпуса прокатывается ударная волна и свет, оба бесшумные. Огненный шар бьет в броню крейсера и отскакивает, выпуская свою ярость. Тиэля толкает назад. Сенсоры его доспеха на секунду слепнут, выдавая ему всплеск, помех и треск. Он пытается прикрепиться к корпусу, заново пристыковаться. Свечение от взрыва меркнет. Он быстро оценивает ход сражения. Насколько ему видно, он потерял двоих, однако отряд несущих слово разбит. Повсюду вокруг него плавают покалеченные тела в море подрагивающих кровавых капель и при этом никаких признаков других истребительных команд. Тиэль перелетает громоздким режущим головкам. Это огромные приспособления, каждое крупнее Рено, которые выдвинуты из недр вражеского корабля на гигантских суставчатых серворуках. Тиэль подал сигнал Бормару, одному из тех, кого назначили нести магнитные мины. Они начинают прикреплять их к первой режущей головке. Тиэль оставляет Бормара трудиться и взлетает с серворуки на управляющую платформу, которая установлена на середине пути наверх. Если он сможет втянуть механизм внутрь вражеского корабля, словно дождь комет, вокруг него падает буря масс реактивных зарядов. Некоторые попадают в платформу и поручни, разрываясь яркими вспышками. Колоссальный ливневый огонь. Там, где относительно него находится низ, гибнет полдюжины его людей. Рядом с телами в красной броне теперь плавают тела в синий. Все поблескивающие и подрагивающие кровавые бусины одного цвета. Он смотрит вверх. Атака его истребительной команды не осталась незамеченной. Из открытых грузовых люков крейсера совершают выход основные силы несущих слова. Они появляются стреляя. Их пустотные ранцы полыхают. Тиель и его люди уступают численности в 8 раз. Отметка 12 40 22 Олд Персон делает шаг с ялика на платформу. При нем его лазерная винтовка. Резкое движение загрубевшего большого пальца правой руки отщелкивает предохранитель и приводит оружие в боевую готовность. Олд даже не смотрит на оружие. Он глядит прямо перед собой, вглубь платформы, на собравшиеся там фигуры. На лице мрачное выражение. От этого черты застывают. Хмурясь, он щурится так, словно вышло солнце и оно чересчур яркое. Он не колеблется. Шаг другой. Затем он переходит на трусу, а потом бежит. Бежит прямо по платформе, скидывая винтовку к плечу, прижимая ее к щеке и целясь на бегу. Первый выстрел в брата ножа, позвоночник между лопаток, прежде чем тот успевает ударить кричащего кранка в шею. Второй и третий выстрелы в брата ножа, в лицо, в человека, который прижимает кранка к земле. Четвертый выстрел в брата ножа, в нижнюю челюсть, сбивает его в воду, когда он оборачивается. Пятый, шестой и седьмой выстрелы в двух братьев ножа, которые разворачиваются с винтовками. Кучная тройка пробивает обоих насквозь. Еще двое начинают палить в ответ вдоль посадочной площадки. Восьмой выстрел в одного из стрелков ранит его. Девятый выстрел убивает его. Десятый выстрел в другого стрелка в верхнюю часть головы. Одиннадцатый выстрел осечка магазин пуст. Сегодня он много стрелял. Вынимает его, продолжая бежать по платформе. С глухим звуком роняет пустую ячейку на мостовую, загоняет на место новую. Он добрался до них. Он среди них. Ближний бой. Ол проводит блок и вгоняет приклад ружья в лицо. Траншейный стиль боя, как их учили столько лет тому назад в грязи другого мира. Верден. Эх, штык бы. Придется справляться голым дулом. Оно раскалывает чей-то лоб. Пинок ногой в бок ломает лодыжку. Еще один удар приклада дробит скулу. Он блокирует нож при помощи винтовки, как дубинкой, отводя его в сторону. Снова стреляет в упор сквозь грудину. Из спины брызжет кровь. Темноту разрывает проходящие мимо лазеры. Он не уклоняется. Четверо братьев ножа карабкаются через перила на краю пристани, чтобы присоединиться к схватке, добраться до него. Ол разворачивается. Лазерная винтовка у бедра, переключенная на автоматический огонь. Одна очередь. Дульная вспышка дергается, как проблесковый маячок. Позади хрустят кости. Ол резко оборачивается. В растекающейся луже крови лежит культист, которого он не заметил. Графт ударил его одной из подъемных конечностей. Спасибо, произносит Ол. Он собирался вам навредить, рядовой персон. В такие моменты Ол жалеет, что не может научить старого рабочего сервитора стрелять. В такие моменты. Сколько раз он молился, чтобы никогда больше не было таких моментов. Печальная правда состоит в том, что существует только война. Всегда нужно сражаться на очередной войне. Ол это знает. Знает лучше, чем кто бы то ни было. Быть может это она. Быть может грамматикус на этот раз оказался прав. Быть может это последняя война. Кранг пытается подняться. Он потрясен. Ол ищет Рейна. Он видит, как нечто утаскивает парня в тень. Оно его схватило. Оно его схватило. Бормочет Кранг. Все в порядке, говорит ему Ол, глядя не на него, а только на Рейна. Хватай воду, лезь в ялик. Мы отправляемся. Может быть мальчишка мертв. Может быть просто упал в обморок. Теперь от Ласгана не будет пользы. Та тварь, которая его схватила, вышла прямиком из варпа. Ол не знает, что видел Рейн и Кранг. Наверное, что-нибудь из иллюстрированного бестерия. Ол видит его, как оно есть. Грязная материя, сплавленная в человекоподобную форму, облаченная в мантию кошмара. Оно достаточно реально. Достаточно реально, чтобы убить. Однако, тем не менее, оно нереально. Это всего лишь отражение в энергии этого мира, чего-то из имматериума. Чего-то голодного, возбужденного, которому не терпится нанести удар. Если угодно, называйте это демоном. На самом деле, это излишнее конкретное слово. Хотя, может быть, в нем содержится все, что определяет демонов. Ол бросает взгляд вниз, на тела убитых им, оборванных воинов в черном. Им было известно о варп магии. Немного, но достаточно, чтобы заинтересоваться ей. Достаточно, чтобы поверить, будто они нашли невыносимую истину. Достаточно, чтобы создать культ, религию. Достаточно, чтобы лишиться разума. Как эти идиоты, несущие слово. Все связанное с варпом губительно. Как только ты к нему прикасаешься, оно прилипает. От него нельзя избавиться. Черные ножи их братства, ритуальные ножи, атамы. Он поднимает один из них, ближайший, и пригоняет ручку к стволу винтовки. На крайний случай сгодится импровизированный отменный штык. Он довольно неплохо использовался при аустерлице. Ол заклинивает его, затем делает шаг вперед и вгоняет черный клинок в существо, которое вцепилось в рейм. Во все стороны бьет черный свет, облако дыма, вонь тухлых яиц и гнилого мяса. Демоническая тварь кричит, словно живая женщина, и умирает. Материя, из которой она состоит, распадается на черную слизь. Она полностью покрывает рейна, и мальчишка отключается, но у него все еще есть пульс. Ол озирается. Позади него, глядя на рейна, стоит девочка Кэт. Помоги мне его тащить, произносит Ол. Она ужас и помогает ей. Ол выдергивает из ружья то, что осталось от ножа, и швыряет его в грязную воду. Он касается символа, который находится возле его горла, и шепотом благодарит своего бога за избавление. В конечностях старого тела покалывает адреналин. Он ненавидит спешку, ее сжение. Он думал, что оставил эту чушь позади. Он поворачивается к ялику. Стрельба привлечет внимание, однако по его подсчетам у них есть время отчалить и двинуться по каналу. Он видит брата ножа, которого свалил граф. Командир, офицер, вожак стаи, маджир, лицом вниз. Повсюду кровь из раны в голове. Возле него на мостках лежит нож, еще один а там. Но у предводителя он хорош, мастерски сделан. Специально, чтобы отметить его власть и значимость. Эта вещь лучше, чем грубые ритуальные шипы, которыми вооружены остальные, если нечто столь испорченное и злое по своей природе вообще можно назвать хорошим. Возможно, это не в точности то, что ищет Ол, но оно самое близкое из того, что он видел, и он будет глупцом, если оставит его. Он подбирает нож, заворачивает его в тряпку и запихивает в набедренный подсумок. Через три минуты двигатель ялика с грохотом оживает, и лодка выходит на темную воду, прочь от платформы. Криол Фолст резко приходит в себя. Он садится, оторвав лицо от прохладного и сырого настила. Повсюду кровь, он весь в крови. Он ощупывает пальцами скальп и находит участок черепа, который болит действительно ужасно, и который не должен вот так сам по себе двигаться. Его несколько раз тошнит. Он знает, что у него кое-что забрали. Нечто особенное и драгоценное, данное ему аруном ксеном. От этого зависело будущее Фолста. Он нуждался в этом, чтобы обрести могущество и власть, о которых грезил. Кто-то умрет за то, что взял это. Нет, куда хуже, чем умрет. Отметка 12-41-11 Приглушенные удары, как будто уши заложены, как будто все в тумане. Похоже на стук крови в висках. Шум. Пронзительный скрипучий шум. Это вокс. Вокс в шлеме. Передача. Что там говорят? Вентан пытается ответить. Рот оцепенел, не слушается. Он перевернут вверх ногами. Он чувствует запах крови, своей. Он силится услышать. Оно становится громче, громче. Проходит сквозь глушащие его слои. Словно звук через воду, пока не становится отчетливым, громким и понятным. Самус это единственное имя, которое ты услышишь. Оно означает конец и смерть. Самус меня зовут Самус. Самус повсюду вокруг тебя. Самус человек рядом с тобой. Самус будет гладать твои кости. Оглянись, Самус здесь. Кто говорит, кто это? Запинаясь, спрашивает Винтан. Кто на канале? Назовитесь. Он лежит на спине на земле, на склоне ищебня и перемолотого дерна. Он в парке дворца Лептия Нумена. Он поднимается, рядом двое мертвых ультрамаринов. Один раздавлен, другой разорван пополам. Винтан вспоминает, вспоминает, как менялся Ксир. Он озирается. Гемон огромен, у него неимоверно длинные, тонкие и костистые руки. Он перемещается на них, как летучая мышь на сложенных крыльях. Два рога на голове громадны. Он атакует дворец, ломает фасады. Рушащиеся секции падают наружу огромными, насыщенными пылью, пластами каменной кладки и гипса. Перед ним отступает армия и боевые братья, которые поливают его при помощи всего, что у них есть. Болтеров, лазеров, плазмы, черную громаду твари. Однако похоже, что это не причиняет ей вреда. Вентан слышит в ухе ее голос, бормочущий в Оксе. Самус, это означает конец и смерть. Самус, меня зовут Самус. Самус будет гладать твои кости. Оглянись, Самус здесь. Вентан видит Сула. Сул подобрал свой меч, тот меч, который он использовал против Ксира. Вентан знает, просто знает, что Сул пытается искупить зло, причиненное его ошибкой. Сул атакует демона, рубя его. Вентан двигается вперед, он переходит на бег. Сул кричит он. Сул не слушает, его покрывают брызги и хора, он врубается в протухшую плоть твари. Похоже, что демон наконец замечает кобальтово-синюю фигурку, которая рубит основание его позвоночника и наступает на нее, а затем продолжает движение, не обращая внимания нанесущиеся в его плоть масс-реактивные заряды. Рушится очередная часть фасада дворца. Вентан добегает до Сула, тело того вдавлено в газон, парящий выжженной ложбине, которая сочится слизью. Он пытается вытащить его, Сул жив. Его спас доспех, хотя он серьезно ранен, кости переломаны. Вентан слышит треск и шум колес. Во дворцовый парк прорывается один из теневых мечей. Он пересек мост и обрушил превратные укрытия, чтобы попасть внутрь периметра. Он снес ворота, в попытках уничтожить которые, несущие слово, потеряли сотни людей. Сверхтяжелый танк с грохотом движется через изуродованные газоны, сшибая огневые точки спарзи. Он наводит свое вулканоподобное орудие. Вентан слышит характерный стонущий вздох конденсаторов, накапливающих энергию для выстрела. Выстрел беспощаден, вспышка света, жгучий луч. Он попадает в тело демона. Кажется, что ослепительно яркое сияние теряется во мраке демона, гасится им. От тела существа струится темный пар, но не видно никаких признаков повреждений. Оно поворачивается к танку. Вентан снова бежит через изуродованный газон, мимо тел убитых демоном людей. К стене дворца. У него есть теория. Это немного, однако это все, чем он располагает. Демон невосприимчив к повреждениям тела, но голова может быть уязвимой. Раны в мозг или череп могут замедлить его или нарушить управление. Быть может даже изгнать проклятую тварь. Она поймала теневой меч. Сверхтяжелая машина пытается перезарядить пушку, но этот ее знаменитый медленный темп стрельбы. Демон хватает танк за переднюю часть корпуса, сгибая фальшборта и отрывая броню гусениц. Он толкает трехсоттонный танк назад, сминая дерн, словно скатерк. Танк газует, выбрасывая султаны выхлопов и пытаясь ехать на рогатую тварь. Гусеницы скользят и прокручиваются. Брызжет грязь. Разлетаются куски дерна. Теневой меч старается развернуться, чтобы нацелиться на демона в упор. Демон бьет по дулу массивного орудия, и установка вырывается и выворачивается, как челюсть от удара. Вентан слышит, как рвутся и взрываются внутренние приводы вращения и сцепления. Разболтанный и разбитый лафет орудия опадает. Покачиваясь на могучем шасси, пушка шлепается на бок. Демон наклоняется, снова толкает Тан, пуская его задом через узорчатую клумбу с фруктовыми деревьями и расшибает его о стену с террасами. Вентан разбегается по склону ищебня, прыгает, широко расставив руки, и приземляется на плоскую крышу садовой колоннады. Он бежит по ней, перескочив через обрушенную атакой демона секцию, и снова прыгает. На этот раз на мраморный порапит крыша самого дворца. Он бежит по ней на одном уровне с демоном, почти над ним. Тот приканчивает танк, словно гончая кролика. Вентан видит заднюю часть его шеи, морщинистую и бледную, почти человеческую. Видит пучки и пряди омерзительных черных волос, которые покрывают ее, будто веревки. Видит затылок черепа, где пестрая кожа дрябло свисает позади узловатых шипов нелепых рогов. Вентан ускоряется, он тянется к мечу, но ножны пусты. Все, что у него есть, ритуальный нож ксира. Он выдергивает его, сжимает обеими руками острием вниз и с размаху спрыгивает с крыши, занеся руки над головой. Отметка 12, 42, 16. Деваться некуда. Несущие слова потоком вырываются из грузовых трюмов, заполняя пространство огнем. Киель приседает и уворачивается, болты проносятся мимо него, оставляя за собой бесшумные пламенные хвосты. С его истребительной командой покончено, миссия завершена, перевес слишком велик. Отбой! Передает он по воксу и активирует пустотный ранец на полную тягу. Мощное ускорение поднимает его вверх по широкой дуге с наклоном назад, стремительно унося прочь с поля боя. С ним поднимаются четверо, может быть пятеро из его отряда. Зарик, последний из них, подбит обстрелом снизу. Его обмякшее тело уносится к звездам, подергиваясь и поворачиваясь, когда сопла ранца кашляют и дают сбои. Их преследует огонь. Делая вираж, Тиэль видит, как вспышки бесшумного света возникают на корпусе флагмана внизу и искрятся на бойницах и опорах. Он приземляется, надеясь, что у него приличное укрытие. Нужно перезарядиться. Он пытается подсчитать угол рассеивания противника и направления, с которых тот будет приближаться. Он выкрикивает организующие приказы уцелевшим членам команды. Как бы то ни было, несущие слова рядом. Двое появляются над верхушкой тепловентилятора, еще двое из-за буфера обшивки. Он делает два выстрела, что-то попадает ему в плечо. назад. Желеман оттаскивает Тиеля в сторону и бросается в направлении несущих слова. Когда он находит сцепление, бронированные подошвы вгрызаются в обшивку корпуса. Он кажется громадным, словно титан. Не марсианская машина, титан из мифов. Его голова не покрыта, невероятно, плоть побелела от холода. Его рот распахивается в беззвучном крике, и он врезается в них, убивает первого. Потом вдавливает голову легионера в грудь ударом кулака. В стороны брызжут колеблющиеся и сталкивающиеся друг с другом шарики крови. Тело медленно заваливается назад. Желеман разворачивается, находит еще одного, пробивает торс легионера гигантским кулаком и выдергивает его назад, вырывая позвоночник. Приближается третий, нетерпеливо жаждущий прославится убийством примарха. Тиель разрывает болтера, держа оружие обеими руками и упершись ногами. На них мчится четвертый. Желеман изгибается и сносит ему голову. Начисто. Голова и шлем как единое целое падают прочь, будто мяч оставляя кровавый след. Начинается прикрывающий обстрел. Другой истребительный отряд наконец добрался до секции корпуса. Со всех сторон в каньоне теплообменника бушует яростная и бесшумная битва на болтерах. Истекающие кровью тела погибших, собираясь в неустойчивые группы, кружась улетают в ледяную тьму. Тиель проводит триангуляцию своего местоположения. Он подает на мостик сигнал открыть шлюзовое отверстие номер 88. Он смотрит на Желемана, указывает на шлюз. Примарх хочет сражаться. Тиель знает этот взгляд, эту жажду. Желеман хочет продолжать драться. Вокруг него похожая на красные лепестки кровь. И он хочет, чтобы ее стало больше. Как бы то ни было, пора прекратить этот бой и начать другой, более важный. 2. Отметка 12 53 09 Эрип стоит в окружении демонов. Он все еще на Дальнем Севере, на ныне проклятом Плато Сатрик. Небо кроваво-красное, цвета доспехов его легиона. На горизонте кольцо огня. Земля грудотлеющих углей. Образующий ритуальный круг черные камни, взятые с мира кладбища Истван-5, пульсируют горячей мощью. Завывает ветер. В его заунывных нотах, похожих на пение, содержится истина. Изначальная истина. Истина Ларгара. Истина слова, которое они несут. Уцелевшие из сцен Варкау уже давно отошли на безопасное расстояние. Примерно на 15 километров ниже по долине. Остались лишь воины Гал-Ворбак под предводительством Зота. Их непоколебимые фигуры устояли на смертельном ветру и в неестественном огне. Эреб им демоны. Они нежатся в светоносном сиянии, поблескивая, сверкая и стрякача. Некоторые из них вялы, впрочем, не терпится получить свободу. Он успокаивает их тихими словами. Их бесчисленные тела протянулись вокруг него, насколько хватает глаз, будто колония ластоногих, греющихся на проклятом берегу. Они кружат вокруг друг друга, тела сплетаются, обнимаются, соединяются, лают и шепчут, поднимая головы, чтобы послать надменные вопли в умирающее небо. Жужжат жирные мясные мухи, от которых чернеет зараженный воздух. Рога и гривы раскачиваются в жутковатом ритме. Крылья летучих мышей расправляются и трепещут. Суставчатые лапы шевелятся и трещат. Эреб поет им. Ему известны их имена. Алгалат, Сургофа, Этелелит, Мубоник, Балкахар, Уун, Яробаэль, Федробаэль, Нкари, Эпидемий, Сет-Аш, Воплощающий Перемены, Орман, Перерожденный Тарик, Тот, Кто теперь Тармагеддон, Лацерат, Протаэль, Голгоф, Азмодех и еще сто тысяч. Только что вернулся Самус, который нырнул в круг, чтобы облечься новой плотью. Враг еще в силах сражаться, расподобные Самусу возвращаются назад. Этого не хватит, это не спасет их от того, что грядет. Реальность деформируется, Эрип слышит, как она трещит и рвется, сгибаясь. Калд едва выдерживает такое сильное напряжение. А затем, словно буря, прорвется разрушение. Зод подносит варп склянку. Эрип настраивает ее, чтобы связаться со станцией Зет-Сунверит с Корфаэроном. Эрип осознает, что у него изо рта идет кровь. Он вытирает ее. «Начинай!» произносит он. Отметка 12, 59, 45. Сорот Чур наблюдает за лицом Корфаэрона, когда тот получает сообщение с поверхности. На нем ликование, близок час. Основная часть координат уже задана. После простого кивка Корфаэрона, Чур раздает указания Магасам у консолей управления. Вся планетарная оружейная сеть перенаправлена на новую одиночную цель. Нетерпение Корфаэрона очевидно. Он играл сетью, уничтожая линкоры, орбитальные сооружения и луны. Однако забава быстро ему прискучила. Подлинная цель ждет. Несущие слова поклоняются звездам. Небесные Солнца обладают для них глубоким смыслом. Подразделения их легиона названы в честь солярных символов. Путем сверхчеловеческого усилия Эрип и Корфаэрон превратили всю планету Калт в солнечный храм, алтарь, на котором надлежит принести последнюю жертву. Эрип истончил покров реальности и раскрыл оболочку, которая окружает им материум. Алтарь освящен. Корфаэрон руку на пульт управления. Нажимает. Оружейная сеть начинает стрелять концентрированной и когерентной энергией, множеством ракет, уничтожающими лучами, боеголовками с антиматерией, окруженной тяжелыми металлами. Лучам и пучкам потребуется почти 8 минут, чтобы достичь цели. Твердым снарядам понадобится заметно больше, но все они в свой черед нанесут удар и будут бить снова, снова и снова. Пока продолжается безжалостная бомбардировка. Цель сине-белая звезда виридийской системы. Корфаэрон начинает убивать солнце. Отметка 13 10 0 5 Мы опасались, что вы погибли, произносит Марий Гейдж. Желеман только что вошел на вспомогательный мостик чести МакКраги в сопровождении потрепанной истребительной команды. То, что меня не убивает, отзывается Желеман, просто не старается как следует. Он вызывает у них улыбку, ему это хорошо удается, но все они видят произошедшую с ним перемену. Он никогда не был человеком, которому можно ощущать симпатию. Он был слишком жестким, слишком целеустремленным, слишком суровым. Теперь он ранен. Ранен, как может быть, ранено животное. Ранен таким образом, от которого животное становится наружу без шлема, произносит Желеман. Помогла биология примарха, однако моим истинным спасением стала атмосферная оболочка. Что начинает Гейдж? Что это была за тварь, заканчивает Желеман. Все пристально глядят и слушают. Следует ли нам завершить эту беседу наедине, спрашивает Гейдж. Желеман качает головой. Как я понял со слов Тиеля, произносит он, указывая настоящего рядом пробивали себе дорогу по кораблю среди демонов, подобных этому. Это вам дорого обошлось. Я вижу, что это дорого тебе обошлось, Марий. Гейдж внезапно болезненно ощущает изувеченную руку. Я не вижу смысла в том, чтобы скрывать истину от кого-либо из присутствующих здесь, говорит Желеман. Сегодня все вы послужили ультрамару в большей мере, чем мог того требовать долг. И день не закончен. Не похоже, что мы что-то выиграем или даже останемся в живых. Но я очень хочу ранить нашего вероломного врага, прежде чем мы погибнем. Примарх озирает помещение. Его доспех лоснится от липкой грязи. Лицо испачкано, в волосах кровь. Давайте обменяемся тем, что знаем, и выстроим какую-то стратегию. На этом этапе я буду рад чьим угодно теориям. Все будет рассмотрено. Он переходит к стратегиуму. Думаю, мы можем пользоваться словом демон. Одна сущность варпа появилась и уничтожила мостик. Выбились другими. Слово демон не хуже других. Это был ларгар, или как минимум. Он прерывается и снова смотрит на них. Я не знаю, где ларгар. Я не знаю, был ли вообще мой брат в этой системе воплоти. Однако мне нанесли визит его облик и его голос. И это он преобразился. Это был не фокус. Ларгар и его легион связались с силами варпа. Они заключили нечестивое соглашение. Оно извратило их. Оно начало войну. Желеман вздыхает. Мне неизвестно, как с ними сражаться. Я знаю, как сражаться с большинством существ. Я даже в состоянии определить, как сражаться теоретической. Как и присутствующий здесь Тиель, я могу думать о немыслимом и строить теории на кощунственном. Но демоны, мне представляется, что посредством Нитейского Совета мы добровольно избавились от единственного оружия против варпа, которым обладали. Сейчас мы могли бы воспользоваться либрариумом. Воины кивают в молчаливом согласии. Нам следует подать петицию о его восстановлении, добавляет он. Если у нас будет такая возможность, мы не можем сделать этого сейчас, нет времени, нет средств, но если кто-либо из нас останется в живых, знайте, что Эдик должен быть отменен. Он задумчиво делает паузу. Все практически так, словно кто-то знал. Никея разоружила нас, как будто наш враг знал, что грядет, и организовал события таким образом, что мы сознательно возникла нужда. Раздается тихое тревожное перешептывание. Нас всех используют, произносит Желеман, поднимая глаза и глядя на Гейджа. Всех нас, даже Ларгара. Когда он пытался убить меня, выбросить в космос, я ощущал боль внутри его. Я никогда не был близок с ним, однако существует братская связь. Я чувствовал его ужас, его муки из-за того, как исказилась наша судьба. Он сказал, что Хорус начинает Гейдж. Я знаю, что он сказал, отвечает Желеман. Он сказал, что прочие уже мертвы, на истване, настаивает Гейдж. Манус, вулкан, Коракс. Если это правда, говорит Эмпион, то это трагедия, в которую невозможно поверить. Трое сыновей, три примарха, ужасающая потеря, соглашается Желеман. Четыре, если считать Ларгара. Пять, если то, что он говорил о Хорусе правда. И как он сказал, обратились и другие. Желеман делает глубокий вдох. Я буду чрезвычайно скорбеть о Кораксе и Вулкане. Мануса мне будет не хватать больше, чем кого бы то ни было. Гейдж знает, что имеет ввиду его примарх. Во всех тактических моделях Желеман проявляет на кого он в наибольшей степени может рассчитывать, чтобы сделать то, ради чего они были созданы. Один Дорн и его легион. Другой раздражительный спорщик рус. Третий Сангвиний. Желеман чрезвычайно восхищается ханом. Однако белые шрамы непредсказуемы и ненадежны. Четвертым из немногих бесстрашных всегда был Ферус Манус со своими железными руками. Желеман постоянно утверждал, что вместе с любым из этой ключевой четверки Дорном, Русом, Манусом или Сангвинием он в состоянии выиграть любую войну. Абсолютно. С любым врагом. Даже в чрезвычайной ситуации Ультрамарин мог объединиться с одним из этих четырех союзников и повергнуть любого врага. Такова была основная теория. Сценарий любого судного дня, который встал бы перед Империумом, Желеман мог добиться практической победы при условии, что смог бы опереться на одного из этих четверых. Иманус был ключевым среди них, неумолимый, непоколебимый. Если он был на твоей стороне, то никогда бы не дрогнул. И похоже, что теперь его больше нет. Сгинул, мертв, брат, друг, воин, лидер, самый стойкий из союзников Ультрамарина. Желеман нарушает мрачное молчание. Покажите мне тактические данные. Бой в окрестном пространстве. Кто-то говорил, что с поверхности наконец поступил Вокс-сигнал. Излепкия Нумина, повелитель, говорит Вокс-мастер. Кто это был? Капитан Вентан, произносит Гейдж. Какое-то время у нас был стабильный сигнал, и мы получали жизненно важную информацию. Однако около часа назад Вокс внезапно отключился. Насильственное прерывание. Мне нет нужды интересуется Желеман. Конечно, повелитель, отзывается Вокс-мастер. Желеман оборачивается к Кемпиону. Соберите все силы, какие у нас есть на борту этого корабля. Истребительные команды, все тяжелое вооружение, какое мы сможем найти. Забудьте про уровни орденов и рот. Просто разделите и сгруппируйте имеющихся у нас людей в подходящие боевые группы. Пусть командиры отрядов покрасят шлемы в красный цвет. В красный, сэр, переспрашивает Эмпион. Клорд, у нас нет надежного Вокса, поэтому нам нужны простые и постоянные обозначения для цели командования. Желеман переводит взгляд на Тиеля. Кроме того, произносит он, я полагаю, что после сегодняшних стараний Тиеля, сейчас самое время, чтобы красный цвет перестал быть отметкой о дисциплинарном взыскании. Да, сэр, отзывается Эмпион. Мой повелитель, восклицает капитан корабля Оружейная сеть, повелитель, она стреляет. По кому? По Солнцу. Три. Отметка 13 30 31 В пасмурном небе над дворцом Лептия-Нумина грохочет гром. Начинается обильный дождь. Атмосфера измученной планеты бьется в новых судорогах. Какое-то мгновение Виндан стоит на месте, позволяя струящемуся ливню, смываясь с доспеха Черный и Хорр. Он ощущает, как вода бьет по лицу. Он открывает глаза и смотрит, как огнеметные отделения Спарзи выжигают слизь, жирную черную плоть и ядовитые чернильные внутренности, оставшиеся от демона после взрыва. Струи пламени яростно шипят и свистят под дождем. Он заходит в то, что осталось от Атриума дворца. Его ждет Силатон. Ты его убил, замечает сержант. Я не согласен с таким определением. В таком случае ты его прогнал, как ты это сделал? Удача, очень плохая удача. Вентан бросает взгляд назад, на разрушенные сады, изувеченные стены и оставшийся от ворот щебень. Мы не можем оставаться здесь, произносит он. Сир говорил, что наступают новые силы. Это место было трудно оборонять и раньше. Продолжать оборону невозможно. Дворец никогда не был крепостью. Согласен, но что с информационной машиной? Спрашивает Силатон. Хороший вопрос. Вентан замечает, что сержант держит мешок. Он забирает его и заглядывает внутрь. Тот полон черных кинжалов, ритуальных ножей. Некоторые из черного металла, некоторые из стекла, некоторые высечены из кремня. Часть рукояток из проволоки, часть из кожи, часть из мины и шкуры. Силатон собрал их с мертвых воинов братства. Ты воспользовался оружием ксира против демона, просто говорит Силатон. С точки зрения теории, эти ножи работают, их собственное оружие работает. Быть может, ты и прав, произносит Вентан. Он смотрит внутрь мешка, клинки поблескивают в темноте. Однако боюсь, что эти предметы настолько же опасны и ядовиты, как те чудовища, против которых мы хотим их использовать. Выбрось их, Силатон, скинь в колодец, положи в мешок гранату и швырни в рог. Мы не можем начинать пользоваться ими. Но Вентан смотрит на него. Теоретически вот так это и начиналось в 17-м, говорит он. Целесообразное использование экзотического оружия, чтобы победить неожиданно стойкого противника. Странные кинжалы, найденные в какой-то гробнице или храме ксеносов. Какой от них может быть вред? Они режут демоническую плоть, это оправдывает риск. На лице Силатона проступает выражение предельного отвращения. Я избавлюсь от них, сэр, говорит он. Вентан идет к стыковому залу. Он проходит мимо помещения, где Сиданс наблюдает, как магасы пытаются восстановить вокс-связь. Славный бой, произносит Сиданс, сжимая его руку. На этот раз я был тринадцатым Эльдаром, отзывается Вентан. Но второй такой передышки мы не получим. Вокс готов. Они работают над этим. Информационный канал все еще активен. Сервер хочет тебя видеть. Хорошо, я тоже хочу видеть ее. Вентан входит в стэковый зал. Таурин отключилась от трещащей информационной машины. Одна из ее магасов, на канале ММУ, чтобы вести обработку. Капитан произносит Таурин. Сервер. Эта информационная машина недостаточно мощна, чтобы взять сеть под контроль. Без обиняков говорит она. Более того, она недостаточно мощна, чтобы управлять сетью. Вот значит как, произносит Вентан. Теперь наш вклад состоит в том, чтобы подбирать и поставлять данные для флота, пока нас не уничтожат. Такова будет участь Лептия Нумина, соглашается она. Впрочем, прошу вас рассмотреть этот вклад в общем контексте. Это единственная информационная машина лоялистов, которая работает на калке. Это не просто жизненно важный источник данных, это единственный источник данных. Она демонстрирует ему дисплей инфопланшетов. Мы создали схему сопротивления по всей поверхности планеты. Оно слабое и разрозненное, однако ожесточенное. Сотням точек все еще активны около 30 тысяч ваших боевых братьев и 200 тысяч воинов армии и механикум. При наличии координации они в состоянии достичь большего, чем без нее. Этот дворец может предоставлять координацию лишь малое время, говорит Винтан. Враг приближается. Картина не так мрачна, капитан. Примерно 15 минут назад я сделала принципиальное открытие. Воспоминание об откровении вызывает у Таурин улыбку. О нем горьковато-сладко, почти мучительно думать, но в то же время оно воодушевляет. Она нашла подарок Хеста, нашла, над чем он трудился, когда погиб, и что спрятал столь тщательно. Оно было в безопасности, пока она не обнаружила его. Мой предшественник, говорит она, сумел настроить код-убийцу, чтобы бороться с мусорным кодом врага. Он сделал этот шедевр незадолго перед смертью. Это был акт отчаяния и гениальности. Грандиозное и интуитивное произведение кодирования, которое смог бы использовать лишь Хест. Мы можем использовать его для очистки, спрашивает Винтан. Хест спрятал код-убийцу в безопасной информационной машине, которую он затем заблокировал и изолировал. Эта машина декларативный кагитатор гильдии погрузочных роботов в космопорте. Она находится в безопасном бункере в промышленной зоне между космопортом Нумина и аэродромом Ланшира. Она выполняет грузовые операции для обоих портов, а следовательно ее мощности более чем достаточно, чтобы справиться с объемом данных планетарной оружейной сети. Поскольку это гражданская машина, она не была первоочередной военной целью. Хест очистил ее при помощи кода убийцы, а затем запер. Вот почему он держался до последнего момента, понимает Таурин. Вот почему не покинул свой пост, даже когда мусорный код искалечил его разум. Он должен был закончить, он был полон решимости закончить. Он держался сколько мог, чтобы закончить. Вы можете контролировать эту машину удаленно, интересуется Винтан. Нет, капитан. Чтобы запустить код убийцу, мне нужно прямое подключение к модулю мысли управления. Как только я очищу путь в систему, то смогу создать новую сеть манифольда и принять командование сетью. Попасть в портовую зону будет нелегко. Разумеется, соглашается она, есть еще один момент. Продолжайте, говорит Винтан. Враг контролирует сеть при помощи захваченной информационной машины на одной из уцелевших орбитальных платформ. Я могу очистить систему, но не в состоянии перехватить управление. Нам нужно, чтобы флот помог, сделав платформу своей целью. Он кивает. А что со здешней машиной, спрашивает он. Она должна оставаться работающей максимально возможной промежуток времени, отвечает Таурин. Магас Улдорт вызвалась остаться у машины и поддерживать ее работу сколько сможет. Это смертный приговор, говорит Винтан, глядя на молодого Магаса у модуля мысли управления. Несущие слова приближаются. Весь калт смертный приговор, капитан, отзывается сервер. Важно лишь то, как мы его встречаем. Мгновение он молчит. Готовьте свой персонал к путешествию, сервер, произносит он. Посмотрите, что вам удастся сделать при помощи канала передачи данных, чтобы скоординировать силовой ответ для поддержки нашей атаки на портовую зону. Он выходит обратно в помещение с воксом. Стоя в дверном проеме, он велит Сидансу, Силатону и Греву мобилизовать силы. Мы эвакуируем это место, говорит он. Возвращаемся в порт. Собирайте столько ударной силы, сколько путь внутрь. Звучит не слишком привлекательно, замечает Сиданс. Звучит так, как звучит, отзывается Вентан. Это единственный практический вариант, который у нас остался. Мне нужен этот канал, нужен вокс. Без координирования флота мы будем тратить время впустую. Скажите Магасам, что мне нужен вокс. Они спешно уходят. Он ждет, размышляет. Появляется Арук. Я остаюсь, произносит Скитарий. Ты мог бы мне пригодиться. У меня долг перед механиком Вентан. Этой информационной машине нужно действовать максимально долго. Ты понимаешь, что такое долг? Вентан кивает. Он протягивает руку. Арук мгновение глядит на нее, озадаченный незнакомым ему типом социального взаимодействия. Он сжимает руку Вентана. Мы маршируем во имя Мак Краги, произносит Вентан. Мы стоим за Марс, откликается Арук. Это означает то же самое. Они оборачиваются при приближении Сула. Доспех капитана сильно помят и исцарапан. Он хромает, чтобы срастись его костям потребуется много времени. Я тоже останусь здесь, Вентан, говорит он. Скитариям могут пригодиться несколько пушек легиона. Прямо сейчас я не горжусь для дальнего перехода. Однако я в состоянии стоять и стрелять. Вентан смотрит Сулу в глаза. Тей, это была не твоя вина, произносит он. Это? Это не искупление, Рем, отвечает Сул. Мне не стыдно за себя. В этом не было ничьей вины. Однако в конце все мы заплатим сколько потребуется. Захвати порт, отбей сеть, уничтожь их флот. Вспомни мое имя, когда будешь делать это. Есть Вокс, кричит Сиданс. Вентан берет переговорный рожок, который ему протягивает Магас. Говорит Вентан, командующий Лептием Нумином. Вентан, Вентан, запрашиваю канал первостепенной шифровки с флотом 13-го. Отвечайте. Говорит флагман флота 13-го, трещит Вокс. Ваши авторизованные коды приняты, ждите. На канале раздается произносит Вентан. В твоем голосе удивление. Я полагал, что для работы с Вокс-сетями у вас есть офицеры, сэр. Так и есть, кроме этой. Я обеспокоен тем, что твое удивление могло быть обусловлено слухами о моей смерти. И этим тоже мой примарк. Известие, что вы здоровы, поднимет нам боевой дух. Вокс шипит и вяжет. Я сказал, что ты хорошо потрудился сегодня капитан, произносит Вокс. Отправляемые вами данные бесценны. Гейдж координирует наши силы. Это плохой день, сэр. Не могу вспомнить дня хуже рем. Этот канал не сможет долго сохранять функциональность, сэр. В течение нескольких ближайших часов ожидайте потери передачи данных. Но мы собираемся захватить сеть, сэр. Мы собираемся отбить сеть. Хорошие вести. Сеть, она убивает нас. И солнце тоже. Думаю, 17-й хочет прикончить все живое. Отсюда снизу это тоже так выглядит, сэр. Сэр, это важно, мы... Вокс снова захлебывается и трещит. Повторите, лепкий, повторите, винтан, ты принимаешь? Винтан, сэр, я на приеме. Перебои становятся сильнее. Сэр, мы не в состоянии полностью взять сеть под контроль. Если только флот не сможет сбить орбитальное сооружение, с которого враг управляет ею. Когда мы окажемся внутри, то сможем вычистить их код, однако мы не можем его взломать. Необходимо, чтобы флот в первую очередь выявил и уничтожил их пункт командования сетью. Я понял, Рем, первоочередная задача, ты можешь определить цель? Винтан смотрит на Сидонса. Тот вручает ему инфопланшет. Могу, сэр, произносит Винтан. Отметка 14 0 1 0 1 Рем, повтори, требует Джелеман. Винтан, ответь, ответь, какова цель, какова цель? Он смотрит на Воксмастера. Связь потеряна, сэр, говорит Воксмастер. Из динамиков раздается электромагнитный хрип. Канал передачи данных, из лепки тоже только что отключился, произносит Гейдж. Мы их потеряли, спрашивает Джелеман. Проклятие, мы только что потеряли винта на его силы. Нет, сэр, отвечает Воксмастер, это перебой, сильный перебой. Это солнце, произносит Эмпион. Они все смотрят на основной экран. Бомбардируемая концентрированной энергией и бичуемая ядовитыми реактивными тяжелыми металлами, веридийская звезда обнаруживает явную неустойчивость своего солнечного метаболизма. Естественные внутренние цепные реакции и энергетические процессы искажены. Радиация возрастает, излучение заметно увеличивается. Звезда начинает сжигать свои топливные ресурсы в неестественно высоком темпе. Ее сине-белый гнев становится более яростным, словно злобный свет, демонический свет. По всей истерзанной поверхности бурлят очаги черных солнечных пятен. С нее срываются ужасающие смертоносные вспышки в виде языков пламени и хлещущих вольтовых дуг шириной в миллионы километров. Она перерождается. Отметка 14 0 1 59 Гремит гром В мрачном тумане канала Ол ведет ялик по черной воде, минуя полузатонувшие горящие суда, минуя бледные раздутые трупы, которые плавают в бурой пене. Ему кажется, что позади них есть лодка, еще один ялик или баркас, однако это может быть просто эхом их собственного двигателя в тумане. Кранк спит, Зибис сидит, пристально глядя с носа. Кэт и Графт где-то там, где блуждают их мысли. Рейн подергивается в когтях кошмара, они замотали его в одеяло, вероятно он не оправится от сурового испытания. Ол вынимает свой компас и проверяет направление, насколько это в его силах. Фраскиада Похоже, что все еще Фраскиада, этим словом называли ветер севера севера запада, до того, как стороны света на шкале компаса были использованы для других целей и получили эзотерическое значение. Фраскиада Так это называли грекани. Так они называли это, когда он плавал через обласканные солнцем воды в Фессалию в составе экипажа Езона с ведьмой и овечьей шкурой, чтобы добыть ее как доказательство своих прав. Романии называли это Цирциус. На весельных палубах галер его не слишком заботили имена ветров, против которых они гребли. Франки называли это Нордвестроне. Ол смотрит вверх, внезапно появилась звезда, которую видно даже через черный туман и загрязненную атмосферу. Она резкая, яркая, сине-белая, злая, звезда дурного признаменовения. Она означает, что конец грядет и грядет быстро, но по крайней мере теперь у него есть звезда, за которой можно следовать. Гибельный шторм. Все враг. Желеман. Примечание к воинской кодификации. 645 93 6 1 Отметка 19 22 22 Над землей идет дождь. Дождь идет без перерыва около 7 часов. Испарившиеся Южные океаны, выброшенные в верхние слои атмосферы в виде пара, вернулись сперва ядовитым туманом, а затем апокалиптическим потопом. Горящие жилые центры шипят и дымятся, их пламени потушить. Расплавленные ядра городов могил светятся воронками шириной в десятки километров. Вода заполняет кратеры и выбоины от ударов. От самой большой разветвленной воронки до крошечной отметины от пули. Равнины превращаются в трясину, грязь, темную словно кровь. Бассейны рек разливаются. Лесистые просторы на горе и долин Калта трещат и ревут, сгорая в тысячекилометровых лесных пожарах. Дождь образует столь же плотную завесу, как предшествующий ему туман. Калейдоскоп радуг. Ливень в сочетании с нарастающим сине-белым сиянием смертельной звезды украшает каждый проспект, каждую разрушенную улицу, каждый пылающий жилой блок и почерневший от огня лес своей сверкающей радугой. Четвертая рота движется под землей. Боевая группировка, созданная на основе частей четвертой роты, возвращается по следам винтанов катакомбы аркологии по секретным коммуникациям, построенным первыми губернаторами в колониальные времена. Некоторые туннели завалены осевшей землей, но главная магистраль цела и достаточно просторна даже для крупных боевых машин. Многие ответвления системы туннелей частично затоплены. Все больше воды льется из поврежденных труб и стоков или проникает через расщелины и трещины в перекрытиях. Дождь забирается повсюду. Люди идут вброд, по пояс в воде. Танки и транспортеры скользят, проталкиваясь через илистую черную воду, словно рептилии. Медленно движущиеся корпуса вздымают небольшие текучие волны. Вентан идет впереди, вместе с Ваттианом и разведчиками. Он указывает дорогу, держа в руке штандарт. Через два часа после того, как они покинули дворец, канал передачи данных и Вокс наконец были восстановлены, благодаря героическим усилиям Магоса Улдорс. По каналу передачи данных Вентан узнает, что для соединения с ним в портовой зоне направлены несколько ударных отрядов, в том числе крупная группировка, пробирающаяся из провинции Шарут. Собранные вместе остатки 111 и 112 под командованием сержанта по имени Анхиз. В другой день, другой истории, работа Анхиза по сбору, формированию, разворачиванию и перенаправлению своих сил стала бы материалом для учебников и легенд. Сегодня накалки это всего лишь очередная история последних часов человеческой жизни. Вентан надеется, что силы Анхиза прибудут вовремя, пока поддержка еще будет нужна. Он сомневается, что так и будет. Четвертая движется быстро, она не может позволить себе ждать или мешкать. Даже если Анхиз или любое другое из запланированных подразделений поддержки пробьется, все равно надежды мало. Портовая зона в руках врага, Нуменский порт пылающей развалины, а Ланшир и Литейные заводы разорены хищными воинствами Холл Велова. Велов окружает с юга, с северо-запада приближается Федерал Фелл. Вентан гадает, сколько еще проработает последний канал передачи данных Уллдор. Они прошли под щитовой стеной и приближаются к служебному выходу, где им придется подняться на поверхность и продвигаться в открытую. Вентан делает краткую остановку, чтобы поговорить с предводителями подразделений, керамикой, которая командует силами скитариев, полковником Спарзи из армии, Сидансом и сержантами его роты, Ватяном из отряда разведки. Разговаривая с ними, он держит в руках потрепанный золотой штандарт. Никаких приказов, никаких жалких ораторских потух. Он говорит им, как обстоит дело и что нужно сделать. Сообщает им практический план и то, чего он от них ожидает. Они ничего не говорят, они кивают. Это все, что ему нужно. Отметка 19, 29, 37. У них есть то, что им необходимо, у них есть цель, есть практический план. Они готовы. Примарху потребовалось около 10 минут, чтобы определить цель. 10 минут. Тиэль наблюдал, как тот высчитывал ее. Желеман делал это на глаз, по наблюдениям, сверяясь со стопками записок и обрывков, а также разбросанными по стратегиуму набросками стилусом. Решение появилось у него задолго до того, как был восстановлен канал передачи данных из Лептия. Это должно быть работающее сооружение, рассуждал он. Оно должно обладать информационной машиной мощностью как минимум сколько? 64 нанокок? У него должен быть активный канал передачи данных, который мы возможно сумеем обнаружить последствам обратного отслеживания. Несущие слова так хорошо потрудились, уничтожая сооружения на платформах, что становится легче заметить те, которые они сознательно оставили в покое. Станцию Зетсун верит. Потом нужно определиться с практикой. Капитан корабля Гомет рекомендовал дистанционный обстрел. Основные хребтовые орудия лэнсы. Разумеется, у чести Макраги достаточно огневой мощи. Гейдж поддержал это предложение, но если бы они не добились прямого попадания первым залпом, существовала реальная угроза, что враг ответил бы всей мощью сети и прикончил флагман. Эмпион выступил за атаку с ближней дистанции, запустить питание флагмана, поднять щиты, сбросить присосавшиеся вражеские крейсеры и двигаться к станции, выбить ее из околопланетного пространства, протаранить, если это будет необходимо. Вот только в то мгновение, как они двинутся, как только хотя бы обнаружат энергетическую готовность, честь Макраги станет целью. Флагман в состоянии быстро перемещаться с опустошительным эффектом, но не быстрее, чем можно перенацелить и разрядить оружейную сеть, даже если предположить, что их не задержат проблемы с двигателем или случайный вражеский корабль. Таким образом, план Эмпиона также был отвергнут и рассмотрена альтернатива от Гейджа. Направить всю энергию на систему телепортации, перенести истребительную команду, быть может две, если хватит мощности, прямо на Зетсун верит, сделать все по старинке. «Разумеется, я ее возглавлю», сказал Желеман. «Я так не думаю», возразил Гейдж. Почти все присутствующие буквально отшатнулись от взгляда, который примарх метнул на магистра ордена. «Ну, допустим», произнес Гейдж. «Проклятие, Марий», прорычал Желеман. «Если не сейчас, то когда?» В телепортационном терминале флагмана собирается первая истребительная команда из пяти десяти ультрамаринов, которых возглавляют Желеман, Гефтоник и Тиэль. Если останется достаточно мощности, за ними последует вторая группа под предводительством Эмпиона. Шлемы Гефтоника и командиров отделений выкрашены в красный цвет, как у Тиэля. Начищенная отполированная боевая экипировка Желемана делает его похожим на мстящего бога войны больше, чем когда бы то ни было. На лицевом щитке его шлема раскинулись золотые крылья. Массивный силовой коготь. В правом великолепный болток, украшенный под цвет доспеха. В помещении пахнет озоном. От тяжелой матово-серой платформы телепортационной системы поднимается едкое металлическое зловоние. В желтом освещении словно туман клубятся пары охладителя. Желеман получает подтверждение от командиров отделений, а затем подает сигнал магасам персонала, которые находятся за сфинцованными экранами. Мощность нарастает, нарастает до мучительной кульминации, словно шторм, который вот-вот грянет и даст выход своей ярости. Отметка 19, 39, 12 Сул слышит, как дождь стучит по крыше. Он наблюдает за магасом Улдор, которая трудится в контакте с информационной машиной. Она как будто в трансе, машина жужжит и трещит. Ее руки совершают гоптические движения по невидимым сенсорным панелям. Сулу больно, он ни разу не сказал Вентану или кому-то другому, насколько сильные повреждения получил. Он ощущает, как кости трутся, отказываясь срастаться, невзирая на пульсирующий в его теле лихорадочный жар биологического восстановления. Боль, смерть, ничего такого он не боится, только неудача. Связь в шлеме подает звуковой сигнал. Он поднимается, подбирает меч с болтером и хромает по галереи к западному входу. Под дождем разрушенные сады и обвалившийся фасад дворца выглядят еще более угнетающие. Вода струится и барабанит с разбитой крыши, капая на величественные израсты и мозаику, каскадом стекая по инкрустированным лестницам, превращая упавшие портреты и гобелены в рыхлые саваны. Он ковыляет наружу по щебню, дождь стучит по броне. Сквозь покров облаков ярко пылает ядовитый синевой звезда. Его ожидает аруксератит. Они здесь, произносит мастер скитарий. Сул глядит в дождь. Зарухнувшими стенами, за земляным рвом, за выкрашенным мостом собрался враг. Они тихо вышли из ливня. Они не поют. Ров окаймлен сотнями рядов черного строя братства. Однако позади них очертания боевых машин и зловещий блеск красной брони. За этой массой есть еще более крупные фигуры. Громадные существа, скрытые дождем, рогатые и сутулы. Их даже больше, чем представлял Сул. Штурмовые силы Федора Лафела исчисляются десятками тысяч. Вот и конец, говорит Арук. Сул обнажает меч. Я тебя умоляю, скитарий, произносит он, поднимая голову. Это только начало. Два отметка девятнадцать пятьдесят двадцать три. Четвертая рота наносит удар. Первым, что слышат несущие слова, становится жесткий последовательный обстрел из легких пушек и полевых орудий при поддержке колоссальной огневой мощи теневого меча и нескольких других крупных машин. Несущие слова расположили силы вдоль Китарского проезда основной подъездной дороги, соединявшей контейнерные склады с северными сооружениями Ланширского порта. Предполагалось, основную армию Холл-Веллафа от любой контратаки, направленной из-за восточного изгиба щитовой стены на территории Нумена. Эти бойцы не могут знать, что, заняв зону вокруг Китарского проезда, они одновременно охраняют информационную машину гильдии погрузочных работ, находящуюся в системе бункеров под местом собрания гильдии. Это была величественная панорама. Испещренная дымами от снарядов здание гильдии остается вдохновляющим сооружением, увенчанным изваяниями трудящихся докеров гильдии и гордым символом ультимы. Эта область не была целиком разорена, она не военная, а торговая. Сервер Хест сделал правильный выбор. Артиллерия бьет по дороге, сравнивает землей три жилых блока и рассеивает вражеский строй. Артиллерийский огонь убивает сотни братьев ножа и десятки несущих слова. Бронемашины гибнут и их бросают догорать под дождем. Машина предателей пес войны, которая внезапно встревожилась и зашагала вперед, будто рассерженный моа, выслеживает важную цель. Поток пушечного огня встречает ее, обрушивается на нее и безжалостно сбивает пустотные щиты. Затем подает голос теневой меч и копье белого света приканчивает пса войны, словно молния какого-то мстительного божества. Осколки разлетаются на сотни метров, поражая некоторых из отступающих культистов. Другие же, подгоняемые своими разъяренными алыми повелителями, окапываются за стенами и барьерами из обломков и начинают стрелять в ответ. Повсюду звенят и визжат сообщения варп склянок, отчаянные вызовы подкреплений. Лендрейдеры, с корпусов которых струится дождевая вода мчатся вперед, поднимая брызги на залитой ливнем дороге. Они сносят стены, перекатываются по щебню, с хрустом переезжая братьев ножа, оказавшихся в ловушке и убитых в собственном укрытии. Бортовые лоспушки скрижещут в сине-белых сумраках, испаряя потоки дождя на лету. Тяжелые болтеры рвут воздух и обрушивают смерть на вражеские позиции. Вентан возглавляет наступление пехоты за лендрейдерами, пересекая разбомбленные улицы беглым шагом. Слева подразделения под командованием Сидонса, Лорхаса и Селатона. Справа подразделения Грева, Арха и Барки. Скитарии и Керамики образуют широкий правый фланг, блокируя и пресекая попытки Джавахарната перегруппироваться и контратаковать. Пехота Спарзи следует позади и слева от атаки легионеров, выбивая братьев-ножа из опорных точек и стрелковых окопов вдоль северо-западного края огромной проезжей части. Чтобы блокировать основной натиск, поднимаются несущие слова. Багряная линия под дождем. Ракеты обездвиживают первый из лендрейдеров Вентана, поджигая его гусеницы. Шквальный огонь из автопушек, вееры масс реактивных зарядов опрокидывают атакующие кобальтово-синие фигуры. У несущих слова развился вкус к резне, жадность до работы клинками. Возможно, это пришло из их рабских воинств братьев-ножа. Возможно, это просто связано с жертвенным символизмом заточенного лезвия. Концентрированная и хорошо направленная огневая мощь могла бы сломить или повернуть натиск Вентана, однако ее не применяют. Несущие слова просто ждут столкновения, предвкушая битву. Они обнажают клинки. Они хотят собственное мужество против хваленого тринадцатого встычки, исход которой может повлиять на финальный итог битвы за Калк. Предатели хотят проявить себя против тех, с кем их так часто сравнивали. Сокрушительный гиперкинетический удар. Атакующие кобальтово-синие достигают твердого красного строя. Они врезаются в него, прорываются сквозь него, коверкают его. Синий вместе с красным, размытая картина. Идет обмен ударами. Огромная энергия, огромная мощь, огромная трансчеловеческая сила. Под параливным дождем брызжит кровь, тела падают на зим, разбрызгивая воду. Рукоятки клинков становятся скользкими от дождя, смазки и крови. Щиты крошатся и ломаются, броня дробится. Искры озона и энергетической механики, треск электрических разрядов. Винтан в самой гуще, болтов, силовой меч, штандарт за спиной. Он отстреливает голову в облаке кровавого дыма, пронзает, отрубает руку и раскалывает шлем надвое по диагонали. Он никогда не ощущал себя настолько сильным, настолько целеустремленным, настолько правым. Он никогда не испытывал столь полного бесстрашия. Несущие слова больше ничего не смогут с ним сделать. Они сделали наихудшее, что было в их силах. Сожгли его мир, его флот, его братья, пролили его кровь и выпустили на волю своих демонов. Они могут стрелять в него, могут колоть его, могут схватить и повалить, могут убить, это не имеет значения. Его очередь, теперь его очередь. Вот что случается, когда оставляешь ультрамаринов живых, когда делаешь своим орудием отвратительнейшее предательство. Вот так абсолютное и тотальное избиение. Смерть, явившаяся бурей золота и кобальтовой синевы. Несущий слово отшатывается, раскинув руки. Его панцирь рассечен до самой сердцевины, из раны бьет фонтан крови. Еще один, лишившийся рук, обрубки тлеют. Он медленно оседает на колени, со сквозным отверстием от разрыва болтерного заряда в теле. Еще один, вмятина на красном шлеме, по всей левой стороне, след силового меча. Еще один, подергивается и бьется в конвульсиях. Масс реактивные заряды разрывают тело, пересиливает трансчеловеческие резервы. Еще один, разрублен силовым топором. Еще один, расчленен пушками лендрейдера. Еще один, со следами зубьевцепного меча. Еще один, еще один, еще. Ворчат, шипят, проклинают, задыхаются, истекают кровью, бьют, разворачиваются, убивают и умирают. Винтан добирается до здания гильдии, перескакивает через баррикады и приземляется среди братьев ножа, которые верещат и разбегаются от него. К нему приближается красный доспех, сержант семнадцатого с громовым молотом. Винтан уклоняется от взмаха, молот крушит ракрит стены. Он делает выпад и прокалывает мечом насквозь визор, лицо, череп, мозг и заднюю пластину шлема. Он выдергивает клинок, сержант падает, переворачивается, кровь хлещет из продырявленного визора, словно нефть из свежепробуренной скважины. Кровь бежит по сточному желобу. Винтан сносит двоих из цен варкаул, оказавшихся достаточно глупыми, чтобы напасть на него, а затем стреляет в несущего слова, который обрушивается на него с истерзанного выстрелами парадного крыльца. Взрыв разносит бедро дикаря, роняя его на бок. Прежде чем он поднимается снова, Винтан приканчивает его силовым мечом. Вверх по лестнице мимо Винтана проносится Сиданс. Он палит перед собой из болтера, целясь в несущих слова наверху, возле главного входа в здание гильдии. Его встречают ответные выстрелы. Находящийся рядом с ним ультрамарин брат Тайкс завершает здесь свою службу. Его мозги разлетаются. Заряды болтера Сиданса отбрасывают убийцу Тайкса назад через панельные двери. Первые из 13-го внутри здания Винтан в их числе. Кровь и дождевая вода капают с них на мраморный пол. Назад предостерегает Греф. Они освобождают место. Лендрейдер въезжает через двери, обрушивая их и раскалывая деревянный массив. Винтан и его люди прикрывают боковой люк. Тот открывается и с китарей выводят наружу Таурин. Скорее, говорит сервер Винтану. Об этом можно не напоминать сервер, отзывается тот. Штурмовым командирам Холл Велофа не понадобится много времени, чтобы понять, что это не контрпрорыв в ландшифт. Здание гильдии и есть цель. С верхних галерей огромного атриума щелкает огонь ручного оружия. Сержант Арха подает знак истребительной команде отев ножа. Снаружи продолжает греметь артиллерия. Подвесные светильники атриума раскачиваются, свет колеблется. Сверху с поврежденной конной галереей падают куски стекла и черепицы. Силатон обнаруживает бронированный лифт, ведущий на подземные этажи здания гильдии. Они могут использовать питание лендрейдера, чтобы запустить и использовать систему, однако нужен перекрывающий код. Таурин вводит его. Дата моего наблюдает за ней. Там было два кода, произносит Вентан. У меня два дня рождения. Мое органическое начало и дата модификации полного подключения. Хес знал и то и другое. Вы были близки, замечает Вентан. Да, отвечает она. Думаю, он был моим мужем, спутником жизни. Механикум не мыслит подобными старомодными терминами. Наши социальные связи менее реальны. Но да, капитан, мы были близки. Бинарная форма. Мне его не хватает. Я делаю это ради него. Заслонки лифта открываются. Какую-то секунду Вентан завидует ее утрате. Насколько бы не отличались ее отношения с Хестом от обычных человеческих, все равно это было чем-то, почти настоящим. Он транс человек, ему неведом страх. И существует много прочих простых эмоций, которых он также никогда не испытывает. Снаружи по стенам бьют выстрелы, и промокший под дождем полковник Спарзи оборачивается. Проклятие! Твою ж мать! Стонет он. Его люди тоже это видят. На них надвигается Холл Велов. Он несет отмщение на здании гильдии, несет кару. С ним Титаны, Катафрактии и Галл Ворбак. Три. Отметка двадцать ноль один двадцать три. Телепортационный импульс обжигает и встряхивает каждую молекулу их тел. Это чрезвычайно рискованная операция. Существенная дисциплина в околопланетном пространстве. Громадный расход энергии, массовый перенос, целая истребительная команда в доспехах. Сравнительно небольшая зона приземления. Киель ненавидит телепорты. Такое ощущение словно тебя проталкивают сквозь ячейку наэлектризованного сита. В мозгу всегда удар, как от термоядерной бомбы. Во рту устойчивое послевкусие, как от желчи и сженой бумаги. Они материализуются. Он спотыкается, теряет на секунду равновесие. Он на палубе, слышит вопль. Принимая во внимание фактор риска и ужасные погрешности, телепортацию можно считать успешной. Вместе с Желеманом на поперечной сборочной палубе станции Зетсунверет возникло 46 человек из ниоткуда. Они потеряли всего лишь четверых. Двое вплавленных в переборку позади них. Из серого адамантия выступают части визоров, латных перчаток и коленей. Еще от одного из-за сбоя переформирования осталась поблескивающая красная грязь. Он распределен по поверхности палубы. Четвертый брат вверх материализовался ниже пояса спаявшись с пластинами палубы. Это он кричит. Его нельзя вытащить. Теперь он это палуба, а палуба это он. Тревожно слышать, как легионер кричит, настолько не сдерживая себя. Однако говорят, что переналожение при телепортации невообразимая боль. Желеман бережно поддерживает его голову и быстро убивает, чтобы прекратить мучение. Двигаемся, командует он отряду. Нет времени на раздумья, нет времени передохнуть, нет времени преодолеть жгучий дискомфорт перемещения. Отряд проверяет место прибытия по схеме станции и расходится. Они осторожны, но не сбавляют шага. Они транслюди, которые действуют с максимально возможной скоростью и эффективностью. Была выбрана именно поперечная сборочная палуба, поскольку это самое крупное внутреннее помещение, и это допускало максимальную погрешность переноса. Цель штурма зал центрального управления выше. Несущие слова засекут вспышку телепортации. Невозможно замаскировать подобный энергетический скачок. Гефтоник по Воксу подтверждает переход чести Макраги. Гейдж отвечает, что для второго перемещения недостаточно энергии. Истребительная команда Эмпиона не последует за ними, по крайней мере сразу. Они поднимаются по палубным мостикам, мимо огромного шлюза и швартовочных комплексов, где стоят корабли. Верхняя часть внутреннего пространства ярко освещена и заполнена системой хромированных труб, рычагов и кабельной проводки. Сверху по ним открывают огонь несущие слова. Заряды мчатся мимо, разрываясь о голый металл и керамитовый остов станции. Взрывы и удары наполняют помещение грохочущим шумом. Под первым градом снарядов гибнут двое ультрамаринов Пилей и Дерак. Продолжительный обстрел рассекает их на части. Затем брат Лисидор переваливается через перила, получив попадание в голову. Его кобальтово-синяя фигура, раскинув руки, падает в сборочную зону внизу. Ультрамарины палят в ответ, накрывая сооружение наверху облаком взрывающихся болтов. Несущие слова падают, однако их место занимают новые, много новых. Желеман рычит, бросая им вызов. Он приговаривает их к смерти, приговаривает их властителя к еще худшей участи и бросается на них. Киел осознает, что примарх, безусловно, является их главным ресурсом. Не из-за своего физического превосходства, хотя его сложно переоценить, потому что он примарх, потому что он Робао-Джелеман, потому что он просто один из величайших воителей Империума. Сколько существ могло бы сравниться с ним? братьев не все семнадцать, далеко не все семнадцать, четверо или пятеро, в лучшем случае, в лучшем случае. Находящиеся на верхних сооружениях несущие слова видят, как он приближается. Они не уступают по силе истребительному отряду, их почти полная рота, как минимум некоторые из них превозносимая элита Гал Ворбак. Однако они видят, как он приближается и знают, что это означает. Не имеет значения, какие коварные обещания нашептывают им в уши темные боги. Не имеет значения, какую новую храбрость Ворб влил в их вены вместе с безумием. Желеман Ультрамаринский идет прямо на них, чтобы убить их, убить их всех. Даже если у них есть шанс причинить ему вред, они упускают его. Они теряются, на мгновение их извращенным сердцам ведом страх, подлинный страх, а затем он добирается до них, а затем убивает их. За ним, за ним, кричит Тиэль. Они рвутся вперед, изуродованные несущие слова пролетают над головой, бьются о палубы вокруг. Когда Тиэль оказывается возле примарха, Желеман уже убил самую меньшую дюжину, его болтер ревет. На силовом кулаке шкварчит кипящая кровь. Это жестокий ближний бой. При Тиэле экзотический дуэльный меч, который так хорошо послужил ему в этот худший из дней. Держа оружие обеими руками, он орудует им, рассекая алый керамид словно шелк. Кровь несущих слова кажется черной, как будто она протисла и загрязнилась. Тиэль прикрывает примарха с фланга, уверенно продвигаясь вместе с ним в направлении основного люка. Они теряют восьмерых, восемь ультрамаринов, но они прорываются в зал центрального управления, оставляя за собой ковер из мертвых врагов. Там их ждет настоящая схватка. Их встречает ошеломляющий шквал огня болтеров, который убивает Стеция, Аскретиса и Гефтоника. Корфаэрон, магистр темной веры, магистр непроизносимого слова, посылает своих людей вперед, а затем летит к оставляя за собой шлейф темного тумана, сверкая черными молниями, вырванными из бездн варпа. Ублюдок, выкрикивает Желеман, он не отступает, ни на шаг. Отметка 20 06 23 Здание гильдии сотрясается, по нему стреляют титаны. Мне нужны свежие данные, кричит Винтан Вокс, вокруг него кружится вьюга и стеклянные каменные пыли. Он остался на поверхности, чтобы руководить обороной. Селатон спустился в бронированный бункер вместе с Таурин. Около пяти минут назад отключили все каналы Вокс-связи и передачи данных из Лептия Нумина. Дворец пал. У Винтана есть только связь с его ротой через коммуникаторы ближнего радиуса действия. Сервер активировала машину, отвечает по Воксу Селатон. Она подключается, подключается КММУ. Работает? требовательно спрашивает Винтан. Я не знаю, как это выглядит, если работает, отвечает Селатон. Могу гарантировать, что выглядит лучше, чем это, отзывается Винтан. По проезду неуклонно пробивается бронетехника несущих слова, которая накрывает их позиции градом снарядов и россыпью лазеров. Дым и ливень сократили видимость почти до нуля. Здания фабрикаториев на другой стороне дороги рухнули мишаниной камня и пламени. Через дым полным ходом приближаются два титана налетчик, орудийные установки которых светятся от непрерывных разрядов. Керамика мертва. Лорхас мертв. Вероятно, Спарзи тоже мертв. Винтан не может найти Грева или Сидонса. Строй роты нарушен. Четвертая сделала все, что могла. Но этого недостаточно, чтобы справиться с подавляющей мощью атаки Холл Велофа. Сервер запустила код-убийцу, докладывает Силатон. Она запускает его в систему сети, готовится к очистке. Винтан пригибается, когда в нескольких дюжинах метров впереди огонь титана подбрасывает в воздух Лендрейдер. Смятый и полыхающий тот приземляется так громко, ударяясь о перепаханную землю, что кажется, будто небо прогибается. Разумеется, небо действительно прогибается. Над ливнем трещит сине-белое пламя. Солнечные вспышки выжигают верхние слои атмосферы Калта, озаряя израненный мир и вызывая огромные неестественные полярные сияния, когда заряженные энергочастицы бьют по термосфере. Вокруг Винтана скачут и крутятся свет и цвет. Свет взрывов, свечение измученного неба. Это хорошо, да, капитан, отзывается Силатон, но это бесполезно без контроля. Она не может получить контроль над сетью, пока не снят контроль врага, а этого не произошло. Она говорит мне, что это не произошло. Из темноты к Винтану приближается зверь из галворбок, замахивающийся силовым топором. На нем нет шлема, у него нечеловеческое лицо. Винтан встречает атаку, выставляя клинок поперек рукояти топора и блокируя замах. Они борются. Сокрушительная сила убийцы отталкивает Винтана назад. Сцепленное оружие разрывается и Винтан резко приседает, чтобы избежать последующего косящего удара. Винтан быстро выпрямляется, вгоняя клинок вверх. Остре меча задевает топор воина Галворбок, отклоняется врагу в рот и пронзает голову. Галворбок не умирает, умирает не сразу. Он смеется над проткнувшим его рот клинком. Черная кровь толчками льется на эфес меча, кисть и руку Винтана. Воин Галворбок глубоко вгоняет свой топор в бок Винтана и только тогда умирает. Винтан оседает на одно колено. «Есть что-нибудь?» «Капитан, вы в порядке?» откликается Селатон. «Есть что-нибудь новое?» «У вас странный голос». «Селатон, она его получила?» рычит Винтан. «Нет, сэр, вражеский контроль все еще на месте». Титана рядом, последний оставшийся у четвертой теневой меч стреляет и повреждает одного из шагающих гигантов. Но те отвечают залпом и превращают сверхтяжелый танк в него. Больше никто не придет, никакой поддержки, которая, как они надеялись, сможет встать рядом, никаких подкреплений. У них была хорошая надежда, но недостаточно крепкая. Семнадцатый легион одержал верх в битве за Калт. Отметка 20 09 41 Плата Сатрик купается в свете полярного сияния. Местная звезда извергает энергию по всей виридийской системе. Эреб наблюдает. Идет дождь. Дождь это кровь. Демоны вопят. Разражается буря. Отметка 20 10 04 Корфаэрон встречает Желемана лучом дымного света. Колонны проклятого мрака, который срывается с ладони его правой руки и впечатывает примарха 13 легиона в стену помещения. Желеман вновь встает, но он потрясен. Стена смялась в том месте, где он врезался в нее. Корфаэрон издает резкий вопль от напряжения и творит еще один луч дымного свечения. Желеман атакует, но луч отшвыривает его обратно на переборку с настолько мощным кинетическим хлопком, что тот разносится по залу оглушительным рокотом. Желеман поднимается, пошатываясь, падает, вновь перевстает, сжимая силовой кулак. Керамид на его нагруднике треснул. Желеман кашляет, у него изо рта сочится кровь. Корфаэрон снова поражает его, на сей раз странным отрицательным электричеством, которое потрескивает вокруг Желемана и заставляет его застыть в жестоких судорогах. Желеман остается стоять на четвереньках, кобальтово-синяя броня обожжена, голова опущена, все тело тлеет от сжигающего кожу перегретого доспеха. Несущий слово вынимает Атам и делает шаг вперед. Корфаэрон может выбирать и это доставляет ему наслаждение. Он может оборвать жизнь великого Желемана. Единоличное убийство настолько ценнее далекого или массового. Он может убить Робаута Желемана собственными руками или же собственными руками обратить его. Как обратили магистра войны, Эреб это сделал. Стало быть, и Корфаэрон может. Желеман ранен, слаб, уязвим. Укус Атама выпустит из Желемана здравый смысл и пока он в подобном состоянии снимет все запреты. Болезненное жжение, нанесенное Атамом раны, будет изводить его и в конечном итоге сквозь линзу бреда откроет изначальную истину во всем ее ужасном великолепии. Они прибыли на Калт, чтобы убить Желемана и его совершенных воинов. Насколько большее значение будет иметь возвращение ко двору Ларгара и Хоруса Луперкаля с Желеманом в качестве добровольного и уступчивого союзника? Желеман увенчанный рогами. Желеман облаченный в радужный плащ демона. Корфаэрон склоняется над рухнувшим примархом. Дыхание Желемана быстрое и неровное, его доспех дымится. Утратив цвет, под ним образуется лужа крови. «Ты столь многого не понимаешь», произносит Корфаэрон. «Истина потрясет тебя, Робаут. Мне жаль, но так будет. Однако ты научишься приспосабливаться к ней. Я счастлив разделить с тобой мое знание, помочь тебе понять, расширить восприятие. «Убирайся от меня», тяжело выдыхает Желеман. «Слишком поздно, прими это». Тиэль слишком далеко, чтобы помешать, застряв в упорной схватке, которая бушует на краю края зала управления. Тиэль бросает взгляд на то, что, как ему кажется, скорее всего, станет последними мгновениями Робаута Желемана. Он пытается пробиться, крича от ярости и разочарования. Несущие слова оттеснили истребительный отряд Желемана назад, перебив большую его часть. Тиэль и остальные бьются, чтобы оказаться рядом с примархом, но не могут этого сделать, врагов слишком много, и это элита. Эниду Тиэлю преграждают путь трое воинов, один из них Сорат Чур. Чур блокирует все удары и выпады, которые делает Тиэль, столь же уверенно, как тренировочная клетка, которая выставлена на максимальный уровень сложности. Корфаэрон представляет клинок Атама к горлу Желемана. Четыре Отметка 20 11 39 Верхние этажи здания гильдии рушатся. Винтан находит Сидонса, Грева и остатки их отделений и отступает через внешний вестибюль. Из-за серьезности раны он шаркает ногами, походка неровная. Повсюду враги, на востоке только что возникли из пара еще два титана, еще два. Это смешно, академично. Силы врагов давно перешли точку перелома. Холл Велов использовал максимальную избыточную мощность. По крайней мере, думает Винтан, они убили многих, многих. Несущим слово пришлось дорого заплатить, чтобы достичь конца этого мира. К сожалению, похоже, что их это не волнует. Здание гильдии падет следующим и не имеет значения, насколько хорошо защищен бункер на подземных этажах. Семнадцатый раскопает его, убьет Таурин и разнесет информационную машину. Один из титанов открывает огонь, другой титан взрывается выше пояса. Из верхней секции вздувается огромный огненный шар, который пожирает его, взвихряя в небе желтое и белое пламя. Бункер в трехстах метрах под зданием гильдии содрогается. Шум, идущий наверху последней войны, приглушенное ворчание, вибрация, которую скрывают треск и жужжание мощной информационной машины. Подключенная к общности машин через ММУ Таурин хмурится. Селатон видит, как меняется выражение ее лица. Ультрамарин никогда не испытывал подобного раздражения. Он вне боя, бесполезен, обречен ничего не делать, просто наблюдать и докладывать о безмолвных гаптических операциях загадочного мага Самеханикум. Что? спрашивает он. Что такое? В схватку направились два Титана, тихо произносит она, изучая невидимые для него потоки движущихся данных. Это не машины предателей. Что? Это орудия лоялистов, говорит она. Пылающее облако и смертельный удар Каскардуса. Один из них только что совершил уничтожение Титана, несущих слово. Мортис Максар. Нас поддерживают? спрашивает Селатон. Похоже. Сервер, вы говорите, что на подмогу к четвертой прибывают подкрепления? Да, сержант. Данные подтверждают это предположение. Судя по данным, дело обстоит именно так. Таурин остается абсолютно спокойной, она не проявляет радости. Она изучает быстро обновляющийся поток информации, просеивая его. Силы капитана Вентана стояли перед перспективой уничтожения через 3 минуты и 16 секунд. Этот предел изменен до 6 минут и 12 секунд, до 8 минут, до 10 минут и 51 секунды. Таурин наблюдает за поступающими данными. Они идут с тысячи различных источников изображения и информации, вводов визоров легионеров ультрамарина, оптических каналов скитариев, ауспиков техники лоялистов, сенсоров зоны здания гильдии, все еще работающих фрагментов городской кагитационной сети. Она наблюдает сразу за всем. Быстрые маневренные силы подкрепления врываются в ланширский пояс с востока. Они движутся вдоль Тарксистской горизонтали, проезда Малоник, откоса Бедрус и Ланширских магистралей. Пробираются через пригородные строения за грузовыми хранилищами и кольцо домов к востоку от портового Дока-18. Колонна лендрейдеров поддерживает трех титанов, двух налетчиков и полководца. За ними следует быстро движущаяся пехота. Она опознает их по символам, геральдики, регистрационным кодам и маякам обозначения подразделений. Силы в основном состоят из частей тринадцатого и механикум со сборов в бартере и шаруде. Однако там также двадцать тысяч солдат армии, с которыми легкая бронетехника и орудия поддержки. Она быстро переключается между экранами, чтобы отслеживать передвижение. Деблокирующая группа образует два острия атаки. Одно силы легиона, которые ведет сержант 112-й Анхиз и капитан 19-й Эфон. Другое главным образом армия под командованием полковника 41-го Неритского по имени Бартл. Однако фактически ее возглавляет Эйкос Ламиад и тяжело двигающийся дредноут ультрамарина. Перед тем, как погибнуть, верная Таурин Улдорт выполнила свои обязанности с необычным усердием и скоординировала всю силу и огневую мощь, с какой смогла связаться. Ламиад, Эйкос Ламиад, Тетрарх Ультрамара, чемпион Примарха. Он ведет потрепанное воинство солдат, собранное в пустыне и пылающих холмах вокруг Голофузикона. Он поднимает меч единственной здоровой рукой и направляет своих воинов в уличную схватку. Возле него вышагивает контемп артелемехов, которые расходуют боеприпасы, раскалывая вражеские порядки. На его счету два убийства старших командующих Холл Веллафа. Штурмовая пушка, самая эффективная. Таурин снова переключает картинки. Она следует за другими кодовыми обозначениями. С отделениями айфона идет почтенный Юстарий, второй Дредноут, введенный в бой, а в тени Титанов и второй Тетрарх, Таврон Никодим, который провел весь день пробираясь с юга, с полей бойни в комише. Смена обзора, смена обзора. Таурин наблюдает за данными, почти напуганная скоростью обновления, быстрым смещением баланса сражения. Наконец она ощущает отчаяние Селатона и начинает сообщать ему, что видит. Силы Холвеллафа отступают перед необузданной мощью атаки. Дело не только в огневой мощи, а в ее скоординированной силе. Раздробленные выжившие из 13-го не должны были быть в силах организоваться с такой точностью и эффективностью. Посреди хаоса, сумятицы и пылающего мира они не могли пункта. Таурин проверяет прогноз по уничтожению. Теперь он составляет 47 минут и 31 секунду. На этот раз уцелевшие в Калском побоище проявят свою ярость и жажду мести, нанесут врагу громадный ущерб. Возможно они даже временно выбьют несущих слова из ланширского пояса. Однако это всего лишь последняя приятная возможность побушевать перед лицом смерти. Она просто добавит Холвеллафу час-другой сражения. Во многом она послужит тому, чтобы собрать всех жертв в одном месте. Враг может подтягивать дивизии поддержки со всех сторон. Тринадцатый этого не может. Если они надеялись пасть со славой, то это желание скоро исполнится. У Таурин нет контроля над сетью, чтобы с ее помощью изменить динамику боя. У нее есть код-убийца, но нет проклятого контроля. Отметка 20, 13, 29. А там жалит. Вокруг рассеченной плоти растекается кровь Желемана. Он рычит сквозь стиснутые зубы. Пусть течет, шепчет Корфаэрон. Так начинается мудрость. Желеман что-то бормочет в ответ. Что? переспрашивает Корфаэрон, издевательски прикладывая ладонь к уху. Что ты сказал, Робаут? Каждое слово требует усилия. Ты совершил ошибку, выдавливает Желеман. Ошибку? Ты выбрал неверный практический вариант. У тебя был выбор играть со мной, убить меня. Ты выбрал не то. В самом деле, улыбается Корфаэрон, тебе не следовало оставлять меня в живых. Я сохраню тебе жизнь, чтобы разделить с тобой истину, Робаут. Да, произносит Желеман, втягивая воздух на каждом неверном вдохе. Но пока я жив, я могу сделать вот так. Резкий звук, внезапный влажный треск, бурный всплеск крови, как будто между ними лопнул бурдюк красного вина. Корфаэрон издает слабый шум. Тонкий керамический звук, словно влажный палец скользит по стеклу. Желеман поднимается. Хотя питание давно закоротилось и отключилось, он погрузил в грудь Корфаэрона руку доспеха. Он пробил броню, мышцы и усиленные ребра. Пронзенный кулаком Желемана Корфаэрон подергивается. Его ноги оторвались от палубы, локки врезались в бока. Он трясется, голова колотится на шее, а там выпадает из его пальцев и отскакивает от пола. Соро-Чур слышит звук, который издает его господин. Он сконцентрирован на бою с участниками рейда ультрамарина. Однако он не в силах удержаться от того, чтобы на секунду отвести глаза. Меньше, чем на секунду, на микросекунду. Кьейль видит, как он открывается. Это его единственный шанс. Бесконечно малый крошечный просвет в защите несущего слова. Он существует в микросекунду и более не повторится. Он наносит удар мечом. Дуэльный меч отсекает правую сторону шлема Чура. Вместе с ней отделяются щека, ухо и часть черепа. Чур оступается, ошарашенный болью, шоком и дезориентацией. На мгновение Чуру кажется, что это Люциель. Кажется, что это Люциель, который восстал из мертвых, чтобы покарать его за преданное доверие. Кьейль ударом плеча отшвыривает его в бок на другого несущего слова, забрызгивая обоих кровью. Он подныривает подрубящий удар третьего и обезглавливает его. Он первый, кто прорывается Корфаэрону в глаза. Губы Корфаэрона дрожат. Он часто моргает. Вокруг уголков трясущегося рта пузрится слюна. Желеман выдергивает руку. В ней сжато сердце Корфаэрона. Корфаэрон падает на палубу. Из-под него во все стороны растекается едкая черная кровь. Его тошнит. Пол покрывается отвратительными молочными брызгами. Желеман отшвыривает изуродованное сердце прочь. Тиэль поддерживает примарха, чтобы не дать тому упасть. Не волнуйся обо мне, сержант, со скрежетом произносит Желеман. Уничтож проклятые системы. Делай то, ради чего мы пришли. Тиэль мчится консолям системы. Перед ним лязгают и щелкают латунные кагитационные блоки информационной машины. Во имя Терры, рычит Желеман. Тиэль, стреляй в эту хреновину. У Тиэля нет боеприпасов, но есть меч, и есть работа для этого меча. Отметка 20, 20, 19. Управляющие коды разблокируются. Таурин видит, как это происходит. Видит, как по всей ноосфере внезапно меняется цифровая последовательность. Контроль приостановлен. Сбой машины. Контроль приостановлен. Сбой машины. Контроль приостановлен. Сбой машины. Контроль приостановлен. Сбой машины. Это похоже на миг информационного откровения. Абсолютное изменение последовательности данных. Все параметры меняются. Все настройки сбрасываются. Она не колеблется. Хест бы не стал. Она запускает код-убийцу прямо во внезапно открывшуюся систему и наблюдает, как тот прожигает себе дорогу сквозь испорченные числовые данные мусорного кода Аккета. Код-убийца, ее авангард, ее претарианцы, ее истребительная команда ультрамарина, ее винтан. Она следует за ним при помощи своих авторизованных кодов. Она перехватывает управление, выбирает дискреционный режим. Мгновенно появляются тысячи автоматически сгенерированных огневых расчетов. Она сортирует их, пользуясь едва заметной гаптикой, кодовыми формами и обращается к ней Селатон. Сервер! Таурин не обращает на него внимания. Она открывает вокс-канал. Сервер Таурин 13-му легиону ультрамарина и всем силам, объединенным под их знаменем. Приготовьтесь к удару! Повторяю, приготовьтесь к удару! Отметка 20, 21, 22. На ланшир обрушиваются первые удары лучевых орудий. Они исходят прямо с неба. Колонны ослепительного вертикального света. Они льются с орбитальных оружейных платформ. Тех платформ, которые несущие слово оставили нетронутыми для своих целей. Лучи, созданные лэнс-батареями, корпускулярными туннелями и мезонными орудиями, бьют с хирургической точностью. Они выжигают городскую зону вокруг здания гильдии в северной складской области. Уничтожают в порядке братств и несущих слово в пепел. Укрывшиеся, порой менее чем в полукилометре от мест попаданий, ультрамарины и силы армии не задеты. У них рвутся барабанные перепонки, горит кожа. Они наполовину ослепли от света, оглушены контузией, электромагнитным импульсом и жестокой ударной волной. Но они держатся. Отрицательное давление заставляет дождь крутиться вокруг зоны вихрем, водоворотом взрывом винтан смотрит вверх. К их мокрой броне прилип пепел, который покрывает их всех. Пепел, который всего несколько секунд назад был несущими слово. Окружающие его ультрамарины цвета серой пемзы, цвета оружейной стали, цвета старого облачения 17-го. Отметка 20, 21, 25. Таурин не закончила. Она разворачивает доступные ей элементы сейки и поражает другие наземные цели. В это же время она захватывает орбитальные платформы и перенаправляет ленд-станции. Она начинает систематически уничтожать флот несущих слова. Впервые с момента разрушительного орбитального удара в околопланетном пространстве взрываются и гибнут боевые корабли с алыми корпусами. Крейсеры и баржи детонируют многомегатонными взрывами или приходят в негодность от опустошительных ударов. Это активная перемена сражений, перемена игры. Хест бы одобрил, Желеман бы одобрил. Отметка 20, 21, 30 На вспомогательном мостике чести Мак-Краги Марий Гейв смотрит, как трещат и вспыхивают первые вражеские корабли. Он наблюдает за тем, как с орбитальной сети срываются фосфорицирующие зеленые и белые лучи, которые поражают корабли несущих слова. Он смотрит на Гомеда. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии выходная мощность? Сейчас у нас 57% магистр ордена, отвечает Гомед. Достаточно для переноса истребительного отряда импиона. Я намерен предпринять более прямые действия. Запустите двигатель и направляйтесь к станции, поднять щиты. Сэр, к нашему корпусу пристыковано три вражеских крейсера. В таком случае, полагаю, они пострадают, капитан. Поднять пустотные щиты. После этого сбейте их с нашей кормы. Титанический флагман запускает щиты. Один из крейсеров сминается, его захватывает пустотное поле. Он разрывается по центральной линии и опустошает в космос главные отсеки. Разрушенный остов остается пристыкованным к чести МакКраги, а флагман рвется вперед. Его раскаленные до бела двигатели светятся. Второй крейсер отваливается, захваты взорваны и рассечены. Прежде чем он оказывается в состоянии стабилизировать свое движение, его начинают разносить на части батареи флагмана. По-третьему раз за разом бьют с близкого расстояния орудия правого борта флагмана. Гейдж отказывается отдать приказ о прекращении огня, пока обращенный к нему бок крейсера не становится пылающей расплавленной преисподней и не обнажаются внутренние палубы. Казненный крейсер отделяется, светясь словно уголь и выпадает из плоскости эклиптики. Отметка 20 24 10 Зал Центрального Управления горит. Пламя и дым быстро заполняют жилые помещения станции З-Цун-Верет. Тиель и оставшаяся часть истребительной команды поспешно отступают к поперечной сборочной палубе. Они плотно группируются вокруг хромающего раненого примарха. «Флагман приближается», произносит Тиель. Желеман кивает, похоже, к нему возвращаются силы. «Солнце», бормочет один из отряда. Они глядят вверх через огромные кристал-флексорные смотровые окна и видят Веридийскую звезду. Она поражена, ее свет нездоров и неприятен. Поверхность покрыта бубонной сыпью солнечных пятен. «Думаю, мы кое-что выиграли как раз вовремя, чтобы все потерять», говорит Желеман. Тиель спрашивает у него, что им следует делать, однако примарх не слушает. Он перевел внимание вниз на что-то, что он видит на промежуточной палубе под сборочным уровнем. «Ублюдки!» шипит он. «Они что, не могут просто сгореть?» Тиель смотрит туда. Он видит полдюжины уцелевших несущих слова. Те несут окровавленное тело Корфаэрона. Похоже, что проклятый магистр Веры каким-то образом все еще жив, несмотря на то, что Желеман вырвал ему основное сердце. Он подергивается и корчится. Во главе отряда Тиель видит несущего слова, которому он рассек шлем и череп. Почувствовав их, Чур оборачивается, чтобы посмотреть. Вместо одной стороны лица кровь, зубы и обнажившаяся кость. Тиель вытаскивает болты, перезаряженные боеприпасами павшего брата. Другие ультрамарины тоже начинают стрелять. Несущие слова мерцают. У них под ногами с треском разряд. Они исчезают в воспышке телепортационной энергии. Гейдж, Гейдж, кричит Джелеман. Мой примарх, отзывается Гейдж по воксу. Корфаэрон бежит. Он скрылся отсюда, телепортировался. Он побежит на свой корабль. Да, сэр. Просто останови его, Марий, убей его и отправь в преисподнюю. Мой примарх, Марий Гейдж, это приказ. А что с вами, сэр? отвечает Джелеман. Самофракия, пара эскортов. Мы сядем на один из них и будем в безопасности. Просто отправляйся за ним, Марий. Отправляйся за проклятым Инфидус Император. Отметка 20, 27, 17. Боевой катер несущих слова Инфидус Император разворачивается в насыщенном обломками ближнем космосе Калта. Позади него в огне гибнут корабли. Он запускает двигатель и начинает долгий и трудный прорыв за пределы системы. Пока он ускоряется, наращивая тягу до максимума, честь Макраги устремляется в погоню. Ее основные двигатели светятся столь же яростной мощью. Так начинается одна из наиболее печально известных дуэлей кораблей в имперской истории. Отметка 20, 59, 10. Судьба исказилась, сбившись с курса. Эрип отчетливо это видит. Это его не волнует, и он не удивлен. Пути меняются, ему это известно. Это одна из первых истин, которая ему преподала тьма. Калк мертв, 13-й, выведен из строя и прикончен. Ритуал завершен и полностью удался. Поднимается гибельный шторм, варп шторм, превосходящий все, что странствующее к звездам человечества, видела сэра раздора. Он расколет пустоту на части, разделит галактику надвое, сделает широкие пути империума, непроходимыми на века. Он изолирует и заманит в ловушку верные императору силы, разделит их, не позволит им объединиться и поддержать друг друга, нарушит коммуникации и цепи связи, не даст им даже предупредить друг друга о разворачивающейся в их царстве еретической войне. Гибельный шторм обездвижет лоялистов и оставит Теру беззащитной и одинокой, бесконечно уязвимой перед надвигающейся тенью Хоруса. Однако, каким-то образом враг кое-что спас. Они были побеждены с самого начала, оставались побежденными все время, и несущие слова могут посыпать солью разбросанные кости тринадцатого. И все же те что-то отвоевали, какую-то долю возмездия, какую-то степень гордости. Они не сдались и заставили дорого заплатить за их жизни. Эребу жаль оставлять кого-то из них в живых. Они говорят, что их всегда нужно убивать. Ультрамаринов. Если делаешь одного из них своим врагом, не позволяй ему жить, не щади его. Оставь ультрамаринов в живых и оставишь лазейку возмездию. Лишь когда он мертв, тебе не угрожает месть. Так они говорят. Хорошие слова. Гордая похвальба неизменно высокомерного легиона. Они мало что значат. С ультрамаринами покончено. Калд выпустил им кишки. Они никогда уже не будут силой, с которой приходится считаться. Хорусу больше нет нужды беспокоиться об угрозе тринадцатого. На плата Сатрик падает ядовитый свет солнца. Эреб греется в нем. Он воздевает руки вверх. Демоны поют, преклоняясь. Темный апостол чувствует, как поднимающиеся ветры гибельного шторма, колеблют его плащ. Он закончил здесь, исполнил долг, доверенный ему ларгаром. Пришло время уходить. На краю круга из темных камней реальность стала тонкой. Тонкой, словно выбеленная древняя тряпица. Эреб вынимает собственный изукрашенный атамп и прорезает щель в материальной ткани Вселенной. Он шагает в нее. 5. Отметка 23-43-16 Желеман наблюдает за поднимающимся штормом с мостика Самофракии. У постов управления находится запасной командный состав. Все надежные источники утверждают, что буря будет худшей на памяти живущих. «Мой примарх, мы должны выбраться из системы», говорит капитан корабля. «Флот должен уйти, пока нас не смело прочь». Желеман кивает. Он понимает эту необходимость. По крайней мере нужно донести до центральных секторов Империума и 500 миров Ультрамара ясные и четкие предостережения о демонической угрозе. «Там внизу все еще не спасены сотни тысяч», говорит он Тиэлю, глядя на сканы разоренной планеты. «Мы вытащили сколько смогли, при помощи всех бывших у нас кораблей, сэр», отвечает Тиэль. «Дальнейшая эвакуация теперь невозможна». «А произносит Тиэль. Есть некоторая вероятность, что подземные жилые системы и катакомбы уберегут их от воздействия солнечной радиации. Возможно, они смогут переждать шторм, пока мы не окажемся в состоянии вернуться с флотом легиона, чтобы эвакуировать их. На это могут уйти годы». «Могут», соглашается Тиэль. «Если это вообще произойдет». «В худшем случае годы», говорит Тиэль. «Мы вернемся, они будут спасены». Желеман кивает. «Прости мне мой настрой, Тиэль. Я потерял мир ультрамара. Потерял слишком многое. Ты видишь меня не в лучшей форме». «С точки зрения теории», откликается Тиэль. «Верно обратное утверждение». Желеман фыркает. Его лицо серое от неутихающей боли. «Есть что-нибудь от Гейджа?» «Ничего, сэр». «А среди спасенных нами был Вентан?» «Нет, сэр», отвечает Тиэль. «Его не было». Отметка 23 49 20 Вентан берет рожок Вокса. «Говорит Вентан, капитан, четвертая рота», начинает он. «Я веду аварийную передачу по глобальной Вокс-трансляции. Поверхность Калта более не является пригодной для жизни. Из-за повреждений местная звезда пульсирует вспышками и вскоре облучит Калт до смертельного для человека уровня. Эвакуировать планету более невозможно. Поэтому, если вы гражданин, член имперской армии, легионер 13-го или любой другой верный служитель империума, спешно направляйтесь к ближайшей аркологии или аркологической системе. Аркологические системы могут предоставить достаточную защиту, которая позволит нам пережить солнечную катастрофу. Мы укроемся в них до дальнейшего уведомления. Не мешкайте. Направляйтесь прямо к ближайшей аркологии. Информация по местонахождению аркологий и доступу в них будет присоединена к этой циклической передаче в виде кодированного файла. Во имя империума торопитесь. Конец сообщения. Он опускает устройство и смотрит на Таурин. Я поставила его на непрерывную передачу, говорит она. Тогда мы должны идти. Времени очень мало, сервер. Отключайтесь от информационной машины. Мне ничего не известно об этих пещерах, произносит она. Думаю, там внизу будет неприятно. Не настолько неприятно, как будет на поверхности, отзывается силотон. Это не дискуссия, говорит Винтан. Выбора нет. Мы отходим в аркологии. Там мы продержимся. Конец обсуждения. Ясно, говорит она. Вы понимаете, что оставшиеся на планете силы врага тоже отступят под землю? Да, отвечает Винтан. И что мы будем делать, спрашивает Таурин. Мы продолжаем сражаться, говорит ей Винтан. Это то, что мы всегда Мир никогда еще не казался настолько темным. Невозможно сказать, где кончается качающаяся чернота моря и начинается отравленная тьма неба. Остается только звезда, ядовитая и яростная. Она светится в дыму и тумане, как зловещее око. Они причаливают ялик к покрытому галькой пляжу и сходят на берег. Ол сверяется с компасом. Они начинают пробираться по берегу, двигаясь вглубь суши. «Где мы?» спрашивает Бейл Рейн. «На севере», отвечает Ол, «побережье Сатрик, в той стороне огромная плата». Он указывает в темноту. «Хорошее место», говорит Ол. «Бывал здесь когда-нибудь? Видел его?» Рейн качает головой. «Что мы тут делаем?» интересуется Зибис. Вдалеке ухают и тараторят странные демонические голоса, которые разносятся по бухте. Зибис повторяет вопрос с большей настойчивостью. «Я ничего не понимаю», говорит он. «Мы столько проплыли на этой проклятой лодке. Зачем? Разве здесь безопаснее?» Судя по звукам, тут даже хуже, если это вообще возможно. Он измотан и нетерпелив. Ол бросает на него взгляд. «Мы пришли сюда», произносит он, «Поскольку здесь единственное место, где мы можем выйти наружу. Единственное. Наш единственный шанс выжить и кое-что сделать». «Что сделать?» спрашивает кран. «Кое-что важное», отзывается Ол, толком не слушая. Он что-то увидел, что-то на берегу возле лодки. «Кто это рядовой персон?» спрашивает граф. На берегу позади них находится человек. Он идет за ними, быстро двигаясь, проходит мимо вытащенного на сушу ялика. Удаляясь от берега, на черной воде медленно кружится брошенная другая небольшая шлюпка, предположительно та, на которую он прибыл. «Вот дерьмо», бормочет Ол, «держитесь за мной, вы все, продолжайте двигаться». Он разворачивается, сдергивая с плеча винтовку. Креол Фоуст, черная на черном, тень тени. Светлеет только его лицо, натянутая кожа белого цвета с коркой засохшей крови из раны в голове. Он приближается, под ногами хрустит галька. В правой руке свисает лаз-пистолет. Ол встает перед ним, держа оружие на готове. «Не подходи ближе», окликает его Ол. «Отдай его», кричит Фоуст, «Отдай его мне». «Я не хочу стрелять или проливать кровь в этом месте», предостерегает Ол. «Но я это сделаю, если ты меня вынудишь. Возвращайся обратно и оставь нас в покое. Отдай мне мой клинок, мой клинок». «Убирайся». Фоуст делает шаг вперед. «Знаешь, они его чуют», шипит он. «Чуют». «Пусть чуют», отзывается Ол. «Они придут. Ты не хочешь, чтобы они пришли?» «Пусть приходят». «Ты не хочешь этого, старик». «Отдай его мне, он мне нужен». «Мне он нужен больше», говорит Ол. «Нужен для одного дела, поэтому я сюда и прибыл. Он мне нужен для дела, которое так важно, что ты представить себе не можешь». «Ничто не может быть важнее того, что я способен представить», отвечает Фоуст. «Последний шанс», произносит Ол. Фоуст кричит, кричит во весь голос. «Он здесь, сюда!» Винтовка издает треск. Умолкнув, Фоуст заваливается назад, на береговые камни. Существа начинают шевелиться, существа которых потревожил и привлек вопль Фоуста и шум выстрела. Ол слышит их, слышит, как во тьме хлопают крылья летучих мышей, скребут по камню копыта и скользят чешуйки. Голоса бормочут и рычат, издавая нечеловеческие звуки. «Эй!» кричит Ол своим спутникам, которые прячутся во мраке. «Возвращайтесь ко мне! Назад! Соберитесь вокруг!» Они спешат к нему, Кранк и Рейн. Зибис, девочка, граф самый медлительный. «Что это?» спрашивает Кранк, услышав звуки, которые издают существа, приближаясь из темноты. «Что производит этот шум?» «Не думай об этом», произносит Ол, напрягая память и пытаясь восстановить простую последовательность жестов. «Просто оставайтесь рядом со мной, здесь может быть хорошо, может быть достаточно тонко». «Что может быть достаточно тонко?» спрашивает Рейн. «Откуда этот шум?» взволнованно повторяет Кранк. «Что-то приближается», говорит Зибис. «Все в порядке», произносит Ол. «В любом случае мы скоро уйдем». У него в руке кинжал, обнаженная там. Он шепчет, «Как ты это делаешь?» спрашивает Кэт. Они все глядят на нее. Ол улыбается. «Доверьтесь мне», говорит он. Он сильнее нажимает на нож, углубляя порез. Делает вертикальную щель высотой в человеческий рост. Делает щель в воздухе, и реальность расступается. Демонические звуки приближаются. Ол оттягивает край разреза, словно занавес. Они открывают рты от изумления, увидев, что находятся с другой стороны. «Не это место, не Калти, не разоренный черный как смоль берег. Ол смотрит на них. Не стану врать, что будет легко», говорит он, «поскольку так не будет, но это лучше, чем оставаться тут. Они таращатся на него. «Следуйте за мной», произносит он. Уничтожение Мы продолжаем сражаться. Винтан на Калти перед началом подземной войны. Эпилог Отметка 219-479-2503 Калхида, которую постиг горький и ужасный конец. Спустя все эти проклятые годы отсчет Калта все еще не закончен. В сущности это бесполезное измерение, которое имеет лишь символическое значение, однако порой символизм это все, что остается. Ритуал, по крайней мере, уж это-то колхидские подонки поймут. Опустошенный мир пылает, мир за мир. Почти не осталось платы, которую можно получить, и мало удовлетворения от кары, которой можно насладиться. Но дело должно быть закончено, чтобы отсчет можно было прервать, и это огромный шаг к завершению. Винтан, потрепанный судьбой и службой капитан-ветеран, стоит на скальном выходе, глядя на погруженный во мрак ландшафт. В его полированной броне и зловещем визоре отражаются огненные бури. На кобальтовой синевее золоте пляшут яркие оранжевые узоры. Так много прошло с тех пор, как это началось. Галактика изменилась, а затем изменилась вновь. Перемены, ошеломлявшие его разум на Калти, кажутся незначительными рядом с тем, чему он стал свидетелем с тех пор. Конец, падение, начало, утрата. Он не изведал страха, но познал боль. Крушение порядка вещей. Он видел, как его род обнаружил, что сам является величайшим из врагов. Годы подземной войны кажутся столь далекими. Они блекнут, почти забытые, как эта империя, которая воцарилась потом, и ересь, которой все завершилось. Его офицеры ждут. Сержанты в красных шлемах, младшие Вентан еще помнит время, когда красный шлем означал «Времена меняются, вещи меняются, пути меняются. Они ждут его, нетерпеливо желая продолжения, гадая, о чем думает старый ублюдок, что занимает его так долго. Наверху на низкой орбите ожидает боржа Октавиус, приготовившая циклонные торпеды. Вентан оборачивается, он думает об утраченных братьях, и глядит на братьев, которые в броню руку. Сержант знаменосец передает ему штандарт, тот самый, старый и потрепанный, помятый, древко слегка погнута в нескольких местах. Разумеется, сержант думает, что проклятую штуковину можно было бы почистить и залатать. Вентан принимает его, чтя каждую отметину на нем. Он ставит его вертикально на пылающей скале колхиды. Мерцающий свет пламени падает на золотистый плюмаш штандарта. «Воимя МакКраги», провозглашает сержант. «Нет, не сегодня», отвечает Вентан. «Сегодня мы маршируем во имя Калта». Отметка неизвестна. Пока несущие слова еще живы в безумии мальстрима или в безднах варпа, отчет Калта будет продолжаться. Он идет и сейчас. «Воимя МакКраги» «Воимя МакКраги»